Лев Николаевич Толстой. Повести и рассказы. Собрание сочинений в 22 томах. Москва. Художественная литература. 1979-1982-1983 годы. Дорогие друзья, эта аудиокнига выложена в свободном доступе в рамках проекта «Нигде не купишь» Клуба любителей аудиокниг. Желаем вам приятного прослушивания. Содержание. Том 2. 1852-1856 годы. Набег. Рассказ волонтера. Записки маркера. Рассказ. Рубка леса. Рассказ юнкера. Севастополь в декабре месяце. Севастополь в мае. Севастополь в августе 1855 года. Метель. Рассказ. Два гусара. Повесть. Том 2. 1852-1856 годы. Набег. Рассказ волонтера. Глава 1. 12 июля капитан Хлопов в эпалетах и шашке, форму, в которой со времени моего приезда на Кавказ я еще не видел его, вошел в низкую дверь моей землянки. Я прямо от полковника, сказал он, отвечая на вопросительный взгляд, которым я его встретил. «Завтра батальон наш выступает». «Куда?» — спросил я. «В НН. Там назначен сбор войскам». «А оттуда, верно, будет какое-нибудь движение». «Должно быть». «Куда же, как вы думаете?» «Что думать? Я вам говорю, что знаю». Прискакал вчера ночью татарин от генерала, привез приказ, чтобы батальону выступать и взять с собой на два дня сухарей. «А куда? Зачем? Надолго ли?» — этого батюшка не спрашивают. Велено идти и довольно. «Однако, если сухарей берут только на два дня, стало и войска продержат недоле. Ну, это еще ничего не значит». «Да как же так?» — спросил я с удивлением. «Да так же. В дороги ходили, на неделю сухарей взяли, а пробовали чуть не месяц». «А мне можно будет с вами идти?» — спросил я, помолчав немного. «Можно-то можно. Домой совет лучше не ходить. Из чего вам рисковать?» «Нет уж. Позвольте мне не послушаться вашего совета. Я целый месяц жил здесь только за тем, чтобы дождаться случая видеть дело. И вы хотите, чтобы я пропустил его?» «Пожалуй, идите. Только, право, не лучше ли бы вам остаться? Вы бы тут нас подождали, охотились бы, а мы бы пошли с Богом и славно бы», — сказал он таким убедительным тоном, что мне в первую минуту действительно показалось, что это было бы славно. «Однако я решительно сказал, что ни за что не останусь». «И чего вы не видали там?» — продолжал убеждать меня капитан. «Хочется вам узнать, какие сражения бывают?» «Прочтите Михайловского-Данилевского «Описание войны». Прекрасная книга. Там все подробно описано. И где какой корпус стоял, и как сражения происходят». «Напротив, этот меня и не занимает», — отвечал я. «Ну так что же? Вам просто хочется, видно, посмотреть, как людей убивают. Вот в тридцать втором году был тут тоже неслужащий какой-то, из испанцев, кажется. Два похода с нами ходил, в синем плаще в каком-то. Так и ухлопали молодца. «Здесь, батюшка, никого не увидишь». Как мне несовестно было, что капитан так дурно объяснял мое намерение, я и не покушался разуверять его. «Что он храбрый был?» — спросил я его. «А бог его знает. Все бывало, впереди ездит. Где перестрелка, там и он. Так стало быть, храбрый», — сказал я. «Нет, это не значит храбрый, что суется туда, где его не спрашивают». «Что же вы называете храбрым?» «Храбрый, храбрый», — повторил капитан с видом человека, которому в первый раз представляется подобный вопрос. «Храбрый тот, который ведет себя как следует», — сказал он, подумав немного. «Я вспомнил, что Платон определяет храбрость знанием того, чего нужно и чего не нужно бояться. И несмотря на общность и неясность выражения в определении капитана, я подумал, что основная мысль обоих не так различна, как могло бы показаться, и что даже определение капитана вернее определение греческого философа, потому что если бы он мог выражаться так же, как Платон, он верно сказал бы, что храбр тот, кто боится только того, чего следует бояться, а не того, чего не нужно бояться». «Мне хотелось объяснить свою мысль капитану. Да», — сказал я, — «мне кажется, что в каждой опасности есть выбор, и выбор, сделанный под влиянием, например, чувства долга, есть храбрость, а выбор, сделанный под влиянием низкого чувства, трусость. Поэтому человека, который из тщеславия или из любопытства или из алчности рискует жизнью, нельзя назвать храбрым, и наоборот, человека, который под влиянием честного чувства семейной обязанности или просто убеждения откажется от опасности, нельзя назвать трусом». Капитан с каким-то странным выражением смотрел на меня в то время, как я говорил. «Ну уж этого не умею вам доказать», — сказал он, накладывая трубку. «А вот у нас есть юнкер, так тот любит пофилософствовать, вы с ним поговорите, он и стихи пишет». Я только на Кавказе познакомился с капитаном, но еще в России знал его. Мать его, Мария Ивановна Хлопова, мелкопоместная помещица, живет в двух верстах от моего имения. Перед отъездом моим на Кавказ я был у нее. Старушка очень обрадовалась, что я увижу ее Пашеньку, как она называла старого седого капитана, и, живая грамота, могу рассказать ему про ее житье-бытье и передать посылочку. Накормив меня славным пирогом и полотками, Мария Ивановна вышла в свою спальню и возвратилась оттуда с черной довольно большой ладанкой, к которой была пришита такая же шелковая ленточка. — Вот это неопалимые купины наша матушка-заступница, — сказала она, с крестом поцеловав изображение Божьей Матери и передавая мне в руки. — Потрудитесь, батюшка, доставьте ему. Видите ли, как он поехал на Капказ. Я отслужила молебен и дала обещание, коли он будет жив и невредим, заказать этот образок Божьей Матери. Вот уж восемнадцать лет, как заступница и угодники святые милуют его. Ни разу ранен не был, а уж в каких, кажется, сражениях не был. Как мне Михайло, что с ним был, порассказал, так, верите ли, волос дыбом становится. Ведь я что и знаю про него, так только от чужих. Он мне, мой голубчик, ничего про свои походы не пишет, меня напугать боится. Уже на Кавказе я узнал и то не от капитана, что он был четыре раза тяжело ранен. И, само собой, разумеется, как о ранах, так и о походах ничего не писал своей матери. — Так пусть теперь он это святое изображение на себе носит, — продолжала она. — Я его им благословляю. Заступница Пресвятая защитит его, особенно в сражениях, чтобы он всегда его на себе имел. Так и скажи, мой батюшка, что мать твоя так тебе велела. Я обещался в точности исполнить поручение. — Я знаю, вы его полюбите, моего Пашеньку, — продолжала старушка. — Он такой славный. — Верите ли, году не проходит, чтобы он мне денег не присылал. И Аннушке, моей дочери, тоже много помогает. А все из одного жалования. — Истинно век благодарю Бога, — заключила она со слезами на глазах, что дал он мне такое дитя. — Часто он вам пишет? — спросил я. — Редко, батюшка. Нечто в год раз. И то, когда с деньгами так словечко напишет, а то нет. Ежели, говорит маменька, я вам не пишу, значит, жив и здоров. А коли что, избавь бог, случится, так и без меня напишут. Когда я отдал капитану подарок матери, это было на моей квартире, он попросил оберточной бумажки, тщательно завернул его и спрятал. Я много говорил ему о подробностях жизни его матери, капитан молчал. Когда я кончил, он отошел в угол и что-то очень долго накладывал трубку. — Да, славная старуха, — сказал он оттуда несколько глухим голосом. — Приведет ли еще бог свидеться? В этих простых словах выражалось очень много любви и печали. — Зачем вы здесь служите? — сказал я. — Надо же служить, — отвечал он с убеждением. — И двойное жалование для нашего брата бедного человека много значит. Капитан жил бережливо, в карты не играл, кутил редко и курил простой табак, который он неизвестно почему называл не тютюн, а самобратолический табак. Капитан еще прежде нравился мне. У него была одна из тех простых, спокойных русских физиономий, которым приятно и легко смотреть прямо в глаза. Но после этого разговора я почувствовал к нему истинное уважение. Глава вторая В четыре часа утра на другой день капитан заехал за мной. На нем были старый стертый сюртук без ополет, лесгинские широкие штаны, белая папашка с опустившимся пожелтевшим курпеем и незавидная азиатская шашка через плечо. Курпей на кавказском наречии значит овчина, примечание Толстого. Беленький масштачок, на котором он ехал, шел, понуря голову, мелкой иноходью и беспрестанно взмахивал жиденьким хвостом. Маштаг на кавказском наречии значит «небольшая лошадь», примечание Толстого. Несмотря на то, что в фигуре доброго капитана было не только маловоинственного, но и красивого, в ней выражалось так много равнодушия ко всему окружающему, что она внушала невольное уважение. Я ни минуты не заставил его дожидаться, тотчас сел на лошадь, и мы вместе выехали за ворота крепости. Батальон был уже сожжен двести впереди нас и казался какой-то черной сплошной колеблющейся массой. Можно было догадаться, что это была пехота, только потому, что, как частые длинные иглы, виднелись штыки и изредка долетали до слуха звуки солдатской песни, барабана и прелестного тенора, подголоска шестой роты, которым я не раз восхищался еще в укреплении. Дорога шла с середины глубокой широкой балки подле берега небольшой речки, которая в это время играла, то есть была в разливе. Балка на Кавказском наречии, значит, овраг ущелья, примечание Толстого. Стада диких голубей велись около нее, то садились на каменный берег, то, поворачиваясь на воздухе и делая быстрые круги, улетали из вида. Солнца еще не было видно, но верхушка правой стороны балки начинала освещаться. Серые и беловатые камни, желто-зеленый мох, покрытые росой кусты держи-дерево, кизила и карагача обозначались чрезвычайной ясностью и выпуклостью на прозрачном золотистом свете восхода. Зато другая сторона и лощина, покрытые густым туманом, который волновался дымчатыми неровными слоями, были сыры, мрачны и представляли неуловимую смесь цветов, бледно-лилового, почти черного, темно-зеленого и белого. Прямо перед нами, на темной лазуре горизонта, с поражающей ясностью виднелись ярко-белые матовые массы снеговых гор с их причудливыми, но до малейших подробностей изящными тенями и очертаниями. Сверчки, стрекозы и тысячи других насекомых проснулись в высокой траве и наполняли воздух своими ясными, непрерывными звуками. Казалось, бесчисленное множество крошечных колокольчиков звенело в самых ушах. В воздухе пахло водой, травой, туманом. Одним словом, пахло ранним прекрасным летним утром. Капитан вырубил огня и закурил трубку. Запах самбратолического табаку и трута показался мне необыкновенно приятным. Мы ехали стороной дороги, чтобы скорее догнать пехоту. Капитан казался задумчивее обыкновенного, не выпускал изо рта дагестанской трубочки и с каждым шагом пятками поталкивал ногами свою лошадку, которая, перекачиваясь сбоку на бок, прокладывала чуть заметный темно-зеленый след по мокрой высокой траве. Из-под самых ног ее с тордоканьем и тем звуком крыльев, который невольно заставляет вздрагивать охотника, вылетел фазан и медленно стал подниматься кверху. Тордоканье — крик фазана, примечание Толстого. Капитан не обратил на него ни малейшего внимания. Мы уже почти догоняли батальон, когда сзади нас послышался топот скачущей лошади и в ту же минуту проскакал мимо очень хорошенький молоденький юноша в офицерском сюртуке и высокой белой папахе. Поравнявшись с нами, он улыбнулся, кивнул головой капитану и взмахнул плетью. Я успел заметить только, что он как-то особенно грациозно сидел на седле и держал поводье, и что у него были прекрасные черные глаза, тонкий носик и едва пробивающиеся усики. Мне особенно понравилось в нем то, что он не мог не улыбнуться, заметив, что мы любуемся им. По одной этой улыбке можно было заключить, что он еще очень молод. «И куда скачет?» — с недовольным видом пробормотал капитан, не выпуская чубука изо рта. «Кто это такой?» — спросил я его. «Рапорщик Аланин, суболтерно-фицер моей роты, еще только в прошлом месяце прибыл из корпуса». «Верно, он в первый раз идет в дело», — сказал я. «То-то и радешенек», — отвечал капитан, глубокомысленно покачивая головой. «Молодость!» «Да как же не радоваться? Я понимаю, что для молодого офицера это должно быть очень интересно». Капитан помолчал минуты две. «То-то я и говорю, молодость!» — продолжал он басом. «Чему радоваться, ничего не видя? Вот как походишь часто, так не порадуешься. Нас вот, положим, теперь двадцать человек офицеров идет. Кому-нибудь доубитым или раненым быть уж, это верно. Нынче мне, завтра ему, а послезавтра третьему. Так чему же радоваться-то?» Глава третья Едва яркое солнце вышло из-за горы и стало освещать долину, по которой мы шли, волнистые облака тумана рассеялись, и сделалось жарко. Солдаты с ружьями и мешками на плечах медленно шагали по пыльной дороге. В рядах слышались изредка малороссийский говор и смех. Несколько старых солдат в белых кителях большую часть унтер-офицеры шли с трубками стороной дороги и степенно разговаривали. Троечные, навьюченные верхом повозки, подвигали шаг за шагом и поднимали густую неподвижную пыль. Офицеры верхами ехали впереди, иные, как говорится на Кавказе, джигитовали, то есть, ударяя плетью по лошади, заставляли ее сделать прыжка четыре и круто останавливались, оборачивая назад голову. Другие занимались песенниками, которые, несмотря на жар и духоту, неутомимо играли одну песню за другую. Джигит по-кумыцки значит «храбрый». Переделанное на русский лад, «джигитовать» соответствует слову «храбриться». Примечание Толстого. Сожжен стул впереди пехоты. На большом белом коне с конными татарами ехал известный в полку за отчаянного храбреца и такого человека, который хоть кому правду в глаза отрежет, высокий и красивый офицер в азиатской одежде. На нем были черный бешмет с галунами, такие же ноговицы, новые плотно обтягивающие ногу чувяки, с чиразами, желтая черкеска и высокая заломленная назад папаха. Чиразы значит «галуны» на кавказском наречии. Примечание Толстого. На груди и спине его лежали серебряные галуны, на которых надеты были натруска и пистолет за спиной. Другой пистолет и кинжал в серебряной оправе висели на поясе. Сверх всего этого была опоясана шашка в красных софьянных ножнах с галунами и надета через плечо винтовка в черном чехле. По его одежде, посадке, манере держаться, и вообще по всем движениям заметно было, что он старается быть похожим на татарина. Он даже говорил что-то на неизвестном мне языке татарам, которые ехали с ним. Но по недоумевающим, насмешливым взглядам, которые бросали эти последние друг на друга, мне показалось, что они не понимают его. Это был один из наших молодых офицеров, удальцов-джигитов, образовавшихся по Марлинскому и Лермонтову. Эти люди смотрят на Кавказ не иначе, как сквозь призму героев нашего времени, Мулануров и тому подобное, и во всех своих действиях руководствуются не собственными наклонностями, а примером этих образцов. Поручик, например, любил, может быть, общество порядочных женщин и важных людей, генералов, полковников, адъютантов. Даже я уверен, что он очень любил это общество, потому что он был тщеславен в высшей степени. Но он считал своей непременной обязанностью поворачиваться своей грубой стороной ко всем важным людям, хотя грубил им весьма умеренно. И когда появлялась какая-нибудь барыня в крепости, то считал своей обязанностью ходить мимо ее окон с кунаками в одной красной рубахе и одних чувяках на босую ногу, и как можно громче кричать и брониться. Но все это не столько с желанием оскорбить ее, сколько с желанием показать, какие у него прекрасные белые ноги, и как можно бы было влюбиться в него, если бы он сам захотел этого. Кунак — приятель, друг на кавказском наречии, примечание Толстого. Или часто ходя с двумя-тремя мирными татарами по ночам в горы, засаживаться на дороге, чтобы подкарауливать и убивать немирных проезжих татар, хотя сердце не раз говорило ему, что ничего тут удалого нет, он считал себя обязанным заставлять страдать людей, в которых он будто разочарован за что-то и которых он будто бы презирал и ненавидел. Он никогда не снимал с себя двух вещей — огромного образа на шее и кинжала сверх рубашки, с которым он даже спать ложился. Он искренне верил, что у него есть враги. Уверить себя, что ему надо отмстить кому-нибудь и кровью смыть обиду, было для него величайшим наслаждением. Он был убежден, что чувства ненависти, мести и презрения к роду человеческому были самые высокие поэтические чувства. Но любовница его, Черкешинк, разумеется, с которой мне после случалось видеться, говорила, что он был самый добрый и кроткий человек и что каждый вечер он писал вместе свои мрачные записки, сводил счеты на разграфленной бумаге и на коленях молился Богу. И сколько он выстрадал для того, чтобы только перед самим собой казаться тем, чем он хотел быть, потому что товарищи его и солдаты не могли понять его так, как ему хотелось. Раз в одной из своих ночных экспедиций на дорогу с кунаками ему случилось ранить пулей в ногу одного немирного чеченца и взять его в плен. Чеченец этот семь недель после этого жил у поручика, и поручик лечил его, ухаживал как за ближайшим другом, и, когда тот вылечился, с подарками отпустил его. После этого, во время одной экспедиции, когда поручик отступал с цепью, отстреливаясь от неприятеля, он услыхал между врагами, что кто-то его звал по имени, и его раненый кунак выехал вперед и знаками приглашал поручика сделать то же. Поручик подъехал к своему кунаку и пожал ему руку. Горцы стояли поодаль и не стреляли, но как только поручик повернул лошадь назад, несколько человек выстрелили в него, и одна пуля попала вскользь ему ниже спины. Другой раз я сам видел, как в крепости ночью был пожар, и две роты солдат тушили его. Среди толпы, освещенная багровым пламенем пожара, появилась вдруг высокая фигура человека на вороной лошади. Фигура расталкивала толпу и ехала к самому огню. Подъехав уже вплоть, поручик соскочил с лошади и побежал в горящий с одного краю дом. Через пять минут поручик вышел оттуда с опаленными волосами и обожженным локтем, неся за пазухой двух голубков, которых он спас от пламени. Фамилия его была Розенкранц, но он часто говорил о своем происхождении, выводил его как-то от варягов и ясно доказывал, что он и предки его были чистые русские. Глава четвертая Солнце прошло половину пути и кидало сквозь раскаленный воздух жаркие лучи на сухую землю. Темно-синее небо было совершенно чисто, только подошвы снеговых гор начинали одеваться белолиловыми облаками. Неподвижный воздух, казалось, был наполнен какой-то прозрачной пылью, становилось нестерпимо жарко. Дойдя до небольшого ручья, который тек на половине дороги, войска сделали привал. Солдаты, составив ружья, бросились к ручью. Батальонный командир сел в тени на барабан и, выразив на полном лице степень своего чина, с некоторыми офицерами расположился закусывать. Капитан лег на траве под ротной повозкой. Храбрый поручик Розенкранц и еще несколько молодых офицеров, поместясь на разосланных бурках, собрались кутить, как то заметно было по расставленным около них фляжкам и бутылкам и по особенному одушевлению песенников, которые, стоя полукругом перед ними, с присвистом играли плясовую кавказскую песню на голос лесгинки. Шамиль вздумал бунтоваться в прошедшие годы. Трай-рай, ра-та-тай в прошедшие годы. В числе этих офицеров был и молоденький прапорщик, который обогнал нас утром. Он был очень забавен. Глаза его блестели, язык немного путался, ему хотелось целоваться и изъясняться в любви со всеми. Бедный мальчик. Он еще не знал, что в этом положении можно быть смешным, что его откровенности и нежности, с которыми он ко всем навязывался, расположит других не к любви, которой ему так хотелось, а к насмешке. Не знал и того, что когда он, разгоревшись, бросился, наконец, на бурку, облокотясь на руку, откинул назад свои черные густые волосы, он был необыкновенно мил. Два офицера сидели под повозкой и на погребце играли в дурачки. Я с любопытством вслушивался в разговоры солдат и офицеров и внимательно всматривался в выражение их физиономий. Но решительно ни в ком я не мог заметить и тени того беспокойства, который испытывал сам. Шуточки, смехи, рассказы выражали общую беззаботность и равнодушие к предстоящей опасности. Как будто нельзя и предположить, что некоторым уже не суждено вернуться по этой дороге. Глава пятая В седьмом часу вечера пыльные и усталые мы вступили в широкие укрепленные ворота крепости НН. Солнце садилось и бросало косые розовые лучи на живописные батарейки и сады с высокими раинами, окружавшие крепость, на засеянные желтеющие поля и на белые облака, которые, столпясь около снеговых гор, как будто подражая им, образовывали цепь не менее причудливую и красивую. Молодой полумесяц как прозрачное облачко виднелся на горизонте. В ауле, расположенном около ворот, татарин на крыше сакли сзывал правоверных к молитве. Песенники заливались с новой удалью и энергией. Отдохнув и оправясь немного, я отправился к знакомому мне адъютанту с тем, чтобы попросить его доложить о моем намерении гейералу. По дороге от Форштадта, где я остановился, я успел заметить в крепости НН то, чего никак не ожидал. Форштадт-предместье от немецкого Форштадт. Хорошенькая двухместная каретка, в которой видна была модная шляпка, и слышался французский говор, обогнала меня. Из растворенного окна комендантского дома долетали звуки какой-то Лизонька или Катенька-Польки, играемые на плохом, расстроенном фортепьяно. В Духане, мимо которого я проходил, с папиросами в руках, за стаканами вина сидели несколько писарей, и я слышал, как один говорил другому, «Уж позвольте, что насчет политики, Марья Григорьевна, у нас первая дама». Сгорбленный жид в изношенном сюртуке с болезненной физиономией тащил пескливую сломанную шарманку, и по всему Форштадту разносились звуки финала из лючьи. Две женщины в шумящих платьях, повязанные шелковыми платками и с ярко-цветными зонтиками в руках, плавно прошли мимо меня по дощатому тротуару. Две девицы, одна в розовом, другая в голубом платье, с открытыми головами, стояли у заваленки низенького домика и принужденно заливались тоненьким смехом, с видимым желанием обратить на себя внимание проходящих офицеров. Офицеры в новых сюртуках, белых перчатках и блестящих эпулетах щеголяли по улицам и бульвару. Я нашел своего знакомого в нижнем этаже генеральского дома. Только что я успела объяснить ему свое желание, и он сказать мне, что оно очень может быть исполнено, как мимо окна, у которого мы сидели, простучала хорошенькая каретка, которую я заметил, и остановилась у крыльца. Из кареты вышел высокий стройный мужчина в пехотном мундире с майорскими аппалетами и прошел к генералу. «Ах, извините, пожалуйста», сказал мне адъютант, вставая с места, «мне непременно нужно доложить генералу». «Кто это приехал?» спросил я. «Графиня», отвечал он и, застегивая мундир, побежал наверх. Через несколько минут на крыльцо вышел невысокий, но весьма красивый человек в сюртуке без аппалет с белым крестом в петличке. За ним вышли майор, адъютант и еще каких-то два офицера. В походке, голосе, во всех движениях генерала выказывался человек, который себе очень хорошо знает высокую цену. «Бонжур, мадам! Добрый вечер, графиня!» сказал он, подавая руку в окно кареты. Ручка в лайковой перчатке пожала его руку и хорошенькая, улыбающаяся личика в желтой шляпке показалась в окне кареты. Из всего разговора, продолжавшегося несколько минут, я слышал только, проходя мимо, как генерал, улыбаясь, сказал, «Вы знаете, что я дал обет сражаться с неверными, так остерегайтесь, чтоб не сделаться неверной». В карете засмеялись. «Ну, прощайте, дорогой генерал». «Нет, до свидания, не забудьте, что я напросился к вам завтра на вечер», сказал генерал, всходя по ступенькам лестницы. Карета застучала дальше. «Вот еще человек, — думал я, возвращаясь домой, имеющий все, чего только добиваются русские люди, чин, богатство, знатность, и этот человек, перед боем, который бог один знает, чем кончится, шутит с хорошенькой женщиной и обещает пить у нее чай на другой день, точно так же, как будто он встретился с нею на бале». «Тут же у этого адъютанта я встретил одного человека, который еще больше удивил меня. Это молодой поручик Капалка, отличавшийся своей почти женской кротостью и робостью, который пришел к адъютанту изливать свою досаду и негодование на людей, которые будто интриговали против него, чтобы его не назначили в предстоящее дело. Он говорил, что это гадость так поступать, что это не по-товарищески, что он будет это помнить ему и так далее. Сколько я не вглядывался в выражение его лица, сколько не вслушивался в звук его голоса, я не мог не убедиться, что он нисколько не притворялся, а был глубоко возмущен и огорчен, что ему не позволили идти стрелять в черкесов и находиться под их выстрелами. Он был так огорчен, как бывает огорчен ребенок, которого только что несправедливо высекли. Я совершенно ничего не понимал». Глава шестая В десять часов вечера должны были выступить войска. В половине девятого я сел на лошадь и поехал к генералу, но, предполагая, что он и адъютант его заняты, я остановился на улице, привязал лошадь к забору и сел на завалинку, с тем, чтобы, как только выйдет генерал, догнать его. Солнечный жар и блеск уже сменились прохладой ночи и неярким светом молодого месяца, который, образовывая около себя бледный светящийся полукруг на темной синеве звездного неба, начинал опускаться. В окнах домов и щелях ставин землянок засветились огни. Стройные раины садов, видневшиеся на горизонте из-за выбеленных, освещаемых луною землянок с камышовыми крышами, казались еще выше и чернее. Длинные тени домов, деревьев, заборов ложились красиво по светлой пыльной дороге. На реке безумолку звенели лягушки. Лягушки на Кавказе производят звук, не имеющий ничего общего с кваканьем русских лягушек, примечание Толстого. На улицах слышны были то торопливые шаги, и говор, то скок лошади. С форштата изредка долетали звуки шарманки, то вьют витры, то какого-нибудь аврора-вальса. Я не скажу, о чем я задумался. Во-первых, потому что мне совестно было бы признаться в мрачных мыслях, которые неотвязчивой чередой набегали мне в душу, тогда как кругом себя я замечал только веселость и радость. А во-вторых, потому что это не идет к моему рассказу. Я задумался так, что даже не заметил, как колокол пробил одиннадцать, и генерал со свитую проехал мимо меня. Торопливо, сев на лошадь, я пустился догонять отряд. А риргард еще был в воротах крепости. На силу пробрался я по мосту между столпившимися орудиями, ящиками, ротными повозками и шумно распоряжающимися офицерами. Выехав за ворота, я рысью объехал чуть не наверсту, растянувшиеся, молчаливо двигающиеся в темноте войска и догнал генерала. Проезжая мимо вытянувшиеся в одно орудие артиллерии и ехавших верхом между орудиями офицеров, меня, как оскорбительный диссонанс среди тихой и торжественной гармонии, поразил немецкий голос, кричавший «Агтингхтист, подай паальник!» и голос солдатика, торопливо кричавший «Шевченко, поручик огня!» спрашивают. Большая часть неба покрылась длинными темно-серыми тучами, только кое-где между ними блестели неяркие звезды. Месяц скрылся уже за близким горизонтом черных гор, которые виднелись направо, и бросал на верхушки их слабый дрожащий полусвет, резко противоположный с непроницаемым мраком, покрывавшим их подошвы. В воздухе было тепло и так тихо, что казалось, ни одна травка, ни одно облачко не шевелились. Было так темно, что на самом близком расстоянии невозможно было определять предметы. По сторонам дороги представлялись мне то скалы, то животные, то какие-то странные люди, и я узнавал, что это были кусты только тогда, когда слышал их шелест и чувствовал свежесть росы, которую они были покрыты. Перед собой я видел сплошную колеблющуюся черную стену, за которой следовало несколько движущихся пятен. Это был авангард конницы и генерал со свитой. Сзади нас подвигалась такая же мрачная масса, но она была ниже первой, это была пехота. Во всем отряде царствовала такая тишина, что ясно слышались все сливающиеся и исполненные таинственной прелести звуки ночи. Далекий заунывный вой чакалок, похожий то на отчаянный плач, то на хохот, звонкие однообразные песни сверчка, лягушки, перепела, какой-то приближающийся гул, причины которого я никак не мог объяснить себе, и все те ночные чуть слышные движения природы, которые невозможно ни понять, ни определить, сливались в один полный прекрасный звук, который мы называем тишиною ночи. Тишина эта нарушалась, или скорее сливалась с глухим топотом копыт и шелестом высокой травы, который производил медленно двигающийся отряд. только изредка слышались в рядах звон тяжелого орудия, звук столкнувшихся штыков, сдержанный говор и фырканье лошади. Природа дышала примирительной красотой и силой. Неужели тесно жить людям на этом прекрасном свете, под этим неизмеримым звездным небом? Неужели может среди этой обаятельной природы удержаться в душе человека чувство злобы, мщения или страсти истребления себе подобных? Все недоброе в сердце человека должно бы, кажется, исчезнуть в прикосновении с природой этим непосредственнейшим выражением красоты и добра. Глава седьмая мы ехали уже более двух часов. Меня пробирала дрожь и начинала клонить ко сну. Во мраке смутно представлялись те же неясные предметы. В некотором отдалении черная стена, такие же движущиеся пятна, подле самого меня круп белой лошади, которая, помахивая хвостом, широко раздвигала задними ногами. Спина в белой черкеске, на которой покачивалась винтовка в черном чехле, и виднелась белая головка пистолета в шитом кабуре. Огонек папиросы, освещающий русые усы, бобровый воротник и руку в замшевой перчатке. Я нагибался к шее лошади, закрывал глаза и забывался на несколько минут. Потом вдруг знакомый топот и шелест поражали меня. Я озирался, и мне казалось, что я стою на месте, что черная стена, которая была передо мной, двигается на меня, или что стена эта остановилась, и я сейчас наеду на нее. В одной из таких минут меня поразил еще сильнее тот приближающийся непрерывный гул, причины которого я не мог отгадать. Это был шум воды. Мы входили в глубокое ущелье и приближались к горной реке, которая была в это время во всем разливе. Разлив рек на Кавказе бывает в июле месяце, примечание Толстого. Гул усиливался, сырая трава становилась гуще и выше, кусты попадались чаще, и горизонт постепенно суживался. Изредка на мрачном фоне гор вспыхивали в различных местах яркие огни и тотчас же исчезали. — Скажите, пожалуйста, что это за огни? — спросил я шепотом у татарина, ехавшего подле меня. — А ты не знаешь? — отвечал он. — Не знаю. — Это горская солома на таяк связал и огонь махать будет. Таяк значит шест на кавказском наречии примечания Толстого. — Зачем же это? — Чтобы всякий человек знал, русский пришел. Теперь в аулах прибавил он, засмеявшись. — Ай-ай, тамаша идет, всякий хурда-мурда будет в балка тащить. Тамаша значит хлопоты на особенном наречии, изобретенном русскими и татарами для разговора между собой. Есть много слов на этом странном наречии, корень которых нет возможности отыскать ни в русском, ни в татарском языках. Примечание Толстого. Хурда-мурда пожитки на том же наречии. — Разве в горах уже знают, что отряд идет? — спросил я. — Эй, как можно не знает, всегда знает, наш и народ такой. — Так и Шамиль теперь сбирается в поход, — сказал я. — Йок, — отвечал он, качая головой в знак отрицания. — Йок по-татарски значит нет. — Шамиль на похода ходить не будет. — Шамиль наиб пошлет, а сам труба смотреть будет наверху. — Наибами называют людей, которым вверена от Шамиля какая-нибудь часть управления, примечание Толстого. — А далеко он живет? — Далеко нету. Вот левая сторона, верста десять будет. — Почему же ты знаешь? — спросил я. — Разве ты был там? — Был. Наша все в горах был. — И Шамиля видел? — Пих! Шамиля наша видно не будет. Сто триста тысяча мюрит кругом. Слово мюрит имеет много значений, но в том смысле, в котором употреблено здесь значит что-то среднее между адъютантом и телохранителем. Примечание Толстого. — Шамиль середка будет, прибавил он с выражением подобострастного уважения. Взглянув кверху, можно было заметить, что выяснившееся небо начинало светлеть на востоке, и стажары опускаются к горизонту, но в ущелье, по которому мы шли, было сыро и мрачно. Вдруг немного впереди нас в темноте зажглось несколько огоньков, в то же мгновение свизгом прожужжали пули, и среди окружающей тишины далеко раздались выстрелы и громкий пронзительный крик. Это был неприятельский передовой пикет. Татары, составлявшие его, гикнули, выстрелили на удачу и разбежались. Все смолкло. Генерал подозвал переводчика. Татарин в Белой Черкесске подъехал к нему и о чем-то шепотом и жестами довольно долго говорил с ним. «Полковник Хасанов, прикажите рассыпать цепь», сказал генерал тихим, протяжным, но внятным голосом. Отряд подошел к реке. Черные горы ущелья остались сзади, начинало светать. Небосклон, на котором чуть заметны были бледные и неяркие звезды, казался выше. Зорница начинала ярко блестеть на востоке, свежий прохватывающий ветерок тянул с запада и светлый туман, как пар, подымался над шумящей рекой. Глава восьмая Вожак показал брод и авангард конницы, а вслед за ним и генерал со свитую стали переправляться. Вода была лошадям по груди, с необыкновенной силой рвалась между белых камней, которые в иных местах виднелись на уровне воды и образовывала около ног лошадей пенящиеся шумящие струи. Лошади удивлялись шуму воды, подымали головы, настораживали уши, но мерные осторожно шагали против течения по неровному дну. Седоки подбирали ноги и оружие. Пехотные солдаты буквально в одних рубахах, поднимая над водой ружья, на которые надеты были узлы с одеждой, схватясь, человек по двадцать рука с рукою, с заметным по их выражениям лицам усилием старались противостоять течению. Артиллерийские ездовые с громким криком рысью пускали лошадей в воду. Орудия и зеленые ящики, через которые изредка хлистала вода, звенели о каменное дно, но добрые черноморки дружно натягивали уносы, пенили воду и с мокрым хвостом и гривой выбирались на другой берег. Как скоро переправа кончилась, генерал вдруг выразил на своем лице какую-то задумчивость и серьезность. Повернул лошадь и с конницей рысью поехал по широкой окруженной лесом поляне, открывшейся перед нами. Казачьи конные цепи рассыпались вдоль опушек. В лесу виднеется пеший человек в черкесской попахе, другой, третий. Кто-то из офицеров говорит, это татары. Вот показался дымок из-за дерева выстрел, другой. Наши частые выстрелы заглушают неприятельские, только изредка пуля с медленным звуком, похожим на полет пчелы, пролетая мимо, доказывает, что не все выстрелы наши. Вот пехота беглым шагом и орудия на рысях прошли в цепь. Слышатся гудящие выстрелы из орудий, металлический звук полета картечи, шипение ракет, трескотня, ружей. Конница, пехота и артиллерия виднеются со всех сторон по обширной поляне. Дымки орудий, ракет и ружей сливаются с покрытой росою, зеленью и туманом. Полковник Хасанов подскакивает к генералу и на всем марш-марше круто останавливает лошадь. Ваше превосходительство, говорит он, приставляя руку папахе, прикажите пустить кавалерию. Показались значким, и он указывает плетью на конных татар, впереди которых едут два человека на белых лошадях с красными и синими лоскутами на палках. Значки между горцами имеют почти значение знамен, стоя только разницей, что всякий джигит может сделать себе значок и возить его. Примечание Толстого. С Богом, Иван Михайлович, говорит генерал. Полковник на месте поворачивает лошадь, выхватывает шашку и кричит «Ура! Ура! Ура! Ура!» раздается в рядах и конница несется за ним. Все смотрят с участием. Вон значок другой, третий, четвертый. Неприятель, не дожидаясь атаки, скрывается в лес и открывает оттуда оружейный огонь. Пули летают чаще. «Какое прекрасное зрелище!» говорит генерал, слегка припрыгивая по-английски на своей вороной тонконогой лошадке. Шаман отвечает, грасируя майор и ударяя плетью по лошади подъезжает к генералу. «Очаровательно! Истинное наслаждение воевать в такой прекрасной стране!» говорит он. «И особенно в хорошей компании» прибавляет генерал с приятной улыбкой. Майор наклоняется. В это время с быстрым неприятным шипением пролетает неприятельское ядро и ударяется во что-то. Сзади слышен стон раненого. Этот стон так странно поражает меня, что воинственная картина мгновенно теряет для меня всю свою прелесть. Но никто кроме меня как будто не замечает этого. Майор смеется, как кажется, с большим увлечением. Другой офицер совершенно спокойно повторяет начатые слова речи. Генерал смотрит в противоположную сторону и со спокойнейшей улыбкой говорит что-то по-французски. Прикажете отвечать на их выстрелы? Спрашивает подскакивая начальник артиллерии. Да, попугайте их, небрежно говорит генерал, закуривая сигару. Батарея выстраивается и начинается пальба. Земля стонет от выстрелов, огни беспрестанно вспыхивают и дым, в котором едва можно различить движущуюся прислугу около орудий, застилает глаза. Аул обстрелен. Снова подъезжает полковник Хасанов и по приказанию генерала летит в аул. Крик войны снова раздается и конница исчезает в поднятом ею облаке пыли. Зрелище было истинно величественное. Оно только для меня, как человека, не принимавшего участия в деле и непривычного, портило вообще впечатление. Было то, что мне казалось лишним, и это движение, и одушевление, и крики. Невольно приходило сравнение человека, который с плеча топором рубил бы воздух. Глава девятая Аул уже был занят нашими войсками, и ни одной неприятельской души не оставалось в нем, когда генерал со свитую, в которую вмешался и я, подъехал к нему. Длинные чистые сакли с плоскими земляными крышами и красивыми трубами были расположены по неровным каменистым буграм, между которыми текла небольшая река. С одной стороны виднелись освещенные ярким солнечным светом зеленые сады с огромными грушевыми и лычевыми деревьями. Лыча мелкая слива. С другой торчали какие-то странные тени, перпендикулярно стоящие высокие камни кладбища и длинные деревянные шесты с приделанными к концам шарами и разноцветными флагами. Это были могилы джигитов. Войска в порядке стояли за воротами. Через минуту драгуны, казаки, пехотинцы с видимой радостью рассыпались по кривым переулкам, и пустой аул мгновенно оживился. Там рушится кровля, стучит топор по крепкому дереву и выламывают дощатую дверь. Тут загорается сток сена, забор, сакля и густой дым столбом подымается по ясному воздуху. Вот казак тащит куль, муки и ковер. Солдат с радостным лицом выносит из сакли жестяной таз саклицей и саклицей. Другой расставив руки старается поймать двух кур, которые с кудахтанием бьются около забора. Третий нашел где-то огромный кумган с молоком, пьет из него и с громким хохотом бросает потом на землю. Кумган горшок, примечание Толстого. Батальон, с которым я шел из крепости Н, тоже был в ауле. Капитан сидел на крыше сакли и пускал из коротенькой трубочки струйки дыма сомбратолического табаку с таким равнодушным видом, что, когда я увидал его, я забыл, что я в немирном ауле, и мне показалось, что я в нем совершенно дома. А, и вы и тут, сказал он, заметив меня. Высокая фигура поручика Розенкранца то там, то сям мелькала в ауле. Он безумолку распоряжался и имел вид человека чем-то крайне озабоченного. Я видел, как он с торжествующим видом вышел из одной сакли, вслед за ним двое солдат вели связанного старого татарина. Старик, всю одежду которого составляли распадавшиеся в лохмотьях пестрый бешмет и лоскутные портки, был так хил, что туго стянутые за сгорбленной спиной костлявые руки его, казалось, едва держались в плечах и кривые босые ноги на силу передвигались. Лицо его и даже часть бритой головы были изрыты глубокими морщинами. Искривленный беззубый рот, окруженный седыми подстриженными усами и бородой, беспрестанно шевелился, как будто жуя что-то, но в красных лишенных ресниц глазах еще блистал огонь и ясно выражалось старческое равнодушие к жизни. Розенкранц через переводчика спросил его, зачем он не ушел с другими. «Куда мне идти?» сказал он, спокойно глядя в сторону. «Туда, куда другие ушли», заметил кто-то. «Джигиты пошли драться с русскими, а я старик». «Разве ты не боишься русских?» «Что мне русские сделают? Я старик», сказал он опять, небрежно оглядывая кружок, составившийся около него. Возвращаясь назад, я видел, как этот старик без шапки со связанными руками трясся за седлом линейного казака и с тем же бесстрастным выражением смотрел вокруг себя. Он был необходим для размена пленных. Я влез на крышу и расположился подле капитана. «Неприятеля, кажется, было немного», сказал я ему, желая узнать его мнение о бывшем деле. «Неприятеля?» повторил он с удивлением. «Да его вовсе не было. Разве это называется неприятель?» «Вот вечерком посмотрите, как мы отступать станем. Увидите, как провожать начнут, что их там высоплет», прибавил он, указывая трубкой на перелесок, который мы проходили утром. «Что это такое?» спросил я с беспокойством, прерывая капитана и указывая на собравшихся недалеко от нас около чего-то донских казаков. Между ними слышалось что-то похожее на плач ребенка и слова «Э, не руби, стой, увидят». «Нож есть, Евстигнеич, давай нож». «Что-нибудь делят, подлецы», спокойно сказал капитан. Но в то же самое время с разгоревшимся и испуганным лицом вдруг выбежал из-за угла хорошенький прапорщик и, махая руками, бросился к казакам. «Не трогайте, не бейте его!» кричал он детским голосом. Увидев офицера, казаки расступились и выпустили из рук белого козленка. Молодой прапорщик совершенно растерялся, забормотал что-то и со сконфужной физиономией остановился перед ним. Увидав на крыше меня и капитана, он покраснел еще больше и, припрыгивая, подбежал к нам. «Я думал, что это они и ребенка хотят убить», сказал он, робко улыбаясь. Глава десятая Генерал с конницей поехал вперед. Батальон, с которым я шел из крепости Н, остался в Ирьергарде. Роты капитана Хлоповой поручика Розенкранца отступали вместе. Предсказание капитана вполне оправдалось. Как только мы вступили в узкий перелесок, про который он говорил, с обеих сторон стали беспрестанно мелькать конные пешие горцы и так близко, что я очень хорошо видел, как некоторые, согнувшись с винтовкой в руках, перебегали от одного дерева к другому. Капитан снял шапку и набожно перекрестился. Некоторые старые солдаты сделали то же. В лесу послышались гиканье, слова «Яй, гяур, урус, яй». Сухие, короткие винтовочные выстрелы следовали один за другим и пули визжали с обеих сторон. Наши молча отвечали беглым огнем. В рядах их только изредка слышались замечания вроде следующих «Он откуда палит? Ему хорошо из-за леса. Орудие бы нужно и так далее». Он — собирательное название, под которым кавказские солдаты разумеют вообще неприятеля. Примечание Толстого. Орудия въезжали в цепь и после нескольких залпов кортечью неприятель казалось ослабевал, но через минуту и с каждым шагом, который делали войска, снова усиливал огонь, крики и гиканьи. Едва мы отступили сожженно триста от аула, как над нами со свистом стали летать неприятельские ядра. Я видел, как ядром убила солдата. Но зачем рассказывать подробности этой страшной картины, когда я сам дорого бы дал, чтобы забыть ее. Поручик Розенкранц сам стрелял из винтовки, не умолкая ни на минуту, хриплым голосом кричал на солдат и во весь дух скакал с одного конца цепи на другой. Он был несколько бледен, и это очень шло к его воинственному лицу. Хорошенький прапорщик был в восторге, прекрасные черные глаза его блестели отвагой, рот слегка улыбался. Он беспрестанно подъезжал к капитану и просил его позволения броситься на ура. Мы их отобьем, убедительно говорил он, право отобьем. Не нужно, коротко отвечал капитан, надо отступать. Рота капитана занимала опушку леса и лежа отстреливалась от неприятеля. Капитан в своем изношенном сюртуке и взъерошной шапочке, опустив по воде белому масшточку и, подкорчив на коротких стременах ноги, молча стоял на одном месте. Солдаты так хорошо знали и делали свое дело, что нечего было приказывать им. Только изредка он возвышал голос, прикрикивая на тех, которые подымали головы. В фигуре капитана было очень мало воинственного, но зато в ней было столько истины и простоты, что она необыкновенно поразила меня. Вот кто истинно храбр, сказалось мне невольно. Он был точно таким же, каким я всегда видал его. Те же спокойные движения, тот же ровный голос, то же выражение бесхитростности на его некрасивом, но простом лице. Только по более чем обыкновенно светлому взгляду можно было заметить в нем внимание человека, спокойно занятого своим делом. Легко сказать, таким же, как и всегда. Но сколько различных оттенков я замечал в других. Один хочет казаться спокойнее, другой суровее, третий веселее, чем обыкновенно. По лицу же капитана заметно, что он и не понимает, зачем казаться. Француз, который при Ватерлоо сказал «Гвардия умирает, но не сдается», и другие, в особенности французские герои, которые говорили достопамятные изречения, были храбрые и действительно говорили достопамятные изречения. Но между их храбростью и храбростью капитана есть та разница, что если бы великое слово в каком бы то ни было случае даже шевелилось в душе моего героя, я уверен, он не сказал бы его. Во-первых, потому что сказав великое слово, он боялся бы этим самым испортить великое дело. А во-вторых, потому что когда человек чувствует в себе силы сделать великое дело, какое бы то ни было слово, не нужно. Это, по моему мнению, особенная и высокая черта русской храбрости. И как же после этого не болеть русскому сердцу, когда между нашими молодыми воинами слышишь французские пошлые фразы, имеющие претензию на подражание устарелому французскому рыцарству? Вдруг в той стороне, где стоял хорошенький прапорщик, со взводом послышалось недружное и негромкое «Ура!» Оглянувшись на этот крик, я увидел человек тридцать солдат, которые с ружьями в руках и мешками на плечах, на силу на силу бежали по вспаханному полю. Они спотыкались, но все подвигались вперед и кричали. Впереди их, выхватив шашку, скакал молодой прапорщик. Все скрылось в лесу. Через несколько минут гиканье и трескотни из лесу выбежала испуганная лошадь, и в опушке показались солдаты, выносившие убитых и раненых. В числе последних был молодой прапорщик. Два солдата держали его подмышки. Он был бледен, как платок, и хорошенькая головка, на которой заметна была только тень того воинственного восторга, который одушевлял ее за минуту перед этим, как-то страшно углубилась между плеч и спустилась на грудь. На белой рубашке, под расстегнутым сюртуком, виднелось небольшое кровавое пятнышко. «Ах, какая жалость!» сказал я, невольно отворачиваясь от этого печального зрелища. «Известно жалком», сказал старый солдат, который с угрюмым видом, облокотясь на ружье, стоял подле меня. «Ничего не боится! Как жетк можно!» прибавил он, пристально глядя на раненого. «Глупо еще!» Вот и поплатился. «А ты разве боишься?» спросил я. «А то нет». Глава одиннадцатая четыре солдата на носилках несли прапорщикам. За ними форштадтский солдат вел худую разбитую лошадь с навьючными на нее двумя зелеными ящиками, в которых хранилась фельдшерская принадлежность. Дожидались доктора. Офицеры подъезжали к носилкам и старались ободрить и утешить раненого. «Ну, брат Аланин, нескоро опять можно будет поплясать с ложечками», сказал с улыбкой подъехавший поручик Розенкранц. «Он должно быть полагал, что слова эти поддержат бодрость хорошенького прапорщика, но, сколько можно было заметить, по холодно-печальному выражению взгляда последнего, слова эти не произвели желанного действия». Подъехал и капитан. Он пристально посмотрел на раненого и навсегда равнодушно холодном лице его выразилось искреннее сожаление. «Что, дорогой мой, Анатолий Иванович, сказал он голосом, звучащим таким нежным участием, какого я не ожидал от него, видно так Богу угодно». Раненый оглянулся, бледное лицо его оживилось печальной улыбкой и «Да, вас не послушался. Скажите лучше, так Богу угодно», повторил капитан. Приехавший доктор принял от фельдшера бинты, зонт и другую принадлежность и, засучивая рукава, с ободрительной улыбкой подошел к раненому. «Что видно, и вам сделали дырочку на целом месте», сказал он шутливо небрежным тоном, «Покажите-ка». Прапорщик повиновался. Но в выражении, с которым он взглянул на веселого доктора, были удивления и упрек, которых не заметил этот последний. Он принялся зондировать рану и осматривать ее со всех сторон, но выведенный из терпения раненый с тяжелым стоном отодвинул его руку. «Оставьте меня», сказал он чуть слышным голосом, «Все равно я умру». С этими словами он упал на спину и через пять минут, когда я, подходя к группе, образовавшейся подле него, спросил у солдата, «Что, прапорщик?» мне отвечали, «Отходит». Глава двенадцатая Уже было поздно, когда отряд, построившись широкой колонной, с песнями подходил к крепости. Солнце скрылось за снеговым хребтом и бросало последние розовые лучи на длинное тонкое облако, остановившееся на ясном прозрачном горизонте. Снеговые горы начинали скрываться в лиловом тумане, только верхняя линия их обозначалась с чрезвычайной ясностью на багровом свете заката. Давно в зашедший прозрачный месяц начинал белеть на темной лазури. Зелень травы и деревьев чернела и покрывалась росою, темные массы войск мерно шумели и двигались по роскошному лугу, в различных сторонах слышались бубны, барабаны и веселые песни. Подголосок шестой роты звучал изо всех сил, и исполненные чувства и силы звуки его чистого грудного тенора далеко разносились по прозрачному вечернему воздуху. Записки маркера рассказ Так часу в третьем было делом. Играли господа. Гость большой, так его наши прозвали, князь был, что с ним везде ездит, усатый барин тоже был, гусар маленький, Оливер, что в актерах был, пан были, народу было порядочно. Гость большой с князем играли. Только вот я себе с машинкой круг бильярда похаживаю, считаю, девять и сорок восемь, двенадцать и сорок восемь. Известно, наше дело маркерское, у тебя еще во рту куска не было, и не спал-то ты две ночи, а все знай, покрикивай, до шары вынимай. Считаю себе, смотрю. Новый барин какой-то в дверь вошел, посмотрел, да и сел на диванчик. Хорошо. Кто, мол, это такой будет? Из каких-то есть, думаю, про себя. Одет чисто, уж так чисто, что, как с иголочки все платье на нем, брюки триковые, клетчатые, сюртучок модный, коротенький, жилет плюшевый и цепь золотая, а на ней всякие штучки висят. Одет чисто, а уж из себя еще того чище, тонкий, высокий, волоса завиты наперед по-модному и с лица белый, румяный, ну, сказать, молодец. Оно известно, наше дело такое, что народу всякого видим, и самого, что ни на есть важного, и дрянь это много бывает. Так все, хотя и маркел, а к людям приноровишься, то есть в том смысле, что в политике-то кое-что смыслишь. Посмотрел я на барина, вижу, сидит тихо, ни с кем не знаком, и платье-то на нем навехонько, думаю себе, а ли из иностранцев англичан будет, а ли из графов каких приезжих, и даром, что молодой, вид имеет в себе. Подле него Оливер сидел, так постранился даже. Кончили партию. Большой проиграл, кричит на меня, ты, говорит, все врешь, не так считаешь, по сторонам смотришь. Бронится, ки, шваркнул и ушел. Вот поди ты. По вечерам с князем по пятидесяти целковых партию играют, а тут бутылку Макону проиграл и сам не в себе. Уж такой характер. Другой раз до двух часов играют с князем, денег в лузу не кладут, и уж знаю, денег нет ни у того, ни у другого, а все форсят. Идет, говорит, от двадцати пяти в угол, идет. Зевни только, а ли шара не так поставь, ведь не каменный человек так еще норовит в морду заехать. не на щепки, говорит, играют, а на деньги. Уж этот пуще всех меня донимает. Ну, хорошо. Только князь и говорит новому барину-то, как большой ушел. Не угодно ли, говорит, со мной сыграть? с удовольствием, говорит. Сидел он так таким фофаном смотрит, что, ну, куражный, то есть из себя, ну, а как встал, подошел к бильярду и не то, зарабел. Зарабел, не зарабел, а видно уж не в своем духе. В платье, что ли, в новом неловко, а ли боится, что смотрят все на него, только уж форцу того нет. Ходит боком как-то, карманом за луз зацепляет, станет ки мелить, мел уронит, где бы и сделать шара, так все оглядывается да краснеет. Не то, что князь, тот уж привык, намелит, намелит себе руку, рукава засучит, да как пойдет садить, так луза трещат, даром, что маленький. Сыграли две или три партии, уж не помню. Князь ки положил, говорит, позвольте узнать, как ваша фамилия. Нехлюдов, говорит. Ваш, говорит, батюшка, корпусом командовал? Да, говорит. Тут по-французски что-то часто заговорили, уж я не понял, должно все родство вспоминали. Аревуар, говорит князь, очень рад с вами познакомиться. Вымыл руки и ушел кушать. А тот стоит с кием у бильярда, шарики поталкивает. Наше дело известно с новым человеком, что грубее быть, то лучше. Я взял шары, да и собираю. Он покраснел, говорит, можно еще сыграть. Известно, говорю, на то бильярд стоит, чтоб играть, а сам на него не смотрю, кий уставляю. Хочешь со мной играть? Извольте, говорю, сударь. Шары поставил. На пролаз угодно? Что такое значит, говорит, на пролаз? Да так, я говорю, вы мне полтинчик, а я под бильярд пролезу. Известно, ничего не видамши, чудно ему показалось, смеется, давай, говорит. Хорошо, я говорю, мне вперед сколько, пожалуйте? Разве говорит, ты хуже меня играешь? Как можно, я говорю, у нас против вас игроков мало. Стали играть. Ушены точно думают, что мастер стучит, так что беда, а пан сидит да все приговаривает, вот так шар, вот так удар. А какой? Ударьшка точно был, да расчет, он ничего не знает. Ну, как водится, проиграл я первую партию, полез, кряхчу. Тут Оливер, пан, с местов пососкочили, киями стучат, славно, еще, говорят, еще. А уж чего еще, особенно пан-то, заполтинник, рад бы не то под бильярд, под синий мост пролезть, а то туда же кричит. славно, говорит, пыль не все еще вытер. Петрушка маркел, я чай всем известен, тюрин был, да петрушка маркел, только игры, известно, не открыл, проиграл другую. Мне, говорю, с вами, сударь, так и так не сыграть, смеется. Потом, как выиграл я три партии, у них сорок девять было, у меня никого, я положил ки на бильярд, говорю, угодно, барин, на всю, как на всю, говорит, либо три рубля за вами, либо ничего, говорю, как, разве я с тобой на деньги играю, дурак, покраснел даже, хорошо, проиграл он партию, довольно, говорит, достал бумажник, новенький такой, в аглицком магазине куплен, открыл, уж я вижу, чтоб пофорсить хотел, полнеханик денег, да все сторублевые, нет, говорит, тут мелочи нет, досталось кошелька три рубля, тебе, говорит, два, да, за партии, а остальное возьми на водку, благодарю, мал покорно, вижу, барин славный, для такого можно полазить, одно жаль, на деньги не хочет играть, а то, думаю, уж я бы изловчился, глядишь, рублей двадцать, а то и сорок потянул бы. Как пан увидел деньги у молодого барин-то, не угодно ли, говорит, со мной партийку, вы так отлично играете, такой лисой подъехал, нет, говорит, извините, мне некогда, и ушел. И черт его знает, кто он такой был, пан этот, прозвал его кто-то паном, так и пошло, день деньской, бывало, сидит в бильярдной, все смотрит, уж его и били-то, и ругали, и в игру ни в какую не принимали, все сидит себе, принесет трубку и курит, да уж и играл чисто, бестия. Хорошо, пришел Нехлюдо в другой раз, в третий, стал часто ходить, и утром, и вечером, бывало, ходит, в три шара, а лагер, пирамидку, все узнал, смелее стал, познакомился со всеми, и играть стал порядочно, известный человек молодой, большой фамилией, с деньгами, так уважал каждый, только с одним гостем, с большим, раз как-то повздорил, и из-за пустяков дело вышло. Играли а лагер, князь, гость большой, Нехлюдов, Оливер и еще кто-то. Нехлюдов стоит около печки, говорит с кем-то, а большому играть, он же крепко выпимший был в тот раз. Только шар его, и придись, как раз против самой печки, тесненько там, да и любит он размахнуться. Вот он не видал, что ли Нехлюдова, а ли нарочито, как размахнется в шара, да Нехлюдова в грудь, турником как стукнет. Охнул даже сердешный, так что ж, нет того, чтоб извиниться, грубый такой, пошел себе дальше, на него и не посмотрел, да еще бормочет, чего, говорит, тут суются, от этого шара не сделал, разве нет места? Тот подошел к нему, побледнел весь, а говорит, как ни в чем не был, учтиво так, вы бы прежде, сударь, должны извиниться, вы меня толкнули, говорит, не до извинений мне теперь, я бы, говорит, должен выиграть, а теперь, говорит, вот моего шара сделают. Тот ему опять говорит, вы должны, говорит, извиниться, убираетесь вы, говорит, вот пристал, а сам все на своего шара смотрит. Нехлюдов подошел к нему еще ближе, да за руку его. Вы невежа, говорит милостивый государь, даром, что тоненький, молоденький, как девушка красная, а какой задорный, глазенки горят, вот так съесть его хочет, большой-то гость мужчина, здоровый, высокий, куда Нехлюдову. Что, говорит, я невежа, да как закричит, да как замахнется на него. Тут подскочили, кто был, за руки их поймали, обоих растащили. Тарда, барынь, Нехлюдов говорит, пусть он мне удовлетворение даст, он меня оскорбил, дескать, то есть дуэль хотел с ним иметь. Известно, господа, уж у них такое заведение. Нельзя, ну, одно слово, господа. Никакого, говорит, удовлетворения, знать не хочу, он мальчишка, больше ничего, я его за уши выдеру. Ежели вы, говорит, не хотите драться, так вы неблагородный человек, а сам чуть не плачет. А ты, говорит, мальчишка, я от тебя ничем не обижусь. Ну, развели их, как водится, по разным комнатам. Нехлюдов с князем дружны были. Поди, говорит, ради бога, уговори его, чтобы он, то есть на дуэль, согласие сделал. Он, говорит, пьян был, может, она помнится? Нельзя, говорит, этому так кончиться. Пошел князь, большой говорит. Я, говорит, и на дуэли, и на войне дрался, не стану, говорит, с мальчишкой драться, не хочу, да и шабаш. Что ж, поговорили, поговорили, да и замолчали. Только гость большой перестал к нам ездить. Насчет этого, то есть конфузу, какой петушок был, амбиционный был, то есть Нехлюдов-то, а уж что касается, чего другого прочего, так вовсе не смыслил. Помню раз. Кто у тебя здесь есть, говорит, князь Нехлюдов-то? Никого, говорит. Как же, говорит, никого. Зачем, говорит, как зачем? Я, говорит, до сих пор так жил, так отчего же нельзя? Как так жил, не может быть. И заливается, хохочет, и усатый барин тоже хохочет. Совсем на смех подняли. Так никогда, говорят, никогда. Помирают со смеху. Я, известно, сейчас понял, что они так над ним смеются. Смотрю, что, мол, будет из него. Поедем, говорит князь сейчас. Нет, ни за что, говорит. Ну, полно. Это смешно, говорит. Выпей для куражу и поедем. Принес я им бутылку шампанского, выпили, повезли молотчика. Приехали часу в первом, сели ужинать. И собралось их много, что не есть самые лучшие господа. Атанов, князь Разин, граф Шустах, Мирцов. И все них Людова поздравляют, смеются. Меня позвали. Вижу весело и порядочно. Поздравляю, говорят, барина. С чем говорю? Как бишь он сказал? С посвящением ли, с просвящением ли, не помню уж хорошенько. Честь имею, говорю, поздравить. А он, красный, сидит, улыбается только. То-то смеху-то было. Хорошо. Приходит потом в бильярдную. Весело все. А уж них Людов на себя не похож. Глаза по соловели, губами водит и кает. Все уж и слов не может сказать хорошенько. Известно, ничего не видавшее его и сшибло. Подошел он к бильярду, облокотился, да и говорит. Вам, говорит, смешно, а мне грустно. Зачем, говорит, я это сделал? И тебе, говорит, князь, и себе в жизнь свою этого не прощу. Да как зальется? Заплачет. Известно, выпил. Сам не знает, что говорит. Подошел к нему князь, улыбается сам. Полно, говорит, пустяки. Поедем домой, Анатолий. Никуда, говорит, не поеду. Зачем я это сделал? А сам-то заливается. Не идет от бильярда, да и шабаш. Что значит человек молодой, непривычный? Таким-то родом езжал он к нам часто. Приезжают раз с князем и с усатым господином, который все с князем ходил. Из чиновников или из отставных, каких он был, бог его знает, только Федоткой его все господа звали. Скуластый, дурной такой, а ходил чисто и в карете езжал. За что его, господа, так любили, бог их ведает. Федотка, Федотка, а глядишь, его и кормят, и поят, и деньги за него платят. Да уж и шельма же был, проиграет, не платит. А выиграет, так небось, уж его и ругали-то. И бил в глазах моих гость большой, и на дуэль вызывал. Все с князем под ручку ходит. Ты, говорит, пропадешь без меня. Я, Федот, говорит, да не то. Шутник такой, ну ладно. Приехали, говорят, давай алагер втроем составим. Давай, говорит. Стали играть по три рубля ставку. Нехлюдов с князем тардобары. Ты, говорит, посмотри, какая у нее ножка. Ножка. Нет, говорит, что ножка. У нее коса, говорит, хороша. Известно, на игру не смотрят. Только все промеж себя разговаривают. А Федотка свое дел помнит. Знаешь, с накатцем сыграет, а те промахали вовсе на себя. И за шип по шести рублей с брата. С князем-то у них бог знает, какие счеты были. Никогда друг другу денег не платили. А Нехлюдов достал две зелененьких, подает ему. Нет, говорит, я не хочу с тебя денег брать. Давай простую сыграем. Китутубль, то есть, либо вдвое, либо ничья. Поставил я шаров. Федотка вперед взял. И стали играть. Нехлюдов-то бьет, чтоб пофарсить. Другой раз на партии стоит. Нет, говорит, не хочу. Легко, мол, слишком. А Федотка свое дело не забывает. Знай себе, подбирает. Известный игру вскрыл. Да как будто невзначай и выиграй партию. Давай, говорит, еще на все. Давай. Опять выиграл. С пустяков, говорит, началось. Я не хочу у тебя много выигрывать. Идет на все. Идет. Оно, как бы ни было, пятидесяти-то рублей жалко. Уж Нехлюдов просит. Давай на всю. Пошла, да пошла. Дальше, да больше. Двести восемьдесят рублей на него и набил. Федотка сноровку знает. Простую проиграет. А угол выиграет. А князь сидит, видит, что дело всерьез пошло. Ассе, говорит, ассе. Довольно французская ассе. Какой! Все куш прибавляет. Наконец тому дело вышло. За Нехлюдовым пятьсот с чем-то рублей. Федот, какие положил, говорит, недовольна ли? Я устал, говорит. А сам до зари готов играть. Только б денежки были. Политика известна. Тому еще пуще хочется. Давай, да давай. Нет, говорит, ей-богу устал. Пойдем, говорит, наверх. Там реванш возьмешь. А наверху у нас в карты играли, господа. Сначала преферансик, а там глядишь. Любишь, не любишь, пойдет. Вот с того самого числа, так его Федотка окрутил, что начал он к нам каждый день ездить. Сыграет партию другую, да и наверх, да и наверх. Уж что там у них бывало, бог их знает. Только что совсем другой человек стал. И с Федоткой все пошло заодно. Прежде бывало модный, чистенький, завитой. А нынче только с утра еще в настоящем виде. А как наверху побывал, придет взъерошенный, сюртук в пуху, в милу, руки грязные. Раз этаким манером приходит оттуда с князем. Бледный губы трясутся и спорит что-то. Я, мол, не позволю ему говорить мне, как бы ж он сказал, что я не великатен, что ли, и что он моих карт не будет бить. Я, говорит, ему десять тысяч заплатил, так он мог бы при других-то быть осторожнее. Ну, полно, говорит князь. Стоит ли на Федотку сердиться? Нет, говорит, я этого так не оставлю. Перестань, говорит. Как можно до того унижаться, что с Федоткой иметь историю? Да ведь тут были посторонние. Что ж, говорит, посторонние? Ну, хочешь, я его сейчас заставлю у тебя прощения просить. Нет, говорит. И забармотали что-то по-французски. И уж я не понял. Что ж, тот же вечер с Федоткой вместе ужинали. И опять дружба пошла. Хорошо. Придет другой раз один. Что, говорит, хорошо, я играю. Наше дело известно. Потрафлять каждому надо. Скажешь, хорошо. А какое хорошо, стучит дуром, а расчету ничего нет. И с того самого время, как с Федоткой связался, все на деньги играть стал. Прежде не любил ни на что, ни на кушанье, ни на шампанское. Бывал, князь скажет, давай на бутылку шампанского. Нет, говорит, я лучше так велю принести. Ей дай бутылку. А нынче все на интерес стал играть. Ходит, бывал, день-деньской у нас, или с кем в бильярд играет, или наверх пойдет. Я себе и думаю. Что же другим, а не мне, все будет доставаться? Что, говорю, сударь, со мной давно не играли. Вот и стали играть. Как набил я на него полтинников десять. На квит, говорю, хотите, сударь? Молчит. Не то, что прежде дурака сказал. Вот и стали играть на квит, да на квит. Я на него рублей восемьдесят и набил. Так что ж, каждый день со мной играть стал. Того и ждет, бывало, чтобы не было никого, а то, известно, при других стыдно ему с Маркелом играть. Раз как-то погорячился он, а рублей уж за ним шестьдесят было. Хочешь, говорит, на все. Идет, говорю. Выиграл я. Сто двадцать на сто на двадцать. Идет, говорю. Опять выиграл. Двести сорок на двести на сорок. Немного ли будет, говорю. Молчит. Стали играть. Опять моя партия. Четыреста восемьдесят на четыреста на восемьдесят. Я говорю. Что ж, сударь, мне вас обижать? Сто-то рубликов пожалуйте, а то пусть так будут. Так он как? Крикнет. А ведь какой тихий был. Я, говорит, тебя исколочу. Играй или не играй. Ну, вижу, делать нечего. Триста восемьдесят, говорю. Извольте. Известно, хотел проиграть. Дал я сорок вперед. У него пятьдесят два было. У меня тридцать шесть. Стал он желтого резать. Да и положи на себя восемнадцать очков. А мой на перекате стоял. Ударил я так, чтоб выскочил шар. И тут-то было. Он дуплетом и упади. Опять моя партия. Послушай, говорит, Петр. Петрушка и не назвал. Я тебе сейчас не могу отдать всех, а через два месяца хоть три тысячи могу заплатить. А сам весь красный стал. Дрожит аж на голос у него. Хорошо, говорю, суды. Да и поставил кий. Он походил, походил. Пот так с него и льет. Петр, говорит, давай на все. А сам чуть не плачет. Я говорю, что, сударь, играть? Ну, давай, пожалуйста. И сам кий мне подает. Я взял кий до шары на бильярд. Так шваркнул, что на пол полетели. Известно, нельзя не пофорсить. Говорю, давай, сударь. А уж он так заторопил, что сам шар поднял. Думаю себе, не получить мне семисот рублей. Все равно проиграю. Стал нарочно играть. Так что же? Зачем, говорит, нарочно дурно играешь? А у самого руки дрожат. А как шар к лузе бежит, так пальцы растаращит. Рот скривит. Да все к лузе головкой-то и руками тянет. Уж я говорю. Этим не поможешь, сударь. Хорошо. Как выиграл он эту партию, я говорю. Сто восемьдесят рубликов за вами будет, да полтораста партий. А я, мол, ужинать пойду. Поставил кий и ушел. Сел я себе за столик против двери, а сам смотрю, что, мол, из него будет. Так что ж? Походит, походит, чей думает, никто на него не глядит, да заволос себя, как дернет, и опять ходит, бормочет все что-то, да опять как дернет. После того дней с восемь не видать его было. Пришел в столовую раз, угрюмый такой, и в бильярдную не зашел. Увидал его князь. Пойдем, говорит, сыграем. Нет, говорит, я больше играть не буду. Да полно пойдем. Нет, говорит, не пойду. Тебе, говорит, добра не сделает, что я пойду, а мне дурно от этого будет. Так и не ходил, дней с десять еще, а потом на праздниках как-то заехал во фраке, видно, в гостях был, и целый день пробыл, все играл. На другой день приехал, на третий, пошло по-старому. Хотел я было с ним еще поиграть, так нет, говорит, с тобой играть не стану. А сто восемьдесят рублей, что я тебе должен, приди ко мне, через месяц получишь. Хорошо. Пришел к нему через месяц. Ей Бог говорит, нет, а в четверг приди. Пришел я в четверг. Славную такую квартирку занимал. Что, говорю, дома? Почивает, говорят. Хорошо, подожду. Камердин у него из своих был, старичок такой седенький, простой, ничего политики не знал. Вот и поразговорились мы с ним. Что, говорит, мы тут живем с барином, совсем замотались, и никакой им ни чести, ни пользы нет от Петербургу от этого. Из деревни ехали, думали, будем, как при покойнике барине Царства Небесное, по князьям, по графам, да по генералам ездить. Думали, возьмем себе какую из графинь кралю с приданом, да и заживем по-дворянски. А выходит на поверку, что мы только по трактирам бегаем, совсем плохо. Княгинь Тортищева ведь нам тетка родная, а князь Воротынцев тятенька хрестный. Что ж, только на Рождество был раз, да и нос не кажут. Уж ихние люди и то смеются мне, что, мол, ваш барин-то, видно, не в папеньку пошел. Я раз и говорю ему, что, сударь, к тетеньке не извольте ездить. Они скучают, что вас давно не видали. Скучно, говорит там, Демьянч. Пади ты, только и веселье нашел, что в трактире. Хоть бы служил, что ли, а то нет. Занялся картами и да прочим. А уж, ефте дела, никогда к добру не поведут. Эх, пропадаем мы и так, не за грош пропадаем. У нас от барни-покойницы царство небесное богатейшими не осталось. Тысяча душ слишком, тысяч на триста лесу было. Все заложил теперь, лес продал, мужичков разорил, и все, нет ничего. Без господина известно, управляющий сам больше господина. Дерет с мужика последнюю шкуру, да и шабаш. Ему что, набить бы только карман, а там хоть с голоду все помирай. На медни пришли два мужичка. Жалобы принесли от всей вотчины. Разорил, говорят, в конец мужиков. Что ж, прочитал жалобы. Дал по десяти рублей мужичкам. Я, говорит, сам скоро буду, получу деньги, говорит, расплачусь, тогда уеду. А где расплатиться, когда мы все долги делаем? Ведь много ли, мало ли, тут зиму прожили, тысяч восемьдесят спустили, а теперь в доме рубля серебром нету. А все от добродетели своей. Уж такой простой барин, что и сказать нельзя. От этого самого и пропадает, так что ни за что пропадает. И сам чуть не плачет. Старик-то, такой старик смешной. Проснулся часу в одиннадцатом, позвал меня. Не прислали, говорит, денег, только я не виноват. Затвори, говорит, дверь. Я затворил. Вот, говорит, возьми часы или булавку бриллиантовую, изложи их. Тебе, говорит, за них больше ста восьмидесяти рублей дадут. А когда я получу деньги, то выкуплю, говорит. Что ж, я говорю, сударь, коли денег у вас нет, нечего делать, пожалуйте хоть часы. Я для вас могу уважиться. А сам вижу, что часы рублей триста стоят. Хорошо. Заложил я часы за сто рублей, а записку ему принес. Восемьдесят, говорю, рублей за вами будут, а часы сами извольте выкупить. Так и по сие время восемьдесят рублей моих денег за ним осталось. Таким-то родом стал он к нам опять каждый день ходить. Уж не знаю, какие у них промеж себя расчеты были, только все вместе с князем езжали. Или с Федоткой наверх пойдут играть. И то ж какие-то у них втроем мудреные счеты были. Тот тому дает, тот тому дает, а кто кому должен, не разберешь никак. И бывал он таким манером у нас два года, почитая, что каждый день только вид уж свой потерял. Бойкой стал и другой раз до того доходил, что у меня поцелковому занимал извозчику отдать. А по сто рублей с князем партию играли. Скучный, худой, желтый стал. Приедет, бывало, апсинц сейчас рюмочку велит подать. Канопе закусит, да портвейном запьет. Ну и повеселей, как будто. Приезжает раз перед обедом, на масленице дело было, и стал с каким-то гусаром играть. Хотите, говорит, заинтересовать партию? Извольте, говорит, на что? Бутылку Клодвужо хотите? Идет. Хорошо. Гусар выиграл, и пошли кушать. Сели за стол, только Нехлюдов говорит. Симон, бутылку Клодвужо досмотри, согреть хорошенько. Симон ушел, приносит кушанье, бутылки нет. Что ж, говорит, вино. Симон побежал, приносит жаркое. Подавай же вино, говорит. Симон молчит. Что-то с ума сошел. Мы уж кончаем обедать, а вина нет. Кто ж его пьет с десертом? Побежал Симон. Хозяин, говорит, вас просит. Покраснел весь, выскочил из-за стола. Что, говорит, ему надо? А хозяин стоит у двери. Я, говорит, не могу вам больше верить, коли вы мне по счету не заплатите. Да я, говорит, вам сказал, что я в первых числах отдам. Как вам угодно, говорит, будет. А я вам в долг не могу беспрестанно давать и ничего не получать. У меня и так, говорит, десятки тысяч в долгах пропадают. Ну, полно, моншер, говорит. Уж мне-то можно поверить. Пришлите бутылку, а я постараюсь вам поскорее отдать. И убежался. Что это вас зачем вызывали, гусар, говорит. Так, говорит, просил меня об одной вещи. А славно бы, говорит гусар, теперь винца тепленького стакан выпить. Симон, что же? Побежал мой Симон. Опять нет ни вина, ничего, плохо. Вышел из-за стола, прибежал ко мне. Ради бога, говорит Петруша, дай мне шесть целковых. А на самом лица нет. Нету, говорю, сударь, ей-богу. Да уж и так за вами моих много. Я тебе, говорит, сорок целковых за шесть через неделю отдам. Коли бы были, говорю, я бы не смел отказать, а то ей-ей нету. Так что же? Выскочил, зубы стиснул, кулаки сжал, как шальной по коридору бегает, да по лбу себя как треснет. Ах, говорит, господи, что же это? Даже не зашел в столовую, вскочил в карету и ускакал. То-то смеху было. Гусар, говорит, где, мол, барин, что со мной обедал? Уехал, говорят. Как уехал? Что ж он сказать велел? Ничего, говорят, не велели сказывать. Сели да и уехали. Хорош, говорит гусь. Ну, думаю, себе теперь долго ездить не будет после, то есть сраму такого. Так нет. На другой день в вечеру приезжает. Пришел в бильярдную и ящик какой-то с собой принес, снял пальто. Давай играть, говорит. Глядит из-под лобья, сердит и такой. Сыграли партийку. Довольно, говорит. Поди принеси мне перо и бумаги, письмо нужно написать. Я, ничего не думавши, не гадавши, принес бумаги, положил на стол в маленькую комнату. Готов, говорю, сударь? Хорошо. Сел за стол. Уж он писал, писал, бормотал все что-то. Вскочил потом нахмуренный такой. Поди, говорит, посмотри, приехала ли моя карета. Дело в пятницу, на Масленой было. Так никого из гостей не было, все по балам. Я пошел было узнать о карете, только за дверь вышел. Петрушка, Петрушка, кричит, точно испужал с чего. Я вернулся. Смотрю, он белый, вот как полотно стоит, на меня смотрит. Звать, говорю, изволили, сударь? Молчит. Что ж, говорю, вам угодно? Молчит. Ах, да, давай еще играть, говорит. Хорошо. Выиграл он партию. Что, говорит, хорошо я научился играть? Да, я говорю. То-то. Поди, говорит, теперь узнай, что карета. А сам по комнате ходит. Я о себе ничего не думая, вышел на крыльцо. Вижу, карет никакой нет. Иду назад. Только иду назад. Слышу, кием ровно стукнул кто-то. Вхожу в бильярдную. Пахнет что-то чудно. Глядь, а он на полу лежит. Весь в крови. И пистоль подле брошена. Так я до того испужался, что слова сказать не мог. А он дрыгнет, дрыгнет ногой, да и потянется. Захрапел потом, да и растянулся вот этким родом. И отчего такой грех с ними случился, что душ свою загубил? То есть Бог его знает. Только что бумагу эту оставил. Да и то я никак не соображу. Уж чего они делают, господа? Сказано, господа, одно слово. Господа. Бог дал мне все, что может желать человек. Богатство, имя, ум, благородные стремления. Я хотел наслаждаться и затоптал в грязь все, что было во мне хорошего. Я не обесчищен, не несчастен, не сделал никакого преступления, но я сделал хуже. Я убил свои чувства, свой ум, свою молодость. Я опутан грязной сетью, из которой не могу выпутаться и к которой не могу привыкнуть. Я беспрестанно падаю, падаю, чувствую свое падение и не могу остановиться. Мне легче бы было быть обесчищенным, несчастным или преступным. Тогда было бы какое-то утешительное, угрюмое величие в моем отчаянии. Ежели бы я был обесчищен, я бы мог подняться выше понятия чести нашего общества и презирать его. Ежели бы я был несчастлив, я бы мог роптать. Ежели бы я сделал преступление, я бы мог раскаянием или наказанием искупить его. Но я просто низок, гадок, знаю это и не могу подняться. И что погубило меня? Была ли во мне какая-нибудь сильная страсть, которая бы извиняла меня? Нет. Семерка, туз, шампанское, желтый в середину, мел, серенькие радужные бумажки, папиросы, продажные женщины. Вот мои воспоминания. Одна ужасная минута забвения, низости, которой я никогда не забуду, заставила меня опомниться. Я ужаснулся, когда увидел, какая неизмеримая пропасть отделяла меня от того, чем я хотел и мог быть. В моем воображении возникли надежды, мечты и думы моей юности. Где те светлые мысли о жизни, о вечности, о Боге, которые с такой ясностью и силой наполняли мою душу? Где беспредметная сила любви, отрадной теплотой, согревавшая мое сердце? Где надежда на развитие, сочувствие ко всему прекрасному, любовь к родным, к ближним, к труду, к славе? Где понятие об обязанности? Меня оскорбили. Я вызывал на дуэль и думал, что вполне удовлетворил требованиям благородства. Мне нужны были деньги для удовлетворения своих пороков и тщеславия. Я разорил тысячи семейств, вверенных мне Богом, и сделал это без стыда. Я, который так хорошо понимал эти священные обязанности. Бесчестный человек сказал мне, что у меня нет совести, что я хочу красть. Я остался его другом, потому что он бесчестный человек, и сказал мне, что он не хотел меня обидеть. Мне сказали, что смешно жить скромником, и я отдал без сожаления цвет своей души невинность продажной женщине. Да, никакой убитой части моей души мне так не жалко, как любви, которой я так был способен. Боже мой! Любил ли хоть один человек так, как я любил, когда я еще не знал женщин? А как я мог быть хорош и счастлив, ежели бы шел по той дороге, которую, вступая в жизнь, открыли мой свежий ум и детское истинное чувство? Не раз пробовал я выйти из грязной колеи, по которой шла моя жизнь, на эту светлую дорогу. Я оговорил себе, употреблю все, что есть у меня в воле, и не мог. Когда я оставался один, мне становилось неловко и страшно с самим собой. Когда я был с другими, я забывал невольно свои убеждения, не слыхал боли внутреннего голоса и снова падал. Наконец я дошел до страшного убеждения, что не могу подняться. Перестал думать об этом и хотел забыться, но безнадежное раскаяние еще сильнее тревожило меня. Тогда мне в первый раз пришла страшная для других и отрадная для меня мысль о самоубийстве. Но и в этом отношении я был низок и подл. Только вчерашняя глупая история с гусаром дала мне довольно решимости, чтобы исполнить свое намерение. Во мне не осталось ничего благородного. Одно тщеславие, и из тщеславия я делаю единственный хороший поступок в моей жизни. Я думал прежде, что близость смерти возвысит мою душу. Я ошибался. Через четверть часа меня не будет, а взгляд мой нисколько не изменился. Я так же вижу, так же слышу, так же думаю. Та же странная непоследовательность, шаткость и легкость в мыслях, столь противоположная тому единству и ясности, которые Бог знает зачем, дано воображать человеку. Мысли о том, что будет за гробом, и какие толки будут завтра о моей смерти у тетушки Ртищевой, с одинаковой силой представляются моему уму. Непостижимое создание — человек. Рубка леса. Рассказ Юнкера. Глава первая. В середине зимы 1850 года дивизион нашей батареи стоял в отряде в Большой Чечне. Вечером 14 февраля, узнав, что взвод, которым я командовал за отсутствием офицера, назначен в завтрашней колонне на рубку леса, и с вечера же получив и передав нужные приказания, я раньше обыкновенного отправился в свою палатку и, не имея дурной привычки нагревать ее горячими углями, не раздеваясь, лег на свою построенную на колышках постель, надвинул на глаза папаху, закутался в шубу и заснул тем особенным крепким и тяжелым сном, которым спится в минуты тревоги и беспокойства перед опасностью. Ожидание дела на завтра привело меня в это состояние. В три часа утра, когда еще было совершенно темно, с меня сдернули обогретый тулуп, и багровый огонь свечки неприятно поразил мои заспанные глаза. «Извольте вставать», — сказал чей-то голос. Я закрыл глаза, бессознательно натянул на себя опять тулуп и заснул. «Извольте вставать», — повторил Дмитрий, безжалостно раскачивая меня за плечо. Пехота выступает. Я вдруг вспомнил действительность, вздрогнул и вскочил на ноги. Наскоро выпив стакан чаю и, умывшись оледенелой водой, я вылез из палатки и пошел в парк, место, где стоят орудия. Было темно, туманно и холодно. Ночные костры, светившиеся там и сям по лагерю, освещая фигуры сонных солдат, расположившихся около них, увеличивали темноту своим неярким багровым светом. Вблизи слышался равномерный спокойный храп, вдали движение, говор и брецание ружей пехоты, готовившиеся к выступлению. Пахло дымом, навозом, фитилем и туманом. По спине пробегала утренняя дрожь, и зубы против воли ощупывали друг друга. Только по фырканью и редкому топту можно было разобрать в этой непроницаемой темноте, где стоят запряженные передки и ящики, и по светящимся точкам пальников, где стоят орудия. Со словами «С Богом» зазвенело первое орудие, за ним зашумел ящик, и взвод тронулся. Мы все сняли шапки и перекрестились. Вступив в интервал между пехотой, взвод остановился, и с четверть часа дожидался сбора всей колонны и выезда начальника. — А у нас одного солдатика нет, — Николай Петрович сказала, подходя ко мне, черная фигура, которую я только по голосу узнал за взводного фейерверкера Максимова. — Кого? — Веленчука нет. Как запрягали, он все тут был. Я его видал, а теперь нет. Так как нельзя было предполагать, чтобы колонна тронулась сейчас же, мы решили послать отыскать Веленчука, строевого ефрейтера Антонова. Скоро после этого мимо нас в темноте прорысило несколько конных. Это был начальник со свитой. А вслед за тем зашевелилась и тронулась голова колонны. Наконец и мы. А Антонова и Веленчука не было. Однако не успели мы пройти сто шагов, как оба солдата догнали нас. — Где он был? — спросил я у Антонова. — В парке спал. — Что он, хмелен, что ли? — Никак нет. — Так отчего же он заснул? — Не могу знать. Часа три мы медленно двигались по каким-то непаханным бесснежным полям и низким кустам, хрустевшим под колесами орудий, в том же безмолвии и мраке. Наконец, перейдя неглубокий, но чрезвычайно быстрый ручей, нас остановили, и в авангарде послышались отрывчатые винтовочные выстрелы. Звуки эти, как и всегда, особенно возбудительно подействовали на всех. Отряд как бы проснулся. В рядах послышались говор, движение и смех. Солдаты, кто боролся с товарищем, кто перепрыгивал с ноги на ногу, кто жевал сухарь или для препровождения времени отбивал на караул и к ноге. Притом туман заметно начинал белеть на востоке. Сырость становилась ощутительнее, и окружающие предметы постепенно выходили из мрака. Я различал уже зеленые лафеты и ящики, покрытые туманной сыростью медь орудий, знакомые невольно изученные до малейших подробностей фигуры моих солдат, гнедых лошадей и ряды пехоты с их светлыми штыками, торбами, пыжовниками и котелками за спинами. Скоро нас снова тронули, и, проведя несколько сот шагов без дороги, указали место. Справа виднелись крутой берег, извилистые речки и высокие деревянные столбы татарского кладбища. Слева и спереди сквозь туман проглядывала черная полоса. Взвод снялся с передков. Восьмая рота, прикрывавшая нас, составила ружья в козлы, и батальон солдат с ружьями и топорами вошел в лес. Не прошло пяти минут, как со всех сторон затрещали и задымились костры, рассыпались солдаты, раздувая огни руками и ногами, таская сучья и бревна, и в лесу неумолкаемо зазвучали сотни топоров и падающих деревьев. Артиллеристы с некоторым соперничеством перед пехотными разложили свой костер, и хотя он уже так разгорелся, что на два шага подойти нельзя было, и густой черный дым проходил сквозь обледенелые ветви, с которых капли шипели на огне и которые нажимали на огонь солдаты, снизу образовывались угли, и помертвелая белая трава оттаивала кругом костра. Солдатам все казалось мало, они тащили целые бревна, подсовывали бурьян и раздували все больше и больше. Когда я подошел к костру, чтобы закурить папиросу, Веленчук и всегда хохотун, но теперь, как провинившийся, больше всех старавшийся около костра, в припадке усердия достал из самой середины голой рукой уголь, перебросил раз-два из руки в руку и бросил на землю. — Ты форостинку зажги да подай, — сказал другой. — Пальник, брат, спадайте, — сказал третий. Когда я, наконец, без помощи Веленчука, который опять был руками, хотел взять уголь, зажег папиросу, он потер обожженные пальцы, а задние полоплоушубка и, должно быть, чтобы что-нибудь делать, поднял большой чинаровый отрубок, и с размаху бросил его на костер. Когда, наконец, ему показалось, что можно отдохнуть, он подошел к самому жару, распахнул шинель, надетую на нем в виде япончи, на задней пуговице, расставил ноги, выставил вперед свои большие черные руки и, скривив немного рот, зажмурился. — Эх, ма, трубку забыл! — Вот горь-то, братцы мои! — сказал он, помолчав немного и не обращаясь ни к кому в особенности. Глава вторая В России есть три преобладающие типа солдат, под которые подходят солдаты всех войск — кавказских, армейских, гвардейских, пехотных, кавалерийских, артиллерийских и так далее. Главные эти типы со многими подразделениями и соединениями следующие. Первый — покорных. Второй — начальствующих. И третий — отчаянных. Покорные подразделяются на А — покорных-хладнокровных, Б — покорных-хлопотливых. Начальствующие подразделяются на А — начальствующих-суровых и Б — начальствующих-политичных. Отчаянные подразделяются на А — отчаянных-забавников и Б — отчаянных-развратных. Чаще других встречающийся тип, тип более всего милый, симпатичный, большей частью соединенный с лучшими христианскими добродетелями, кротостью, набожностью, терпением и преданностью воли Божией, есть тип покорного вообще. Отличительная черта покорного, хладнокровного, есть ничем не сокрушимое спокойствие и презрение ко всем превратностям судьбы, могущим постигнуть его. Отличительная черта покорного, пьющего, есть тихая поэтическая склонность и чувствительность. Отличительная черта хлопотливого, ограниченность умственных способностей, соединенная с бесцельным трудолюбием и усердием. Тип же начальствующих вообще встречается преимущественно в высшей солдатской сфере, эфрейтеров, унтер-офицеров, фельдфебелей и т.д. По первому подразделению начальствующих суровых есть тип весьма благородный, энергичный, преимущественно военный, не исключающий высоких поэтических порывов. К этому-то типу принадлежал гефрейтер Антонов, с которым я намерен познакомить читателя. Второе подразделение составляют начальствующие политичные, с некоторого времени начинающие сильно распространяться. Начальствующий и политичный бывает всегда красноречив, грамотен, ходит в розовой рубашке, не ест из общего котла, курит иногда мусатов табак, считает себя несравненно выше простого солдата и редко сам бывает столь хорошим солдатом, как начальствующие первого разряда. Тип отчаянного, точно так же, как и тип начальствующего, хорош в первом подразделении, отчаянных забавников, отличительными чертами которых суть непоколебимая веселость, огромные способности ко всему, богатство натуры и удаль. И так же ужасно дурен во втором подразделении, отчаянных развратных, которые, однако, нужно сказать, к чести русского войска, встречаются весьма редко, и если встречаются, то бывают удаляемы от товарищества самим обществом солдатским. Неверие и какое-то удальство в пороке — главные черты характера этого разряда. Велинчук принадлежал к разряду покорных, хлопотливых. Он был малороссиянин родом, уже пятнадцать лет на службе, и хотя невидный и не слишком ловкий солдат, но простодушный, добрый, чрезвычайно усердный, хотя большей частью не кстати, и чрезвычайно честный. Я говорю чрезвычайно честный, потому что в прошлом году был случай, в котором он показал весьма очевидно это характеристическое свойство. Надо бы не заметить, что почти каждый из солдат имеет мастерство. Более распространенное мастерство — портняжное и сапожное. Велинчук сам научился первому, и даже судя по тому, что сам Михаил Дорофеевич, фельдфебель, давал ему шить на себя, дошел до известной степени совершенства. В прошлом году в лагере Велинчук взялся шить тонкую шинель Михаилу Дорофеевичу, но в ту самую ночь, когда он, скроив сукно и прикинув приклад, положил к себе в палатке под голову, с ним случилось несчастье. Сукно, которое стоило семь рублей, в ночь пропало. Велинчук со слезами на глазах, с дрожащими бледными губами и сдержанными рыданиями объявил о том фельдфебелю. Михаил Дорофеевич прогневался. В первую минуту досады он пригрозил портному, но потом, как человек с достатком и хороший, махнул рукой и не требовал с Велинчука возвращения ценности шинели. Как ни хлопотал хлопотливый Велинчук, как ни плакал, рассказывая про свое несчастье, вор не нашелся. Хотя и были сильные подозрения на одного отчаянного развратного солдата, Чернова, спавшего с ним в одной палатке, но не было положительных доказательств. Начальствующий политичный Михаил Дорофеевич, как человек с достатком, занимаясь кое-какими сделочками с каптенармусом и артельщиком, аристократами, батареи, скоро совершенно забыл о пропаже партикулярной шинели. Велинчук же, напротив, не забыл своего несчастья. Солдаты говорили, что в это время они боялись за него, как бы он не наложил на себя рук или не бежал в горы. Так сильно на него подействовало это несчастье. Он не пил, не ел, работать даже не мог и все плакал. Через три дня он явился к Михаилу Дорофеевичу и, весь бледный, дрожащей рукой, достал из-за обшлага золотой и подал ему. — Ей-богу, последние, Михаил Дорофеевич, и те у Жданова занял, — сказал он, снова всхлипывая. — А еще два рубля ей-ей отдам, как заработаю. — Он, кто был он, не знал и сам Велинчук, — меня перед вашими глазами плутом сделал. Он, ехидно его мерзкая душа, у своего брата-солдата последний из души взял. А я, пятнадцать лет служа, к чести Михаила Дорофеевича, должно сказать, что он не взял с Велинчука недостающих двух рублей, хотя Велинчук через два месяца и приносил их. Глава третья. Кроме Велинчука, около костра грелись еще пять человек-солдат моего взвода. На лучшем месте, за ветром, на баклаге, сидел взводный фейерверкер Максимов и курил трубку. В позе, во взгляде и во всех движениях этого человека заметна были привычка повелевать и сознание собственного достоинства, не говоря уже о баклаге, на которой он сидел, составляющей на привале эмблему власти и крытом нанкой полушубке. Когда я подошел, он повернул голову ко мне, но глаза его оставались устремленными на огонь, и только гораздо после взгляд его вслед за направлением головы обратился на меня. Максимов был из однодворцев, имел деньги и в учебной бригаде получил класс и набрался учености. Он был ужасно богат и ужасно учен, как говорили солдаты. Я помню, как раз на практической навесной стрельбе с квадрантом он объяснял собравшимся вокруг него солдатам, что в Этерпасс ничто иное есть, как происходит, что атмосферическая ртуть свое движение имеет. В сущности, Максимов был далеко не глуп и отлично знал свое дело, но у него была несчастная странность говорить иногда нарочно так, что не было никакой возможности понять его, и, что я уверен, он сам не понимал своих слов. Особенно он любил слова «происходит» и «продолжать». И когда, бывало, скажет «происходит» или «продолжая», то уж я вперед знаю, что из всего последующего я не пойму ничего. Солдаты же, напротив, сколько я мог заметить, любили слушать его «происходит» и подозревали в нем глубокий смысл, хотя так же, как и я, не понимали ни слова. Но непонимание это они относили только к своей глупости и тем более уважали Федора Максимовича. Одним словом, Максимов был начальствующий политичный. Второй солдат, переобувавший около огня свои жилистые красные ноги, был Антонов. Тот самый бомбардир Антонов, который еще в тридцать седьмом году, втроем оставшись при одном орудии, без прикрытия, отстреливался от сильного неприятеля и с двумя пулями в ляжке продолжал идти около орудия и заряжать его. «Давно бы уж ему быть фейерверкером, коль бы не характер его», — говорили про него солдаты. И действительно, странный у него был характер. В трезвом виде не было человека покойнее, смирнее и исправнее. Когда же он запевал, становился совсем другим человеком, не признавал власти, дрался, буянил и делался никуда негодным солдатом. Не дальше, как неделю тому назад, он запил на масленице, и, несмотря ни на какие угрозы, увещания и привязывания к орудию, пьянствовал и буянил до самого чистого понедельника. Весь пост же, несмотря на приказ по отряду, всем людям есть скоромное, питался он одними сухарями и на первой же неделе не брал даже положенной крышки водки. Впрочем, надо было видеть эту невысокую, сбитую как железо фигуру с короткими выгнутыми ножками и глинцевитой усатой рожей, когда он, бывало под хмельком, возьмет в жилистые руки балалайку и, небрежно поглядывая по сторонам, заиграет барыню или шинелью в накидку, на которой болтаются ордена, и, заложив руки в карманы синих нанковых штанов, пройдется по улице. Надо было видеть выражение солдатской гордости и презрение ко всему несолдатскому, игравшее в это время на его физиономии, чтобы понять, каким образом не подраться в такие минуты с загрубевшим или просто подвернувшимся денщиком, казаком, пехотным или переселенцем, вообще не артиллеристом, было для него совершенно невозможно. Он дрался и буянил не столько для собственного удовольствия, сколько для поддержания духа всего солдатства, которым он чувствовал себя представителем. Третий солдат с серьгой в ухе, щетинистыми уськами, птичьей рожицей и фарфоровой трубочкой в зубах, на корточках, сидевшей около костра, был ездовой Чикин. Милый человек Чикин, как его прозвали солдаты, был забавник. В трескучий ли мороз, по колено в грязи, два дня не евши в походе, на смотру на ученье, милый человек всегда и везде корчил гримасы, выделывал ногами коленцы и отливал такие штуки, что весь взвод покатывался со смеху. На привале или в лагере вокруг Чикина всегда собирался кружок молодых солдат, с которыми он или затевал Фильку, или рассказывал сказки про хитрого солдата и английского милорда, или представлял татарина, немца, или просто делал свои замечания, от которых все помирали со смеху. Филька — солдатская игра в карты. Примечание Толстого. Правда, что репутация его как забавника была уж так утверждена в батарее, что стоило ему только открыть рот и подмигнуть, чтобы произвести общий хохот. Но действительно в нем много было истинно комического и неожиданного. Он в каждой вещи умел видеть что-то особенное, такое, что другим и в голову не приходило. И, главное, способность эта во всем видеть смешное не уступала никаким испытаниям. Четвертый солдат был молодой, невзрачный мальчишка, рекрут прошлогоднего пригона, в первый раз еще бывавший в походе. Он стоял в самом дыму и так близко от огня, что, казалось, истертый полушубочек его сейчас загорится. Но, несмотря на это, по его распахнутым полам, спокойной и самодовольной позе с выгнутыми икрами, видно было, что он испытывал большое удовольствие. И, наконец, пятый солдат, немного поодаль сидевший от костра и строгавший какую-то палочку, был дяденька Жданов. Жданов был старше всех солдат в батарее на службе, всех знал еще рекрутами, и все по старой привычке называли его дяденькой. Он, как говорили, никогда не пил, не курил, не играл в карты, даже в носки, не бронился дурным словом. Все свободное от службы время он занимался сапожным мастерством, по праздникам ходил в церковь, где было возможно, или ставил копеечную свечку перед образом и раскрывал псалтырь, единственную книгу, по которой он умел читать. С солдатами он водился мало. Со старшим чином, хотя и младшими летами, он был холодно почтителен, с равными, как не пьющие, он имел мало случаев сходиться. Но особенно он любил рекрутов и молодых солдат, и их он всегда покровительствовал, читал им наставления и помогал часто. Все в батарее считали его капиталистом, потому что он имел рублей двадцать пять, которыми охотно сужал солдата, который действительно нуждался. Тот самый Максимов, который теперь был фейерверкером, рассказывал мне, что когда десять лет тому назад он рекрутом пришел, и старые пьющие солдаты пропили с ним деньги, которые у него были. Жданов, заметив его несчастное положение, призвал к себе, строго выговорил ему за его поведение, побил даже, прочел наставление, как в солдатстве жить нужно, и отпустил, дав ему рубаху, которых уже не было у Максимова, и полтину денег. Он из меня человека сделал, говорил про него всегда с уважением и благодарностью сам Максимов. Он же помог Веленчуку, которого он вообще покровительствовал, самого рекрутства, во время несчастья пропажи Шинели, и многим-многим другим во время своей двадцатипятилетней службы. По службе нельзя было желать лучше знающего дела, храбрее и исправнее солдата. Но он был слишком смирен и невиден, чтобы быть произведенным фейерверкером, хотя уже был пятнадцать лет бомбардиром. Одна радость и даже страсть Жданова были песни. Особенно некоторые он очень любил и всегда собирал кружок песенников из молодых солдат, и хотя сам не умел петь, стоял с ними, изложив руки в карманы полушубкой, зажмурившись движениями головы и скул, выражал свое сочувствие. Не знаю почему, в этом равномерном движении скул под ушами, которые я замечал только у него одного, я почему-то находил чрезвычайно много выражений. Белая, как лунь, голова, нафабренные черные усы и загорелое морщинистое лицо придавали ему на первый взгляд выражение строгое и суровое. Но, вглядевшись ближе в его большие круглые глаза, особенно когда они улыбались губами, он никогда не смеялся, что-то необыкновенно кроткое, почти детское, вдруг поражало вас. Глава четвертая «Эх, ма, трубку забыл, вот горе-то, братцы мои!» — повторил Веленчук. «А ты бы сихарки курил, милый человек!» — заговорил Чикин, скривив рот и подмигивая. «Я так все сихарки дом курю, она слаще!» Разумеется, все покатились со смеху. «То-то трубку забыл!» — перебил Максимов, не обращая внимания на общий хохот и начальнически гордо выбивая трубку о ладонь левой руки. «Ты где там пропадал, а, Веленчук?» Веленчук полуобратился к нему, поднял было руку к шапке, но потом опустил ее. «Видно, со вчерашнего не проспался, что уж стоя засыпаешь. За это вашему брату спасибо не говорят. Разорви меня на семь мести, Федор Максимович, коли у меня капля во рту была!» «А я и сам не знаю, что со мной сделалось», — отвечал Веленчук. «С какой радости напился!» — проворчал он. «То-то! А из-за вашего брата ответствуешь перед начальством своим, а вы это продолжаете вовсе безобразно!» — заключил красноречивый Максимов уже более спокойным тоном. «Ведь вот чудо, братцы мои!» продолжал Веленчук после минутного молчания, почесывая в затылке и не обращаясь никому в особенности. «Прав чудо, братцы мои!» «Шестнадцать лет служу, таком со мной не бывало!» «Как сказали, к расчету строиться!» «Я собрался как следует, ничего не было!» «Да вдруг у парки, как она схватит меня, схватила, схватила, повалила меня наземь, да и все!» «И как заснул, сам не слыхал, братцы мои!» «О, она самая спячка и есть!» — заключил он. «Ведь и то на силу я тебя разбудил!» — сказал Антонов, натягивая сапог. «Уж я тебя толкал-толкал, рунчурбан какой!» «Вишь ты!» — заметил Веленчук. «Добро уж пьяный бы был!» «Так-то у нас дом баба была», — начал Чикин. «Так с печи, почитай, два года не сходила. Стали ее будить раз, думали, что спит, а уж она мертвой лежит. Так тоже все на нее сон находил. Так-то, милый человек!» «А расскажи-ка, Чикин, как ты в отпуску тон задавал себе, — сказал Максимов, улыбаясь и поглядывая на меня, как будто говоря, не угодно ли тоже послушать глупого человека?» «Какой тон, Федор Максимович?» — сказал Чикин, бросая искоса на меня беглый взгляд. «Известно!» «Рассказывал, какой такой капказ есть!» «Ну да, как же, как же!» «Ты не модничай! Расскажи, как ты им предводительствовал!» «Известно, как предводительствовал!» «Спрашивали, как мы живем, — начал Чикин с короговоркой, с видом человека несколько раз, рассказывавшего то же самое. Я говорю, живем хорошо, милый человек. Провиант сполна получаем. Утро и вечер по чашке щеколада идет на солдата, а в обед идет господский суп из перловых круп, а за место водки — мадера, полагает с покрышки. Мадера диверье, без посуды, мол, сорок две. «Важная мадера!» Громче других, заливаясь смехом, подхватил Веленчук. «Вот так мадера!» «Ну, а про зиядф-то как рассказывал?» Продолжал допрашивать Максимов, когда общий смех утих несколько. Чикин нагнулся к огню, достал палочкой уголек, наложил его на трубку и, молча, как будто не замечая возбужденного в слушателях молчаливого любопытства, долго раскуривал свои корешки. Когда, наконец, он набрался достаточно дыму, сбросил уголек, сдвинул еще более назад свою шапочку и, подергиваясь и слегка улыбаясь, продолжал. «Тоже спрашивают, какой, — говорит, — там, малый черкес, — говорит, — или турка у вас на Капказе, — говорит, — бьет?» «Я говорю, — у нас черкес, милый человек, не один, а разные есть. Есть такие тавлинцы, что в каменных горах живут и камни за место хлеба едят. Те большие, — говорю, — ровно как колода добрая, по одному глазу во лбу, и шапки на них красные. Вот так и горят, ровно как на тебе, милый человек, — прибавил он, обращаясь к молодому рекрутику, на котором действительно была уморительная шапочка с красным верхом. Рекрутик при этом неожиданном обращении вдруг присел к земле, ударил себя по коленям и расхохотался, и раскашлялся до того, что едва мог выговорить задыхающимся голосом. Вот так тавлинцы! «А то еще, — говорю, — мумры есть, — продолжал Чикин движением головы, надвигая на лоб свою шапочку. — Те другие, — двойнешки маленькие, — вот такие. — Все по парчикам, — говорю, — рука с рукой держится, и так-то бегают, — говорю, — швыдко, — что ты его на коне не догонишь. — Как же, — говорит, — малый, — как же они, — мумр-то, — рука с рукой так и родятся, что ли? Воображая передразнивать мужичка, сказал он горловым басом. — Да, — говорю, — мил человек, — он такой от природи. Ты им руки разорви, так кровь пойдет. Все равно, что китаец, шапку с него сними, а на кровь пойдет. — А кажи, — малый, — как они бьют-то, — говорит. — Да так, — говорю, — поймают тебя, живот распорят, да кишки тебе на руку, и мотают, и мотают, а не мотают, а ты смеешься, да телево смеешься, что дух вон. — Ну что ж, и имели к тебе доверие, Чикин, — сказал Максимов, слегка улыбаясь, тогда как остальные помирали со смеху. — И такой право народ чудной, Федор Максимович, верят всему, ей-богу верят. А стал им про гор Кизбек рассказывать, что на ней все лет снег не тает. Так вовсе на смех подняли, мил человек. — Что ты, — говорит, — малый фастаешь, — видно ли дело, большая гора, да на ней снег не будет таять. У нас малый врост пель, так какой бугор, и то прежде растает, а в лощине снег лежит. — Пади ты, — заключил Чикин, подмигивая. Глава пятая Светлый круг солнца, просвечивающий сквозь молочно-белый туман, уже поднялся довольно высоко. Серо-лиловый горизонт постепенно расширялся и, хотя гораздо дальше, но также резко ограничивался обманчивую белую стеной тумана. Впереди нас, за срубленным лесом, открылась довольно большая поляна. По поляне со всех сторон расстилался, где черный, где молочно-белый, где лиловый дым костров, и странными фигурами носились белые слои тумана. Далеко впереди изредка показывались группы верховых татар и слышались нечастые выстрелы наших штуцеров, их винтовок и орудия. — Это еще было не дело, а одна потехос, — как говорил добрый капитан Хлопов. Командир девятой егерской роты, бывшей у нас в прикрытии, подошел к моим орудием и, указывая на трех верховых татар, ехавших в это время под лесом, на расстоянии от нас более шестисот сожжен, просил, посвойственной всем вообще пехотным офицерам любви к артиллерийской стрельбе, просил меня пустить по ним ядро или гранату. — Видите, — говорил он, с доброй и убедительной улыбкой протягивая руку из-за моего плеча, — где два большие дерева, так впереди один на белой лошади и в черной черкеске, а вон сзади еще два, видите? Нельзя ли их, пожалуйста? — А вон еще трое едут, по под лесом, — прибавил Антонов, отличавшийся удивительным глазом, подходя к нам и пряча за спину трубку, которую курил в это время. — Еще передней винтовку из чехла вынул. — Знатка, видать, ваш броди. — Вишь, — выпылил, братцы мои, — он дымок завелелся, — сказал Веленчук в группе солдат, отстоявших немного сзади нас. — Должно в нашу цепь про хвост, — заметил другой. — Вишь, их из-за леса-то сколько выспало, должно место глядят, орудию поставить хотят, — добавил третий. — Гранату, кабы им туда в куч пустить, то-то бы заплевали. — А как думаешь, как раз да то ли уфать, — милый человек, — спросил Веленчук. — Пятьсот ли пятьсот двадцать сожжен, больше не будет, — как будто говоря сам с собой, — хладнокровно сказал Максимов, хотя видно было, что ему, так же, как и другим, ужасно хотелось выпалить. — Коли сорок пять линий из единорога дать, то в самый пункт попасть можно, то есть совершенно. — Знаете, теперь, коли в эту кучу направить, непременно в кого-нибудь попадете. — Вот-вот теперь, как они съехались, пожалуйста, поскорее велите выстрелить, — продолжал упрашивать меня ротный командир. — Прикажете навести орудие? — отрывистым басом вдруг спросил Антонов с видом какой-то угрюмой злобы. — Признаюсь, мне и самому этого очень хотелось, и я велел навести второе орудие. Едва я успел сказать, как граната была распудрена, дослана, и Антонов, прильнув к станине и приставив к затыльнику свои два толстых пальца, уже командовал хобот вправо и влево. — Чуть-чуть влево, самую малость вправо, еще? — Еще трошки. — Так, ладно, — сказал он с гордым видом, отходя от орудия. Пехотный офицер, я, Максимов, один за другим приложились к прицелу, и все подали свои разнообразные мнения. — Ей-богу, перенесет, — заметил Веленчук, пощелкивая языком, несмотря на то, что он только смотрел через плечо Антонова и поэтому не имел никакого основания предполагать это. — Ей-богу, перенесет прямо в ту дереву, папанит, братцы мои. — Второе, — скомандовал я. Прислуга расступилась. Антонов отбежал в сторону, чтобы видеть полет снаряда. Трубка вспыхнула и зазвенела медь. В то же мгновение нас обдуло пороховым дымом, и из поразительного гула выстрела отделился металлический, жужжящий, с быстротой у молнии удалявшийся звук полета посреди всеобщего молчания, замерший в отдалении. Немного позади группы верховых показался белый дымок. Татары раскакались в разные стороны, и до нас долетел звук разрыва. — Вот важно-то! Эк, поскакали! Вишь, черти, не любят! — послышались одобрения и смешки в рядах артиллерийских и пехотных солдат. — Холи бы трошки ниже пустить, в самую его бы попало, — заметил Веленчук. — Говорил, в дерево попадет. — Вот оно и есть. Взял вправо. Глава шестая Оставив солдат рассуждать о том, как татары ускакали, когда увидели гранату, и зачем они тут ездили, и много ли их еще в лесу есть, я отошел с ротным командиром за несколько шагов и сел под деревом, ожидая разогревавшихся битков, которые он предложил мне. Ротный командир Болхов был один из офицеров, называемых в полку бонжурами. Он имел состояние, служил прежде в гвардии и говорил по-французски, но, несмотря на это, товарищи любили его. Он был довольно умен и имел достаточно такта, чтобы носить петербургский сюртук, есть хороший обет и говорить по-французски, не слишком оскорбляя общество офицеров. Поговорив о погоде, о военных действиях, об общих знакомых офицерах и, убедившись по вопросам и ответам, по взгляду на вещи и удовлетворительности понятий один другого, мы невольно перешли к разговору более короткому. При том же на Кавказе, между встречающимися одного круга людьми, хотя невысказанно, но весьма очевидно проявляется вопрос «Зачем вы здесь?». И на этот-то мой молчаливый вопрос, мне казалось, собеседник мой хотел ответить. «Когда этот отряд кончится?» — сказал он лениво. «Скучно». «Мне не скучно», — сказал я, — «ведь в штабе еще скучнее». «О, в штабе в десять тысяч раз хуже», — сказал он со злостью. «Нет, когда все это совсем кончится?» «Что же вы хотите, чтобы кончилось?» — спросил я. «Все, совсем». «Что же, готовы битки, Николаев?» — спросил он. «Для чего же вы пошли служить на Кавказ?» — сказал я, — «кали Кавказ вам так не нравится». «Знаете, для чего?» — отвечал он с решительной откровенностью. «По преданию. В России ведь существует пристранное предание про Кавказ, будто это какая-то обетованная земля для всякого рода несчастных людей». «Да, это почти правда», — сказал я, — «большая часть из нас. Но что лучше всего», — перебил он меня, — «что все мы, по преданию, едущие на Кавказ, ужасно ошибаемся в своих расчетах, и решительно я не вижу, почему вследствие несчастной любви или расстройства дел скорее ехать служить на Кавказ, чем в Казань или в Калугу». «Весь в России воображают Кавказ как-то величественно, с вечными девственными льдами, бурными потоками, с кинжалами, бурками, черкешенками. Все это страшное что-то, а в сущности ничего в этом нету веселого. Ежели бы они знали, по крайней мере, что в девственных льдах мы никогда не бываем, да и быть-то в них ничего веселого нет, а что Кавказ разделяется на губернии, Ставропольскую, Тифлиску и так далее». «Да», — сказал я, смеясь, — «мы в России совсем иначе смотрим на Кавказ, чем здесь. Это испытывали ли вы когда-нибудь, как читать стихи на языке, который плохо знаешь, воображаешь себе гораздо лучше, чем есть?» «Не знаю, право, но ужасно не нравится мне этот Кавказ», — перебил он меня. «Нет, Кавказ для меня и теперь хорош, но только иначе». «Может быть, и хорош», — продолжал он с какой-то раздражительностью, — «знаю только то, что я нехорош на Кавказе». «Отчего же так?» — сказал я, чтобы сказать что-нибудь. «Оттого, что, во-первых, он обманул меня. Все то, от чего я по преданию поехал лечиться на Кавказ, все приехало со мною сюда, только с той разницей, что прежде всего это было на большой лестнице, а теперь на маленькой, на грязненькой, на каждой ступеньке которой я нахожу миллионы маленьких тревог, гадостей и оскорблений. Во-вторых, от того, что я чувствую, как я с каждым днем морально падаю ниже и ниже. И главное, то, что чувствую себя неспособным к здешней службе. Я не могу переносить опасности. Просто я нехрабр». Он остановился и посмотрел на меня. Без шуток. Хотя это непрошное признание чрезвычайно удивило меня, я не противоречил, как, видимо, хотелось того моему собеседнику, но ожидал от него самого опровержения своих слов, как это всегда бывает в подобных случаях. «Знаете, я в нынешний отряд в первый раз в деле», — продолжал он, «и вы не можете себе представить, что со мной вчера было. Когда Фельдфебель принес приказание, что моя рота назначена в колонну, я побледнел, как полотно, и не мог говорить от волнения. А как я провел ночь, ежели бы вы знали? Если правда, что сидеют от страха, то я бы должен быть совершенно белой нынче, потому что, верно, ни один приговоренный к смерти не прострадал в одну ночь столько, как я. Даже и теперь, хотя мне и легче немного, чем ночью, но у меня здесь вот что идет», — прибавил он, вертя кулак перед своей грудью. «Что смешно», — продолжал он, — «что здесь ужаснейшая драма разыгрывается, а сам ешь битки с луком и уверяешь, что очень весело». «Вино есть, Николаев?» — прибавил он, зевая. «Это он, братцы мои!» — послышался в это время встревоженный голос одного из солдат, и все глаза обратились на опушку дальнего леса. Вдали увеличивалось, и, уносясь по ветру, поднималось голубоватое облако дыма. Когда я понял, что это был против нас выстрел неприятеля, все, что было на моих глазах в эту минуту, все вдруг приняло какой-то новый величественный характер. И козлы ружей, и дым костров, и голубое небо, и зеленые лафеты, и загорелое усатое лицо Николаева — все это как будто говорило мне, что ядро, которое вылетело уже из дула и летит в это мгновение в пространстве, может быть направлено прямо в мою грудь. — Вы где брали вино? — лениво спросил я Болхова, между тем, как в глубине души моей одинаково внятно говорили два голоса. Один — Господи, приими дух мой с миром. Другой — надеюсь не нагнуться, а улыбаться, в то время, как будет пролетать ядро. И в то же мгновение над головой просвистело что-то ужасно неприятно, и в двух шагах от нас шлепнулось ядро. — Вот если бы я был Наполеон или Фридрих, — сказал в это время Болхов, совершенно хладнокровно поворачиваясь ко мне, — я бы непременно сказал какую-нибудь любезность. — Да вы и теперь сказали, — отвечал я, с трудом скрывая тревогу, произведенную во мне прошедшей опасностью. — Да что-что, — сказал, — никто не запишет. — А я запишу. — Да вы, ежели и запишите, так в критику, как говорит Мищенков, — прибавил он, улыбаясь. — Тьфу, ты проклятый, — сказал в это время сзади нас Антонов, с досадой плюя в сторону. — Трошки по ногам не задело. Все мое старание казаться хладнокровным, и все наши хитрые фразы показались мне вдруг невыносимо глупыми после этого простодушного восклицания. Глава седьмая Неприятель действительно поставил два орудия на том месте, где разъезжали татары, и каждые минут двадцать или тридцать посылал по выстрелу в наших рубщиков. Мой взвод выдвинули вперед на поляну и приказали отвечать ему. В опушке леса показался дымок, слышались выстрел, свист, ядро падало сзади или впереди нас. Снаряды неприятеля ложились счастливо, и потери не было. Артиллеристы, как и всегда, вели себя превосходно, проворно заряжали, старательно наводили по показавшемуся дыму и спокойно шутили между собой. Пехотное прикрытие в молчаливом бездействии лежало около нас, дожидая своей очереди. Рубщики леса делали свое дело. Топоры звучали по лесу быстрее и чаще. Только в то время, как слышался свист снаряда, все вдруг замолкало. Средь мертвой тишины раздавались не совсем спокойные голоса «Сторонись, ребята!» И все глаза устремлялись на ядро, рикошетировавшее по кострам и срубленным сучьем. Туман уже совершенно поднялся, и, принимая формы облаков, постепенно исчезал в темно-голубой синеве неба. Открывшееся солнце ярко светило и бросало веселые отблески на сталь штыков, медь-орудий, оттаивающую землю и блески иния. В воздухе слышалась свежесть утреннего мороза вместе с теплом весеннего солнца. Тысячи различных теней и цветов мешались в сухих листьях леса, и на торной глинцевитой дороге отчетливо виднелись следы шин и подковных шипов. Между войсками движение становилось сильнее и заметнее. Со всех сторон показывались чаще и чаще голубоватые дымки выстрелов. Драгуны с развивающимися флюгерами пик выехали вперед. В пехотных ротах послышались песни, и обоз с дровами стал строиться варьергард. К нашему взводу подъехал генерал и приказал готовиться к отступлению. Неприятель засел в кусты против нашего левого фланга и стал сильно беспокоить нас ружейным огнем. С левой стороны из лесу прожужжала пуля и ударила в лафет, потом другая, третья. Пехотное прикрытие, лежавшее около нас, шумно поднялось, взяло ружье и заняло цепь. Оружейные выстрелы усиливались, и пули стали летать чаще и чаще. Началось отступление, и, следовательно, настоящее дело, как это всегда бывает на Кавказе. По всему видно было, что артиллеристам не нравились пули, как прежде ядропехотным. Антонов принахмурился. Чикин передразнивал пули и подшучивал над ними, но видно было, что они ему не нравились. Про одну говорил он, как торопится, другой называл пчелкой, третью, которая как-то медленно и жалобно визжа пролетела над нами, назвал сиротой, чем произвел общий хохот. Рекрутик с непривычки при каждой пули сгибал на бок голову и вытягивал шею, что тоже заставляло смеяться солдатиков. «Что, знакомое, что ли, что кланяешься?» — говорили ему. И Веленчук, всегда чрезвычайно равнодушный к опасности, теперь был в тревожном состоянии. Его, видимо, сердило то, что мы не стреляем кортечью по тому направлению, откуда летали пули. Он несколько раз недовольным голосом повторил, что ж, он нас дарм-то бьет. Кабы туда орудию поворотить, да кортечью бы дунуть, так затих бы небось. — Действительно, пора было это сделать. Я приказал выпустить последнюю гранату и зарядить кортечью. — Кортечь! — крикнул Антонов, лихо в самом дыму подходя с банником к орудию, только что заряд был выпущен. В это время недалеко сзади себя я услыхал вдруг прекратившийся сухим ударом во что-то быстрый жужжащий звук пули. Сердце сжалось во мне. «Кажется, кого-то из наших задело», — подумал я, но вместе с тем, боясь оглянуться под влиянием тяжелого предчувствия. — Действительно. Вслед за этим звуком послышалось тяжелое падение тела и, ой, раздирающий стон раненого. — За дело, братцы мои! — проговорил с трудом голос, который я узнал. Это был Веленчук. Он лежал навзничь между передком и орудием. С ума, которую он нес, была отброшена в сторону. Лоб его был весь в крови, и по правому глазу и носу текла густая красная струя. Рана его была в животе, но в ней почти не было крови. Лоб же он разбил опень во время падения. Все это я разобрал гораздо после. В первую же минуту я видел только какую-то неясную массу и ужасно много, как мне казалось, крови. Никто из солдат, заряжавших орудие, не сказал слова. Только рекрутик пробормотал что-то вроде «Вишь ты как, в кровь!» и Антонов, нахмурившись, крякнул сердито. Но по всему заметно было, что мысль о смерти пробежала в душе каждого. Все с большей деятельностью принялись за дело. Орудие было заряжено в одно мгновение, и вожатый, принося картечь, шага надво обошел то место, на котором, продолжая стонать, лежал раненый. Глава восьмая Каждый, бывший в деле, верно испытывал то странное, хотя и нелогическое, но сильное чувство отвращения от того места, на котором был убит или ранен кто-нибудь. Этому чувству заметно поддались в первую минуту мои солдаты, когда нужно было поднять Веленчука и перенести его на подъехавшую повозку. Жданов сердито подошел к раненому, несмотря на усилившийся крик его, взял подмышки и поднял его. — Что стали? Берись! — крикнул он, и тотчас же раненого окружили человек десять, даже ненужных помощников. Но едва сдвинули его с места, как Веленчук начал кричать ужасно и рваться. — Что кричишь, как заяц? — сказал Антонов грубо, удерживая его за ногу. — А не то бросим. И раненый затих действительно, только изредка приговаривая. — Ох, смерть моя! Ох, братцы мои! Когда же его положили на повозку, он даже перестал охать, и я слышал, что он что-то говорил с товарищами. Должно быть, прощался тихим, но внятным голосом. В деле никто не любит смотреть на раненого, и я, инстинктивно торопясь удалиться от этого зрелища, приказал скорее везти его на перевязочный пункт и отошел к орудиям. Но через несколько минут мне сказали, что Веленчук зовет меня, и я подошел к повозке. Над нею, ухватясь обеими руками за края, лежал раненый. Здоровое широкое лицо его в несколько секунд совершенно изменилось. Он как будто похудел и постарел несколькими годами. Губы его были тонкие, бледны и сжаты с видимым напряжением. Торопливое и тупое выражение его взгляда заменил какой-то ясный, спокойный блеск, и на окровавленных лбу и носу уже лежали черты смерти. Несмотря на то, что малейшее движение причиняло ему нестерпимые страдания, он просил снять с левой ноги чересок с деньгами. Черес кошелек в виде пояса, который солдаты носят обыкновенно под коленом. Примечание Толстого. Ужасно тяжелое чувство произвел во мне вид его голой, белой и здоровой ноги, когда с нее сняли сапог и развязывали черес. «Тут три монеты и полтинник», — сказал он мне в то время, как я брал в руки черес. «Уж вы их сберете». Повозка была тронулась, но он остановил ее. Я поручику Сулимовскому шинель работал. Они мне две монеты дали. «На полторы я пуговиц купил, а полтина у меня в мешке с пуговицами лежит. Отдайте». «Хорошо, хорошо», — сказал я. «Выздоравливай, братец». Он не отвечал мне, повозка тронулась, и он снова начал стонать и охать самым ужасным, раздирающим душу голосом. Как будто, окончив мирские дела, он не находил больше причин удерживаться и считал теперь позволительным себе это облегчение. Глава девятая. «Ты куда? Вернись! Куда ты идешь?» — закричал я рекрутику, который, положив под мышку свой запасный пальник с какой-то палочкой в руках, прихладнокровно отправлялся за повозкой, повезшей раненого. Но рекрутик только лениво оглянулся на меня, пробормотал что-то и пошел дальше, так что я должен был послать солдат, чтобы привезти его. Он снял свою красную шапочку и, глупо улыбаясь, глядел на меня. «Куда ты шел?» — спросил я. «В лагерь». «Зачем?» «А как же?» «Веленчука-то ранили?» — сказал он, опять улыбаясь. «Так тебе-то что? Ты должен здесь оставаться». Он с удивлением посмотрел на меня, а потом хладнокровно повернулся, надел шапку и пошел к своему месту. Дело вообще было счастливым. Казаки, слышно было, сделали славную атаку и взяли три татарских тела. Пехота запаслась дровами и потеряла всего человек шесть ранеными. В артиллерии выбыли из строя всего один веленчук и две лошади. Зато вырубили леса версты на три и очистили место так, что его узнать нельзя было. Вместо прежде видневшейся сплошной опушки леса открывалась огромная поляна, покрытая дымящимися кострами и двигавшимися к лагерю кавалерии и пехотой. Несмотря на то, что неприятель не переставал преследовать нас артиллерийским и ружейным огнем до самой речки с кладбищем, к которой мы переходили утром, отступление сделано было счастливо. Уже я начинал мечтать о щах и бараньем боке с кашей, ожидавших меня в лагере, когда пришло известие, что генерал приказал построить на речке редут и оставить в нем до завтра третий батальон К-полка и взвод четырехбатарейный. Повозки с дровами и ранеными, казаки, артиллерия, пехота с ружьями и дровами на плечах, все с шумом и песнями прошли мимо нас. На всех лицах видны были одушевление и удовольствие, внушенные минувшей опасностью и надеждой на отдых. Только мы с третьим батальоном должны были ожидать этих приятных чувств еще до завтра. Глава десятая Покуда мы, артиллеристы, хлопотали около орудий, расставляли передки, ящики, разбивали коновесь, пехота уже составила ружья, разложила костры, построила из сучьев и кукурузной соломы балаганчики и варила кашицу. Начинала смеркаться. По небу ползли сине-беловатые тучи. Туман, превратившийся в мелкую сырую мглу, мочил землю и солдатские шинели. Горизонт суживался, и вся окрестность принимала мрачные тени. Сырость, которую я чувствовал сквозь сапоги, за шеей, неумолкаемое движение и говор, в которых я не принимал участия, липкая грязь, по которой раскатывались мои ноги и пустой желудок, наводили на меня самое тяжелое неприятное расположение духа после дня физической и моральной усталости. Веленчук не выходил у меня из головы. Вся простая история его солдатской жизни неотвязчиво представлялась моему воображению. Последние минуты его были так же ясны и спокойны, как и вся жизнь его. Он слишком жил честно и просто, чтобы простодушная вера его в ту будущую небесную жизнь могла поколебаться в решительную минуту. — Ваше здоровье, — сказал мне подошедший Николаев, — пожалуйте к капитану, просят чай кушать. Кое-как, пробираясь между козлами и кострами, я вслед за Николаевым пошел к Болхову, с удовольствием мечтая о стакане горячего чая и веселой беседе, которая бы разогнала мои мрачные мысли. — Что нашел? — послышался голос Болхова из кукурузного шалаша, в котором светился огонек. — Привел, Ваше благородие, — басом отвечал Николаев. В балагане на сухой бурке сидел Болхов, расстегнувшись и без попахи. Подле него кипел самовар, стоял барабан с закуской. В землю был воткнут штык со свечкой. — Каково? — с гордостью сказал он, оглядывая свое уютное хозяйство. Действительно, в балагане было так хорошо, что за чаем я совсем забыл про сырость, темноту и рану Веленчука. Мы разговаривали про Москву, про предметы, не имеющие никакого отношения с войной и Кавказом. После одной из тех минут молчания, которые прерывают иногда самые оживленные разговоры, Болхов с улыбкой посмотрел на меня. — А я думаю, вам очень странным показался наш разговор утром, — сказал он. — Нет, отчего же? Мне только показалось, что вы слишком откровенны, а есть вещи, которые мы все знаем, но которых никогда говорить не надо. — Отчего? — Нет, ежели бы была какая-нибудь возможность променять эту жизнь хоть на жизнь самую пошлую и бедную, только безопасности и службы, я бы ни минуты не задумался. — Отчего же вы не перейдете в Россию? — сказал я. — Отчего? — повторил он. — О, я давно уже об этом думал. Я не могу теперь вернуться в Россию до тех пор, пока не получу Анны и Владимира, Анны на шею и майора, как и предполагал, ехавший сюда. — Отчего же, ежели вы чувствуете себя неспособным, как вы говорите, к здешней службе? — Но когда я еще более чувствую себя неспособным к тому, чтобы вернуться в Россию тем, чем я поехал? — Это тоже одно из преданий, существующих в России, которые утвердили Пассек, Слепцов и другие, что на Кавказе стоит приехать, чтобы осыпаться наградами. И от нас все ожидают и требуют этого. А я вот два года здесь в двух экспедициях был и ничего не получил. Но все-таки у меня столько самолюбия, что я не уеду отсюда ни за что до тех пор, пока не буду майором с Владимиром и Анной на шее. Я уж втянулся до того, что меня всего коробит, когда Гнилокишкину дадут награду, а мне нет. И потом, как я покажусь на глаза в России своему старости, купцу Котельникову, которому я хлеб продаю, тетушке московской и всем этим господам после двух лет на Кавказе без всякой награды. Правда, что я этих господь знать не хочу, и верно, они тоже очень мало обо мне заботятся, но уж так устроен человек, что я их знать не хочу, а из-за них гублю лучшие года. Все счастье жизни, всю будущность свою погублю. Глава одиннадцатая В это время послышался снаружи голос батальонного командира. «С кем это вы, Николай Федорович?» Болхов назвал меня, и вслед за тем в балаган влезли три офицера — майор Кирсанов, адъютант его батальона и ротный командир Тросенко. Кирсанов был невысокий, полный мужчина с черными усиками, румяными щеками и масляными глазками. Глазки эти были самой замечательной чертой в его физиономии. Когда он смеялся, то от них оставались только две влажные звездочки, и звездочки эти вместе с натянутыми губами и вытянутой шеей принимали иногда пристранное выражение бессмысленности. Кирсанов в полку вел и держал себя лучше всякого другого. Подчиненные не бронили, а начальники уважали его, хотя общее мнение о нем было, что он очень недалек. Он знал службу, был исправен и усерден, всегда был при деньгах, имел коляску и повара и весьма натурально умел притворяться гордым. — О чем это толкуете, Николай Федорович? — сказал он, входя. — Да вот, о приятностях здешней службы. Но в это время Кирсанов заметил меня, юнкера, и потому, чтобы дать почувствовать мне свое значение, как будто не слушая ответа Болхова, и, глядя на барабан, спросил, что устали, Николай Федорович? — Нет, ведь мы, — начал было Болхов, но опять должно быть, достоинство батальонного командира требовало перебития и сделать новый вопрос. А ведь славное дело было нынче. Батальонный адъютант был молодой прапорщик, недавно произведенный из юнкеров, скромный и тихий мальчик со стыдливым и добродушно приятным лицом. Я видал его прежде у Болхова. Молодой человек часто приходил к нему, раскланивался, садился в уголок и по несколько часов молчал, делал папиросы, курил их, потом вставал, раскланивался и уходил. Это был тип бедного русского дворянского сына, выбравшего военную карьеру как одну возможную при своем образовании и ставящего выше всего в мире свое офицерское звание. Тип простодушный и милый, несмотря на смешные, неотъемлемые принадлежности, кисет, халат, гитару и щеточку для усов, с которыми мы привыкли воображать его. В полку рассказывали про него, будто он хвастался тем, что он своим денщиком справедлив, но строг, будто он говорил, «Я редко наказываю, но уж когда меня доведут до этого, то беда». И что, когда пьяный денщик обокрал его совсем и стал даже ругать своего барина, будто он привел его на гауптвахту, велел приготовить все для наказания, но при виде приготовлений до того смутился, что мог только говорить, «Ну вот видишь, ведь я могу». И, совершенно растерявшись, убежал домой и с той поры боялся смотреть в глаза своему Чернову. Товарищи не давали ему покоя, дразнили его этим, и я несколько раз слышал, как простодушный мальчик отговаривался и краснее до ушей уверял, что это неправда, а совсем напротив. Третье лицо, капитан Тросенко, был старый кавказец в полном значении этого слова, то есть человек, для которого рота, которую он командовал, сделалась семейством, крепость, где был штаб, родиной, а песенники — единственными удовольствиями жизни. Человек, для которого все, что не было Кавказ, было достойно презрения, да и почти недостойно вероятия. Все же, что было Кавказ, разделялось на две половины нашу и не нашу. Первую он любил, вторую ненавидел всеми силами своей души. И, главное, он был человек закаленной, спокойной храбрости, редкой доброты в отношении к своим товарищам и подчиненным, и отчаянной прямоты и даже дерзости в отношении к ненавистным для него почему-то адъютантам и бонжурам. Входя в балаган, он чуть не пробил головой крыши, потом вдруг опустился и сел на землю. — Ну что? — сказал он, и вдруг, заметив мое незнакомое для него лицо, остановился, вперил в меня мутный пристальный взгляд. — Так о чем это вы беседовали? — спросил майор, вынимая часы и глядя на них, хотя я твердо уверен, ему совсем не нужно было делать этого. — Да вот, спрашивал меня, зачем я служу здесь. — Разумеется, Николай Федорович хочет здесь отличиться и потом восвояси. — Ну а вы скажите, Абрам Ильич, зачем вы служите на Кавказе? — Я потому, знаете, что, во-первых, мы все обязаны по своему долгу служить. — Что? — прибавил он, хотя все молчали. — Вчера я получил письмо из России, Николай Федорович, — продолжал он, видимо, желая переменить разговор. Мне пишут, что такие вопросы странные делают. — Какие же вопросы? — спросил Болхов. Он засмеялся. — Право, странные вопросы. Мне пишут, что может ли быть ревность без любви. — Что? — спросил он, оглядываясь на всех нас. — Вот как? — сказал, улыбаясь Болхов. — Да, знаете, в России хорошо, — продолжал он, как будто фразы его весьма натурально вытекали одна из другой. — Когда я в пятьдесят втором году был в Тамбове, то меня принимали везде как флигель-адъютанта какого-нибудь. Поверите ли, на балу губернатора, как я вошел, так, знаете, очень хорошо принимали. — Сама губернаторша, знаете, со мной разговаривала и спрашивала про Кавказ, и все так, что я не знал. Мою золотую шашку смотрят, как редкость какую-нибудь, спрашивают, за что шашку получил, за что Анну, за что Владимира, и я им так рассказывал. — Что? — Вот этим-то Кавказ хорош, Николай Федорович, продолжал он, не дожидаясь ответа. — Там смотрит на нашего брата кавказца очень хорошо. — Молодой человек, знаете, штаб-офицер с Анной и Владимиром это много значит в России. Что? — Вы прихвастнули такие, я думаю, Абрам Ильич, сказал Болхов. И засмеялся он своим глупым смехом. Знаете, это нужно. Да и поел я славно эти два месяца. — А что, хорошо там, в России-то, сказал Тросенко, спрашивая про Россию, как про какой-то Китай или Японию? — Да-с, уж что мы там шампанского выпили в два месяца, так это страх. — Да что вы! Вы, верно, лимонад пили. Вот я так уж бы треснул там, что знали бы, как кавказцы пьют. Недаром бы слава прошла, я бы показал, как пьют. А Болхов прибавил он. — Да ведь ты, дядя, уж за десять лет на Кавказе, сказал Болхов, «А помнишь, что Ермолов сказал?» — А Абрам Ильич только шесть. — Какой десять? Скоро шестнадцать. — Вели же Болхов шалфею дать сыром. — Бррр, а? — прибавил он, улыбаясь. — Выпьем, майор? — Но майор был недоволен, и первым обращением к нему старого капитана теперь же, видимо, съежился и искал убежище в собственном величии. Он запел что-то и снова посмотрел на часы. — Вот я так уж никогда туда не поеду, продолжал Тростенко, не обращая внимания на насупившегося майора. Я и ходить, и говорить-то по-русскому отвык. Скажут, что за чудо такая приехала? — Сказано Азия. — Так, Николай Федорович? — Да и что мне в России? Все равно тут когда-нибудь подстрелят. — Спросят, где Тростенко? — Подстрелили. — Что вы тогда с восьмой роты сделаете, а? — прибавил он, обращаясь постоянно к майору. — Послать дежурного по батальону, — укрикнул Кирсанов, не отвечая капитану, хотя я опять уверен был, ему не нужно было отдавать никаких приказаний. — А вы, я думаю, теперь рады, молодой человек, что на двойном окладе, сказал майор после нескольких минут молчания батальонному адъютанту. — Как же с... — Очень с... — Я нахожу, что наше жалование теперь очень большое, Николай Федорович, продолжал он. — Молодому человеку можно жить весьма прилично и даже позволить себе роскошь маленькую. — Нет, право, Абрам Ильич, — робко сказал адъютант, — хоть оно и двойное, а только что так, ведь лошадь надо иметь. — Что вы мне говорите, молодой человек, я сам прапорщиком был и знаю, поверьте, с порядком жить очень можно. — Да вот вам сочтите, — прибавил он, загибая мизинец с левой руки. — Все вперед, жалование забираем, вот вам и счет, — сказал Тросенко, выпивая рюмку водки. — Ну да ведь... На это... Что же вы хотите? Что? В это время в отверстие Благанов сунулась белая голова со сплюснутым носом, и резкий голос с немецким выговором сказал, — Вы здесь, Абрам Ильич, а дежурный ищет вас. — Заходите, Крафт, — сказал Болхов. Длинная фигура в сюртуке генерального штаба пролезла в двери и с особенным азартом принялась пожимать всем руки. — А, милый капитан, и вы тут, — сказал он, обращаясь к Тросенке. Новый гость, несмотря на темноту, пролез до него и к чрезвычайному, как мне показалось, удивлению и неудовольствию капитана поцеловал его в губы. — Это немец, который хочет быть хорошим товарищем, — подумал я. Глава двенадцатая Предположение мое тотчас же подтвердилось. Капитан Крафт попросил водки, назвав ее «горилкой» и ужасно крякнул и закинул голову, выпивая рюмку. — Что, господа, поколесовали мы нынче по равнинам Чечни, начал было он, но, увидав дежурного офицера, тотчас замолчал, предоставив майору отдавать свои приказания. — Что, вы обошли цепь? — Обошелся. — А секреты высланы? — Выслано-с. — Так вы передайте приказания ротным командирам, чтобы были как можно осторожнее. — Слушаюсь. — Майор прищурил глаза и глубокомысленно задумался. — Да скажите, что люди могут теперь варить кашу. — Они уж варят. — Хорошо. Можете идти-с. — Ну-с, так вот мы считали, что нужно офицеру, продолжал майор со снисходительной улыбкой, обращаясь к нам. — Давайте считать. Нужно вам один мундир и брюки. Такс? Такс. Это, положим, пятьдесят рублей на два года. Стало быть, в год двадцать пять рублей на одежду. Потом на еду каждый день по два, а база... Такс? Такс. Это даже много. Ну, да я кладу. Ну, на лошадь с седлом для ремонта тридцать рублей. Вот и все. Выходит всего двадцать пять до сто двадцать до тридцать сто семьдесят пять. Все вам остается еще на роскошь на чай и на сахар, на табак рублей двадцать. Извольте видеть. Правда, Николай Федорович? — Нет. Позвольте, Абрам Ильич, робко сказал адъютант, ничего с на чай и сахар не останется. Вы кладете одну пару на два года, а тут по походам панталон не наготовишься, а сапоги. Я ведь почти каждый месяц пару истреплюсь. Потом белье, рубашки, полотенца, подвертки. Все ведь это нужно купить, а как сочтешь, ничего не останется. Это ей-богу, Абрам Ильич. — Да подвертки прекрасно носить, сказал друг Крафт после минутного молчания с особенной любовью, произнося слово «подвертки». Знаете, просто по-русски. — Я вам скажу, — заметил Тросенко, — как ни считай, все выходит, что нашему брату зубы на полку класть приходится, а на деле выходит, что все живем, и чай пьем, и табак курим, и водку пьем. — Послужишь с мое, — продолжал он, обращаясь к прапорщику, — тоже выучишься жить. Ведь знаете, господа, как он с денщиками обращается. И Тросенко, помирая с осмеху, рассказал нам всю историю прапорщика с своим денщиком, хотя мы все ее тысячу раз слышали. — Да ты что, брат, таким разаном смотришь, продолжал он, обращаясь к прапорщику, который краснел, потел и улыбался, так что жалко было смотреть на него. — Ничего, брат, и я такой же был, как ты, а теперь, видишь, молодец стал. Пусти-ка сюда какого молодчика из России, видали мы их, так у него тут и спазмы, и ревматизмы какие-то сделались бы. А я вот сел тут, мне здесь и дом, и постель, и все, видишь? При этом он выпил еще рюмку водки. — А? — прибавил он, пристально глядя в глаза Крафту. — Вот это я уважаю, это истинно старый кавказец, позвольте вашу руку. И Крафт растолкал всех нас, продрался к тросенке и, схватив его руку, потряс ее с особенным чувством. — Да, мы можем сказать, что испытали здесь всего, — продолжал он, — в сорок пятом году, ведь вы и сволили быть там, капитан. Помните? Ночь с двенадцатого на тринадцатая, когда поколенки в крези ночевали, а на другой день пошли на завалы. Я тогда был при главнокомандующем, и мы пятнадцать завалов взяли в один день. Помните, капитан? Тросенко сделал головой знак согласия и, выдвинув вперед нижнюю губу, зажмурился. — И сволите, — видеть начал Крафт, чрезвычайно одушевленно делая руками неуместные жесты и обращаясь к майору. Но майор, должно быть, неоднократно слышавший уже этот рассказ, вдруг сделал такие мутные, тупые глаза, глядя на своего собеседника, что Крафт отвернулся от него и обратился ко мне и Болхову, попеременно глядя то на одного, то на другого. На Тросенко же он ни разу не взглянул во время всего своего рассказа. — Вот, изволите видеть, как вышли мы утром, главнокомандующий говорит мне, — Крафт, возьми эти совалы. Знаете, наша военная служба без рассуждений, руку к козырьку. Слушаю ваше сиятельство и пошел. Только как мы подошли к первому совалу, я опернулся и говорю солдатам, — Ребята, не ропеть, в оба смотреть, кто отстанет, своей рукой и срублю. С русским солдатом, знаете, надо просто, только вдруг граната. Я смотрю, один солдат, другой солдат, третий солдат, потом пули, вжинь, вжинь, вжинь. Я говорю, — Вперед, ребята, со мной. Только мы подошли, знаете, смотрим, я вижу тут, как это, знаете, как это называется, и рассказчик замахал руками, отыскивая слово. — Обрыв, — подсказал Болхов. — Нет, ах, как это, боже мой, ну как это, — обрыв, сказал он скорым, только ружья наперевес, ура, та-та-та-та-та, ни приятеля, ни души, знаете, все удивились. Только хорошо, идем мы дальше. Второй завал. — Это совсем другое дело. У нас уж ретевое сокипело, знаете, только подошли, мы смотрим, я вижу, второй завал, нельзя идти. Тут как это, ну, как насыпается этакая, ах, как это, опять обрыв, подсказал я, совсем нет, продолжал он сердцем, не обрыв, а, ну, вот, как это насыпается, и он сделал рукой какой-то нелепый жесть, ах, Боже мой, как это, он, видимо, так мучился, что невольно хотелось подсказать ему. — Река, может, сказал Болхов, нет, просто обрыв, только мы туда, тут, поверите ли, такой огонь, ад. В это время за балаганом кто-то спросил меня, это был Максимов, а так как за прослушанием разнообразной истории двух завалов мне оставалось еще тринадцать, я рад был придраться к этому случаю, чтобы пойти к своему взводу. Тросенко вышел вместе со мной. «Все врет», сказал он мне, когда мы на несколько шагов отошли от балагана, его и не было вовсе на завалах. И Тросенко так добродушно расхохотался, что и мне смешно стало. Глава тринадцатая «Уже была темная ночь, и только костры тускло освещали лагерь, когда я, окончив уборку, подошел к своим солдатам. Большой пень тлея лежал на углях. Вокруг него сидели только трое. Антонов, поворачивавший в огне котелок, в котором варился рябко, солдатское кушанье, моченые сухари с салом, примечание Толстого, Жданов, хворостинкой задумчиво разгребавший золу, и Чикин с своей вечно нераскуренной трубочкой. Остальные уже расположились на отдых, кто под ящиками, кто в сене, кто около костров. При слабом свете углей я различал знакомые мне спины, ноги, головы, в числе последних был и рекрутик, который, придвинувшись к самому огню, казалось, спал уже. Антонов дал мне место. Я сел подле него и закурил папиросу. Запах тумана и дыма от сырых дров, распространяясь по всему воздуху, ел глаза, и та же сырая мгла осыпалась с мрачного неба. Подле нас слышались мерное храпенье, треск сучьев в огне, легкий говор и изредка брецание ружей пехоты. Везде кругом пылали костры, освещая в небольшом круге вокруг себя черные тени солдат. Около ближайших костров я различал на освещенных местах фигуры голых солдат, над самым пламенем, махающих своими рубахами. Еще много людей не спало, двигалось и говорило на пространстве пятнадцати квадратных сожжен. Но мрачная глухая ночь давала свой особенный таинственный тон всему этому движению, как будто каждый чувствовал эту мрачную тишину и боялся нарушить ее спокойную гармонию. Когда я заговорил, я почувствовал, что мой голос звучит иначе. На лицах всех солдат, сидевших около огня, я читал тоже настроение. Я думал, что до моего прихода они говорили о раненом товарище, но ничуть не бывало. Чикин рассказывал про приемку вещей в Тифлисе и про тамошних школьников. Я всегда и везде, особенно на Кавказе, замечал особенный такт у нашего солдата во время опасности умалчивать и обходить те вещи, которые могли бы невыгодно действовать на дух товарищей. Дух русского солдата не основан так, как храбрость южных народов, на скоро воспламеняемом и остывающем энтузиазме. Его также трудно разжечь, как и заставить упасть духом. Для него не нужны эффекты, речи, воинственные крики, песни и барабаны. Для него нужны, напротив, спокойствие, порядок и отсутствие всего натянутого. В русском, настоящем русском солдате никогда не заметите хвостовства, ухарства, желание отуманиться, разгорячиться во время опасности. Напротив, скромность, простота и способность видеть в опасности совсем другое, чем опасность, составляют отличительные черты его характера. Я видел солдата, раненого в ногу, в первую минуту, жалевшего только о пробитом новом полушубке, ездового, вылезающего из-под убитой под ним лошади и расстегивающего подпругу, чтобы снять седло. Кто не помнит случая при осаде Гергебиля, когда в лаборатории загорелась трубка начиненной бомбы, и фейерверкер двум солдатам велел взять бомбу и бежать бросить ее в обрыв, и как солдаты не бросили ее в ближайшем месте около палатки полковника, стоявшей над обрывом, а понесли дальше, чтобы не разбудить господ, которые почивали в палатке, и оба были разорваны на части. Помню я еще в отряде 1852 года один из молодых солдат к чему-то сказал во время дела, что уж кажется взводу не выйти отсюда, и как весь взвод со злобой напустился на него за такие дурные слова, которые они повторять не хотели. Вот теперь, когда у каждого в душе должна была быть мысль о Веленчуке, и когда всякую секунду мог быть по нас залп подкравшихся татар, все слушали бойкий рассказ Чикина, и никто не упоминал ни о нынешнем деле, ни о предстоящей опасности, ни о раненом, как будто это было бог знает, как давно, или вовсе никогда не было. Но мне показалось только, что лица их были несколько пасмурнее обыкновенного. Они не слишком внимательно слушали рассказ Чикина, и даже Чикин чувствовал, что его не слушают, но говорил уж так себе. К остру подошел Максимов и сел подле меня. Чикин дал ему место, замолчал и снова начал сосать свою трубочку. Пехотные в лагерь с заводкой посылали, сказал Максимов после довольно долгого молчания. Сейчас воротились. Он плюнул в огонь. Унтер-офицер сказывал нашего видали. Что жив еще, спросил Антонов, поворачивая котелок. Нет, помер. Рекрутик вдруг поднял над огнем свою маленькую голову в красной шапочке, с минуты пристально посмотрел на Максимова и на меня, потом быстро опустил ее и закутался шинелью. Вишь, смерть-то недаром к нему поутру приходила, как я будил его в парке, сказал Антонов. Пустое, сказал Жданов, поворачивая тлеющий пень, и все замолчали. Среди общей тишины сзади нас послышался выстрел в лагере. Барабанщики у нас приняли его и заиграли зорю. Когда затихла последняя дробь, Жданов первый встал и снял шапку. Мы все последовали его примеру. Так-то у нас в сорок пятом году солдатик один в это мест контужен был, сказал Антонов, когда мы надели шапки и сели опять около огня. Так мы его два дня на орудии возили. Помнишь, Шевченку, Жданов? Да так и оставили там под деревом. В это время пехотный солдат с огромными бакенбардами и усами, с ружьем и сумкой подошел к нашему костру. Позвольте землячке огоньку закурить трубочку, сказал он. Что ж, закуривайте, огню достаточно, заметил Чикин. Это верно, про дороги, земляк, сказываете, обратился пехотный к Антонову. Про сорок пятый год, про дороги, ответил Антонов. Пехотный покачал головой, зажмурился и присел около нас на корточке. Да уж было там всего, заметил он. От чего ж бросили, спросил я Антонова. От живота крепко мучился, как стоим бывало ничего, а как тронемся, то криком кричит, богом просил, что поставили, да все жалко было. Ну, а как он стал нас уж крепко донимать, трех людей у нас убил в орудии, офицера убил, да и от батареи своей отбились, мы как-то беда, совсем не думали орудие увезти, грязь же была. Пуще всего, что под Индейской горой грязно было, заметил какой-то солдат. Да, вот там-то ему пусть хуже стало. Подумали мы с Аношенкой, старый фейерверкин был, что ж в самом деле живому ему не быть, а богом просит оставим, мол, его здесь. Так порешили. Древо росло там ветлеватая такая, взяли мы сухариков моченых ему положили, у Жданова были, прислонили его к древу к этому, надели на него рубаху чистую, простились как следует, да так и оставили. И важный солдат был. Ничего солдат был, заметил Жданов. И что с ним сталось, бог его знает, продолжал Антонов, много там всякого нашего брата осталось. В дорогах-то, сказал пехотный, вставая и расковыривая трубку, и снова зажмурившись и покачивая головой, уж было там всего, и он отошел от нас. А что, много еще у нас в батарее солдат, которые в дорго были, спросил я. Да что, вот Жданов, я, пацан, что в отпуску теперь? Да еще человек шесть есть, больше не будет. А что, пацан-то наш, загулял в отпуску, сказал Чикин, спуская ноги, укладываясь головой на бревно, почитай год скоро, что его нет. А что, ты ходил в годовой? спросил я у Жданова. Нет, не ходил, отвечал он неохотно. Ведь хорошо идти, сказал Антонов, от богатого дома, Али, когда сам в силах работать, так и идти лестно, и тебе дома рады будут. А то, что идти, когда от двух братьев, продолжал Жданов, самим только бы прокормиться, а не нашего брата-солдата кормить. Подмога плохая, как уж двадцать пять лет прослужил, да и живо ли кто знает. А разве ты не писал? спросил я. Как не писать? Два письма послал, да все в ответ не присылают, али померли, али так не посылают, что значит сами в бедности живут, так где тут? А давно ты писал? Пришедший с Доргов писал последнее письмо. Да ты березушку спел бы, сказал Жданов Антонову, который в это время, облокотясь на колени, мурлыкал какую-то песню. Антонов запел березушку. Это что не на есть самая любимая песня, дяденьки Жданова, сказал мне шептом Чикин, дернув меня за шинель. Другой раз, как заиграет ее Филипп Антонович, так он ажно плачет. Жданов сидел сначала совершенно неподвижно, с глазами устремленными натлевшие уголья, и лицо его, освещенное красноватым светом, казалось чрезвычайно мрачным. Потом скулы его под ушами стали двигаться все быстрее и быстрее, и, наконец, он встал, и, разославши нель, лег в тени сзади костра. Или он ворочался и кряхтел, укладываясь спать, или же смерть Велинчука и эта печальная погода так настроили меня, но мне действительно показалось, что он плачет. Низ пня, превратившийся в уголь, изредка вспыхивая, освещал фигуру Антонова с его седыми усами, красной рожей и орденами на накинутой шинели, чьи-нибудь сапоги, голову или спину. Сверху сыпалась та же печальная мгла. В воздухе слышался тот же запах сырости и дыма, вокруг видны были те же светлые точки потухавших костров, и слышны были среди общей тишины звуки заунывной песни Антонова, а когда она замолкала на мгновение, звуки слабого ночного движения лагеря, храпения, брецания ружей часовых и тихого говора вторили ей. Вторая смена «Макатюка Жданов!» крикнул Максимов. Антонов перестал петь, Жданов встал, вздохнул, перешагнул через бревно и побрел к орудиям. 15 июня 1855 года Севастополь в декабре месяце Утренняя заря только что начинает окрашивать небосклон над Сапун горою. Темно-синяя поверхность моря сбросила с себя уже сумрак ночи и ждет первого луча, чтобы заиграть веселым блеском. С бухты несет холодом и туманом. Снега нет, все черно, но утренний резкий мороз хватает за лицо и трещит под ногами. И далекий неумолкаемый гул моря, изредка прерываемый раскатистыми выстрелами в Севастополе, один нарушает тишину утра. На кораблях глухо бьет восьмая склянка. На Северной денная деятельность понемногу начинает заменять спокойствие ночи, где прошла смена часовых, побрякивая ружьями, где доктор уже спешит к госпиталю, где солдатик вылез из землянки, моет оледенелой водой загорелое лицо и, обратясь на зардевшийся восток, быстро крестясь, молится Богу, где высокая тяжелая маджара на верблюдах со скрипом протащилась на кладбище, хоронить окровавленных покойников, которыми она чуть не доверху наложена. Вы подходите к пристани, особенный запах каменного угля, навоза, сырости и говядины поражает вас. Тысячи разнородных предметов, дрова, мясо, туры, мука, железо и тому подобное кучей лежат около пристани. Солдаты разных полков с мешками и ружьями, без мешков и без ружей, толпятся тут, курят, бронятся, перетаскивают тяжести на пароход, который, дымясь, стоит около помоста. Вольные ялики, наполненные всякого рода народом, солдатами, моряками, купцами, женщинами, причаливают и отчаливают от пристани. На графскую, ваш благородие, пожалуйте, предлагают вам свои услуги два или три отставных матроса, вставая из яликов. Вы выбираете тот, который к вам поближе, шагаете через пол сгнивший труп, какой-то гнедой лошади, которая тут в грязи лежит около лодки, и проходите к рулю. Вы отчалили от берега. Кругом вас блестящее уже на утреннем солнце море, впереди старый матрос в верблюжьем пальто и молодой белоголовый мальчик, которые молча усердно работают веслами. Вы смотрите и на полосатые громады кораблей, близко и далеко рассыпанных по бухте, и на черные небольшие точки шлюпок, движущихся по блестящей лазури, и на красивые светлые строения города, окрашенные розовыми лучами утреннего солнца, виднеющиеся на той стороне, и на пенящуюся белую линию бона и затопленных кораблей, от которых кое-где грустно торчат черные концы мачт, и на далекий неприятельский флот, маячащий на хрустальном горизонте моря, и на пенящиеся струи, в которых прыгают соляные пузырьки, поднимаемые веслами. Вы слушаете равномерные звуки ударов весел, звуки голосов по воде, долетающих до вас, и величественные звуки стрельбы, которая, как вам кажется, усиливается в Севастополе. Не может быть, чтобы при мысли, что и вы в Севастополе, не проникли в душу вашу чувство какого-то мужества, гордости, и чтоб кровь не стала быстрее обращаться в ваших жилах. Ваше благородие, прямо под кистентина держите, скажет вам старик матрос, обратясь назад, чтобы поверить направление, которое вы даете лодке, вправо руля, Кистентин, корабль Константин, примечание Толстого. А на нем пушки-то еще все, заметит беловолосый парень, проходя мимо корабля и разглядывая его. А то как же, он новый, на нем Корнилов жил, заметит старик, тоже взглядывая на корабль. Вишь ты, где разорвало, скажет мальчик после долгого умолчания, взглядывая на белое облачко расходящегося дыма, вдруг появившегося высоко над южной бухтой и сопровождаемого резким звуком разрыва бомбы. Это он с новой батареей нынче палит, прибавит старик, равнодушно поплевывая на руку. Ну, навались, Мишка, баркас перегоним, и ваш ялик быстрее подвигается вперед по широкой зыбе бухты, действительно перегоняет тяжелый баркас, на котором навалены какие-то кули, и неровно гребут неловкие солдаты, и пристает между множеством причальных всякого рода лодок к графской пристани. На набережной шумно шевелятся толпы серых солдат, черных матросов и пестрых женщин. Бабы продают булки, русские мужики с самоварами кричат «Сбитень горячий!» и тут же на первых ступенях валяются заржавевшие ядра, бомбы, кортечи и чугунные пушки разных калибров. Немного далее большая площадь, на которой валяются какие-то огромные брусья, пушечные станки, спящие солдаты, стоят лошади, повозки, зеленые орудия, ящики, пехотные козлы, двигаются солдаты, матросы, офицеры, женщины, дети, купцы, ездят телеги с сеном, с кулями и с бочками, кое-где проедут казак и офицер верхом, генерал на дрожках. Направо улица загорожена баррикадой, на которой в амбразурах стоят какие-то маленькие пушки, и около них сидит матрос, покуривая трубочку. Налево красивый дом с римскими цифрами на фронтоне, под которым стоят солдаты и окровавленные носилки. Везде вы видите неприятные следы военного лагеря. Первое впечатление ваше непременно самое неприятное. Странное смешение лагерной и городской жизни, красивого города и грязного бивуака не только некрасиво, но кажется отвратительным беспорядком. Вам даже покажется, что все перепуганы, суетятся, не знают, что делать. Но вглядитесь ближе в лица этих людей, движущихся вокруг вас, и вы поймете совсем другое. Посмотрите хоть на этого фурштадского солдатика, который ведет поить какую-то гнидую тройку и так спокойно мурлыкает себе что-то под нос, что, очевидно, он не заблудится в этой разнородной толпе, которая для него и не существует, но что он исполняет свое дело, какое бы оно ни было, поить лошадей или таскать орудие, так же спокойно и самоуверенно и равнодушно, как бы все это происходило где-нибудь в Туле или в Саранске. То же выражение читаете вы и на лице этого офицера, который в безукоризно белых перчатках проходит мимо, и в лице матроса, который курит, сидя на баррикаде, и в лице рабочих солдат с носилками дожидающихся и в лице этой девицы, которая, боясь замочить свое розовое платье, по камешкам перепрыгивает через улицу. Да, вам непременно предстоит разочарование, ежели вы в первый раз въезжаете в Севастополь. Напрасно вы будете искать хоть на одном лице следов суетливости, растерянности или даже энтузиазма, готовности к смерти, решимости, ничего этого нет. Вы видите будничных людей, спокойно занятых будничным делом, так что, может быть, вы упрекнете себя в излишней восторженности. Усомнитесь немного в справедливости понятия о геройстве защитников Севастополя, которое составилось в вас по рассказам, описаниям и вида, и звуков с северной стороны. Но прежде чем сомневаться, сходите на бастионы, посмотрите защитников Севастополя на самом месте защиты, или лучше зайдите прямо напротив в этот дом, бывший прежде Севастопольским собранием, и на крыльце которого стоят солдаты с носилками. Вы увидите там защитников Севастополя, увидите там ужасные и грустные, великие и забавные, но изумительные, возвышающие душу зрелища. Вы входите в большую залу собрания. Только что вы отворили дверь, вид и запах сорока или пятидесяти ампутационных и самых тяжело раненых больных, одних на койках, большей частью на полу, вдруг поражает вас. Не верьте чувству, которое удерживает вас на пороге залы. Это дурное чувство. Идите вперед, не стыдитесь того, что вы как будто пришли смотреть на страдальцев, не стыдитесь подойти и поговорить с ними. Несчастные любят видеть человеческое сочувствующее лицо, любят рассказать про свои страдания и услышать слова любви и участия. Вы проходите посредине постелей и ищете лицо менее строго и страдающее, к которому вы решитесь подойти, чтобы побеседовать. «Ты куда ранен?» спрашиваете вы нерешительно и робко у одного старого исхудалого солдата, который, сидя на койке, следит за вами добродушным взглядом и как будто приглашает подойти к себе. я говорю робко спрашиваете, потому что страдания, кроме глубокого сочувствия, внушают почему-то страх оскорбить и высокое уважение к тому, кто перенесет их. «В ногу», отвечает солдат, «но в это самое время вы сами замечаете по складкам одеяла, что у него ноги нет выше колена». «Слава Богу, теперь прибавляет он, на выписку хочу». «А давно ты уже ранен?» «Да вот шестая неделя пошла, ваше благородие». «Что же, болит у тебя теперь?» «Нет, теперь не болит, ничего, только как будто в икре ноет, когда непогода, а то ничего». «Как же ты это был ранен?» «На пятом бастионе, ваше благородие, как первая бондировка была, навел пушку, стал отходить эдким манером к другой амбразуре, как он ударит меня по ноге, ровно как в яму оступился, глядь, а ноги нет». «Неужели больно не было в эту первую минуту?» «Ничего, только как горячим, чем меня пхнули в ногу?» «Ну, а потом?» «И потом ничего, только как кожу натягивать стали, так ссаднило, как будто». «Оно первое дело, ваше благородие, не думать много, как не думаешь, оно тебе и ничего, все больше от того, что думает человек». «В это время к вам подходит женщина в сереньком полосатом платье, повязанное черным платком. Она вмешивается в ваш разговор с матросом и начинает рассказывать про него, про его страдания, про его отчаянное положение, в котором он был четыре недели, про то, как бывший ранен остановил носилки с тем, чтобы посмотреть на залп нашей батареи, как великие князья говорили с ним и пожаловали ему двадцать пять рублей, и как он сказал им, что он опять хочет на бастион с тем, чтобы учить молодых, ежели уже сам работать не может». Говоря все это одним духом, женщина это смотрит то на вас, то на матроса, который, отвернувшись и как будто не слушая ее, щиплет у себя на подушке корпию, и глаза ее блестят каким-то особенным восторгом. «Это хозяйка моя, ваш благородие», замечает вам матрос с таким выражением, как будто говорит, уж вы ее извините, известно бабье дело глупые слова говорить. Вы начинаете понимать защитников Севастополя. Вам становится почему-то совестно за самого себя перед этим человеком. Вам хотелось бы сказать ему слишком много, чтобы выразить ему свое сочувствие и удивление, но вы не находите слов или недовольны теми, которые приходят вам в голову, и вы молча склоняетесь перед этим молчаливым, бессознательным величием и твердостью духа, этой стыдливостью перед собственным достоинством. «Ну, дай Бог тебе поскорее поправиться», говорите вы ему, и останавливаетесь перед другим больным, который лежит на полу и, как кажется, в нестерпимых страданиях ожидает смерти. Это белокурый с пухлым и бледным лицом человек. Он лежит навзничь, закинув назад левую руку в положении, выражающем жестокое страдание. Сухой открытый рот с трудом выпускает хрипящее дыхание. Глубые оловянные глаза закачаны кверху, и из подзбившегося одеяла высунут остаток правой руки, обвернутый бинтами. Тяжелый запах мертвого тела сильнее поражает вас, и пожирающий внутренний жар, проникающий все члены страдальца, проникает как будто и в вас. «Что, он без памяти?» спрашиваете вы у женщины, которая идет за вами, и ласково, как на родного, смотрит на вас. «Нет, еще слышит...» «Да уж очень плохо», прибавляет она шепотом, «я его нынче чаем поила. Что ж, хоть и чужой, все надо жалость иметь, так уж не пил почти». «Как ты себя чувствуешь?» спрашиваете вы его. Раненый поворачивает зрачки на ваш голос, но не видит и не понимает вас. у сердца греть. Немного далее вы видите старого солдата, который переменяет белье. Лицо и тело его какого-то коричневого цвета и худы, как скелет. Руки у него совсем нет, она вылущена в плече. Он сидит бодро, он поправился. Но по мертвому тусклому взгляду, по ужасной худобе и морщинам лица вы видите, что это существо, уже выстрадавшее лучшую часть своей жизни. С другой стороны, вы увидите на койке страдальческое, бледное и нежное лицо женщины, на котором играет во всю щеку горячечный румянец. Это нашу матроску пятого числа в ногу задело бомбой, скажет вам ваша путеводительница. Она мужу на бастион обедать носила. Что ж, отрезали? Выше колено отрезали. Теперь, ежели нервы ваши крепкие, пройдите в дверь налево. В этой комнате делают перевязки и операции. Вы увидите там докторов с окровавленными по локте руками и бледными, угрюмыми физиономиями, занятых около койки, на которой с открытыми глазами и говоря, как в бреду, бессмысленные, иногда простые и трогательные слова, лежит раненый под влиянием хлороформа. Доктора заняты отвратительным, но благодетельным делом ампутацией. Вы увидите, как острый кривой нож входит в белое, здоровое тело, увидите, как с ужасным, раздирающим криком и проклятиями раненый вдруг приходит в чувство, увидите, как фельдшер бросит в угол отрезанную руку, увидите, как на носилках лежит в той же комнате другой раненый и, глядя на операцию товарища, корчится и стонет не столько от физической боли, сколько от моральных страданий и ожиданий. Увидите ужасное, потрясающее душу зрелище, увидите войну не в правильном, красивом и блестящем строе с музыкой и барабанным боем, с развивающимися знаменами и горцующими генералами, а увидите войну в настоящем ее выражении в крови, в страданиях, в смерти. Выходя из этого дома страданий, вы непременно испытаете отрадное чувство, полнее вдохнете в себя свежий воздух, почувствуете удовольствие в сознании своего здоровья, но вместе с тем в созерцании этих страданий почерпнете сознание своего ничтожества и спокойно, без нерешимости, пойдете на бастионы. Что значит смерть и страдания такого ничтожного червяка, как я, в сравнении с столькими смертями и столькими страданиями. Но вид чистого неба, блестящего солнца, красивого города, отворенной церкви и движущегося по разным направлениям военного люда, скоро приведет ваш дух в нормальное состояние легкомыслия, маленьких забот и увлечения одним настоящим. Навстречу попадутся вам, может быть, из церкви похороны какого-нибудь офицера с розовым гробом и музыкой и развивающимися хоругвями. До слуха вашего долетят, может быть, звуки стрельбы с бастионов, но это не наведет вас на прежние мысли. Похороны покажутся вам весьма красивым воинственным зрелищем, звуки весьма красивыми воинственными звуками, и вы не соедините ни с этим зрелищем, ни с этими звуками мысли ясные, перенесенные на себя о страданиях и смерти, как вы это сделали на перевязочном пункте. Пройдя церковь и баррикаду, вы войдете в самую оживленную внутреннюю жизнью часть города. С обеих сторон вывески лавок, трактиров, купцы, женщины в шляпках и платочках, щеглеватые офицеры — все говорит вам о твердости духа, самоуверенности, безопасности жителей. Зайдите в трактир направо, если вы хотите послушать толки моряков и офицеров. Там уж верно идут рассказы про нынешнюю ночь, про фейнку, про дело двадцать четвертого, про то, как дорого и нехорошо подают котлетки, и про то, как убит тот-то и тот-то товарищ. — Черт возьми, как нынче у нас плохо, — говорит басом белобрысенький безусый морской офицерик в зеленом вязаном шарфе. — Где у нас? — спрашивает его другой. — На четвертом бастионе, отвечает молоденький офицер, и вы непременно с большим вниманием и даже некоторым уважением посмотрите на белобрысенького офицера при словах «на четвертом бастионе». Его слишком большая развязность, размахивание руками, громкий смех и голос, казавшиеся вам нахальством, покажутся вам тем особенным бритерским настроением духа, которое приобретают иные очень молодые люди после опасности. Но все-таки вы подумаете, что он станет вам рассказывать, как плохо на четвертом бастионе от бомб и пуль ничуть не бывало. Плохо от того, что грязно. «Пройти на батарею нельзя», скажет он, показывая на сапоги выше икр, покрытые грязью. «А у меня нынче лучшего комендора убили, прямо в лоб влепило», скажет другой. «Кого это? Митюхина? Нет, да что, дадут ли мне телятины? Вот каналье прибавит он к трактирному слуге. Не Митюхина, а Бросимова. Молодец такой, в шести вылазках был». На другом углу стола, за тарелками котлет с горошком и бутылкой кислого крымского вина, называемого Бордо, сидят два пехотных офицера, один молодой с красным воротником и с двумя звездочками на шинели рассказывает другому старому с черным воротником и без звездочек про альминское дело. Первый уже немного выпил и по остановкам, которые бывают в его рассказе, по нерешительному взгляду, выражающему сомнение в том, что ему верят, и главное, что слишком велика роль, которую он играл во всем этом, и слишком все страшно, заметно, что он сильно отклоняется от строгого повествования истины, но вам не до этих рассказов, которые вы долго еще будете слушать во всех углах России. Вы хотите скорее идти на бастионы, именно на четвертый, про который вам так много и так различно рассказывали. Когда кто-нибудь говорит, что он был на четвертом бастионе, он говорит это с особенным удовольствием и гордостью. Когда кто говорит «Я иду на четвертый бастион», непременно заметны в нем маленькое волнение или слишком большое равнодушие. Когда хотят подшутить над кем-нибудь, говорят «Тебя бы поставить на четвертый бастион». Когда встречают носилки и спрашивают «Откуда», большую частью отвечают «С четвертого бастиона». Вообще же существуют два совершенно различные мнения про этот страшный бастион. Тех, которые никогда на нем не были и которые убеждены, что четвертый бастион есть верная могила для каждого, кто пойдет на него, и тех, которые живут на нем, как белобрысенький мичман, и которые, говоря про четвертый бастион, скажут вам сухо или грязно там, тепло или холодно в землянке и так далее. В полчаса, которые вы провели в трактире, погода успела перемениться. Туман, растилавшийся по морю, собрался в серые, скучные, сырые тучи и закрыл солнце. Какая-то печальная изморозь сыплется сверху и мочит крыши, тротуары и солдатские шинели. Пройдя еще одну баррикаду, вы выходите из дверей направо и поднимаетесь вверх по большой улице. За этой баррикадой дома по обеим сторонам улицы необитаемы. Вывесок нет, двери закрыты досками, окна выбиты, где отбит угол стены, где пробита крыша. Строения кажутся старыми, испытавшими всякое горе и нужду ветеранами, и как будто гордо и несколько презрительно смотрят на вас. По дороге спотыкаетесь вы на валяющиеся ядра и в ямы с водой, вырытые в каменном грунте бомбами. По улице встречаете вы и обгоняете команды солдат, пластунов, офицеров. Изредка встречаются женщина или ребенок, но женщина уже не в шляпке, а матроска в старой шубейке и в солдатских сапогах. Проходя дальше по улице и спустясь под маленький изволок, вы замечаете вокруг себя уже не дома, а какие-то странные груды, развалин, камней, досок, глины, бревен. Впереди себя на крутой горе видите какое-то черное грязное пространство, изрытое канавами, и это-то впереди и есть четвертый бастион. Здесь народу встречается еще меньше, женщин совсем не видно, солдаты идут скоро, по дороге попадаются капли крови, и непременно встретите тут четырех солдат с носилками, и на носилках бледно-желтоватое лицо и окровавленную шинель. Ежели вы спросите, куда ранен, носильщики сердит, и не поворачиваясь к вам, скажут в ногу или в руку, ежели он ранен легко, или сурово промолчат, ежели из-за носилок не видно головы, и он уже умер, или тяжело ранен. Недалекий свист ядра или бомбы, в то самое время, как вы станете подниматься на гору, неприятно поразить вас. Вы вдруг поймете и совсем иначе, чем понимали прежде значение тех звуков выстрелов, которые вы слушали в городе. Какое-нибудь тихо отрадное воспоминание вдруг блеснет в вашем воображении. Собственная ваша личность начнет занимать вас больше, чем наблюдение. У вас станет меньше внимания ко всему окружающему, и какое-то неприятное чувство нерешимости вдруг овладеет вами. Несмотря на этот подлингий голос, при виде опасности, вдруг заговоривший внутри вас, вы, особенно взглянув на солдата, который, размахивая руками и осклизаясь под гору по жидкой грязи, рысью, со смехом бежит мимо вас, вы заставляете молчать этот голос, невольно выпрямляете грудь, поднимаете выше голову и карабкаетесь вверх на скользкую глинистую гору. Только что вы немного взобрались в гору, справа и слева вас начинают жужжать штуцерные пули, и вы, может быть, призадумаетесь, не идти ли вам по траншее, которая ведет параллельно с другой, но траншея это наполнено такой жидкой, желтой, вонючей грязью выше колена, что вы непременно выберете дорогу по горе, тем более, что вы видите, все идут по дороге. пройдя шагов двести, вы входите в изрытое грязное пространство, окруженное со всех сторон турами, насыпями, погребами, платформами, землянками, на которых стоят большие чугунные орудия и правильными кучами лежат ядра. Все это кажется вам нагороженным без всякой цели связи и порядка, где на батарее сидит кучка матросов, где посередине площади до половины потонув в грязи лежит разбитая пушка, где пехотный солдатик с ружьем переходящим через батареи и с трудом вытаскивающий ноги из липкой грязи. Но везде, со всех сторон и во всех местах видите черепки, неразорванные бомбы, ядра, следы лагеря и все это затопленное в жидкой вязкой грязи. Как вам кажется, недалеко от себя слышите вы удар ядра, со всех сторон кажется, слышите различные звуки пуль, жужжащие как пчела, свистящие, быстрые или визжащие как струна, слышите ужасный гул выстрела, потрясающий всех вас и который вам кажется чем-то ужасно страшным. так вот он четвертый бастион, вот оно это страшное, действительно ужасное место, думаете вы себе, испытывая маленькое чувство гордости и большое чувство подавленного страха. Но разочаруйтесь, это еще не четвертый бастион, это Езоновский редут, место сравнительно очень безопасное и вовсе не страшное. Чтобы идти на четвертый бастион, возьмите направо, по этой узкой траншеи, по которой нагнувшись, побрел пехотный солдатик. По траншеи этой встретите вы, может быть, опять носилки, матроса, солдат с лопатами, увидите проводники, мин, землянки в грязи, в которые согнувшись могут влезать только два человека, и там увидите пластунов черноморских батальонов, которые там переобуваются, едят, курят трубки, живут. И увидите опять везде ту же вонючую грязь, следы лагеря и брошенный чугун во всевозможных видах. Пройдя еще шагов триста, вы снова выходите на батарею, на площадку, изрытую ямами и обставленную турами, насыпанными землей, орудиями, на платформах и земляными валами. Здесь увидите вы, может быть, человек пять матросов, играющих в карты под бруствером, и морского офицера, который, заметив в вас нового человека, любопытного, с удовольствием покажет вам свое хозяйство и все, что для вас может быть интересного. Офицер этот так спокойно свертывает папиросу из желтой бумаги, сидя на орудии, так спокойно прохаживается от одной амбразуры к другой, так спокойно, без малейшей аффектации, говорит с вами, что, несмотря на пули, которые чаще, чем прежде, жужжат над вами, вы сами становитесь хладнокровны и внимательно расспрашиваете и слушаете рассказы офицера. Офицер этот расскажет вам, но только ежели вы его расспросите, про бомбардирование пятого числа, расскажет, как на его батарее только одно орудие могло действовать и из всей прислуги осталось восемь человек, и как все-таки на другое утро шестого он палил из всех орудий. Моряки все говорят палить, а не стрелять, примечание Толстого. Расскажет вам, как пятого попала бомба в матросскую землянку и положила одиннадцать человек, покажет вам из амбразуры батареи и траншеи неприятельские, которые не дальше здесь, как в тридцати сорока сожжениях. Одного я боюсь, что под влиянием жужжания пуль, высовываясь из амбразуры, чтобы посмотреть неприятеля, вы ничего не увидите, а ежели увидите, то очень удивитесь, что этот белый каменистый вал, который так близко от вас и на котором вспыхивают белые дымки, этот-то белый вал и есть неприятель, он, как говорят солдаты и матросы. Даже очень может быть, что морской офицер из тщеславия или просто так, чтобы доставить себе удовольствие, захочет при вас пострелять немного, послать комендора и прислугу к пушке, и человек четырнадцать матросов живо-весело, кто засовывает в карман трубку, кто, дожевывая сухарь, постукивая подкованными сапогами по платформе, подойдут к пушке и зарядят ее. Вглядитесь в лица, в осанки и в движении этих людей, в каждой морщине этого загорелого скуластого лица, в каждой мышце, в ширине этих плеч, в толщине этих ног, обутых громадные сапоги, в каждом движении спокойном, твердом, неторопливом видны эти главные черты, составляющие силу русского. простоты и упрямства. Но здесь на каждом лице кажется вам, что опасность, злоба и страдания войны, кроме этих главных признаков, проложили еще следы сознания своего достоинства и высокой мысли и чувства. Вдруг ужаснейший, потрясающие не одни ушные органы, но все существо ваше гул поражает вас, так что вы вздрагиваете всем телом. Вслед за тем вы слышите удаляющийся свист снаряда и густой пороховой дым застилает вас, платформу и черные фигуры движущихся по ней матросов. По случаю этого нашего выстрела вы услышите различные толки матросов и увидите их одушевление и проявление чувства, которого вы не ожидали видеть может быть это чувство злобы, мщения врагу, которое таится в душе каждого. В самую абразуру попало, кажись убило двух, вон понесли, услышите вы радостные восклицания. А вот он растерчает, сейчас пустит сюда, скажет кто-нибудь, и действительно, скоро вслед за этим вы увидите впереди себя молнию дым. Часовой стоящий на бруствере крикнет «Пушка!» и вслед за этим мимо вас взвизгнет ядро, шлепнется в землю и воронкой взбросит вкруг себя брызги грязи и камни. Батарейный командир рассердится за это ядро, прикажет зарядить другое и третье орудие, неприятель тоже станет отвечать нам. И вы испытаете интересные чувства, услышите и увидите интересные вещи. Часовой опять закричит «Пушка!» И вы услышите тот же звук и удар, те же брызги. Или закричит «Маркелла!» И вы услышите равномерное, довольно приятное и такое, с которым с трудом соединяется мысль об ужасном посвистывании бомбы, услышите приближающееся к вам и ускоряющееся это посвистывание, потом увидите черный шар, удар о землю, ощутительный, звенящий разрыв бомбы. «Маркелла» — это «Мартира», примечание Толстого. «Со свистом и визгом разлетятся потом осколки, зашуршат в воздухе камни и забрызгает вас грязью. При этих звуках вы испытаете странное чувство наслаждения и вместе страха. В ту минуту, как снаряд, вы знаете, летит на вас, вам непременно придет в голову, что снаряд этот убьет вас. Но чувство самолюбия поддерживает вас, и никто не замечает ножа, который режет вам сердце. Но зато, когда снаряд пролетел, не задев вас, вы оживаете, и какое-то отрадное, невразимо приятное чувство, но только на мгновение овладевает вами, так что вы находите какую-то особенную прелесть в опасности в этой игре жизнью и смертью. Вам хочется, чтобы еще и еще поближе упали около вас ядро или бомба. Но вот еще часовой прокричал своим громким, густым голосом «Маркелла!» Еще по свистыванье удар и разрыв бомбы. Но вместе с этим звуком вас поражает стон человека. Вы подходите к раненому, который в крови и грязи имеет какой-то странный нечеловеческий вид в одно время с носилками. У матроса вырвана часть груди. В первые минуты на забрызганном грязью лице его видны один испуг и какое-то притворное, преждевременное выражение страдания, свойственное человеку в таком положении. Но в то время, как ему приносят носилки, и он сам на здоровый бок ложится на них, вы замечаете, что выражение это сменяется выражением какой-то восторженности и высокой невысказанной мысли. Глаза горят ярче, зубы сжимаются, голова с усилием поднимается выше, и в то время, как его поднимают, он останавливает носилки и с трудом, дрожащим голосом говорит товарищам «Простите, братцы». Еще хочет сказать что-то, и видно, что хочет сказать что-то трогательное, но повторяет только еще раз «Простите, братцы». В это время товарищ матрос подходит к нему, надевает фуражку на голову, которую подставляет ему раненый, и спокойно, равнодушно, размахивая руками, возвращается к своему орудию. «Это вот каждый день, это к человек семь или восемь», — говорит вам морской офицер, отвечая на выражение ужаса, выражающегося на вашем лице, зевая и свертывая папиросу из желтой бумаги. Итак, вы видели защитников Севастополя на самом месте защиты, и идете назад, почему-то не обращая никакого внимания на ядра и пули, продолжающие свистать по всей дороге до разрушенного театра. Идете с спокойным, возвысившимся духом. «Главное отрадное убеждение, которое вы вынесли, — это убеждение в невозможности взять Севастополь. И не только взять Севастополь, но поколебать где бы то ни было силу русского народа. И эту невозможность видели вы не в этом множестве траверсов, брустверов, хитросплетенных траншей, мин и орудий, одних на других, из которых вы ничего не поняли. Но видели ее в глазах, речах, приемах, в том, что называется «духом защитников Севастополя». То, что они делают, делают они так просто, так малонапряженно и усиленно, что вы убеждены, они еще могут сделать в оста раз больше. Они все могут сделать. Вы понимаете, что чувство, которое заставляет работать их, не есть то чувство мелочности, тщеславия, забывчивости, которое испытывали вы сами, но какое-нибудь другое чувство, более властное, которое сделало из них людей, также спокойно живущих под ядрами, при ста случайностях смерти, вместо одной, которой подвержены все люди и живущих в этих условиях среди беспрерывного труда, бдения и грязи. Из-за креста, из-за названия, из угрозы не могут принять люди эти ужасные условия. Должна быть другая, высокая, побудительная причина. И эта причина есть чувство, редко проявляющееся, стыдливое в русском, но лежащее в глубине души каждого. Любовь к родине. Только теперь рассказы о первых временах осады Севастополя, когда в нем не было укрепления, не было войск, не было физической возможности удержать его, и все-таки не было ни малейшего сомнения, что он не отдастся неприятелю. О временах, когда этот герой, достойный древней Греции, Корнилов, объезжая войска, говорил «умрем, ребята, а не отдадим Севастополя», и наши русские, неспособные к фразерству, отвечали «умрем, ура!». Только теперь рассказы про эти времена перестали быть для вас прекрасным историческим преданием. Но сделались достоверностью, фактом. Вы ясно поймете, вообразите себе тех людей, которых вы сейчас видели, теми героями, которые в те тяжелые времена не упали, а возвышались духом и с наслаждением готовились к смерти не за город, а за родину. Надолго оставят в России великие следы этой эпопеи Севастополя, которой героем был народ русский. Уже вечереет солнце перед самым закатом вышло из-за серых туч, покрывающих небо, и вдруг багряным светом осветило лиловые тучи, зеленоватое море, покрытое кораблями и лодками, колыхаемое ровной широкой зыбью, и белые строения города, и народ, движущийся по улицам. По воде разносятся звуки какого-то старинного вальса, который играет полковая музыка на бульваре, и звуки выстрелов с бастионов, которые странно вторят им. Севастополь, 1855 года, 25 апреля Севастополь в мае, глава первая Уже шесть месяцев прошло с тех пор, как просвистало первое ядро с бастионов Севастополя и взрыло землю на работах неприятеля, и с тех пор тысячи бомб, ядер и пуль не переставали летать с бастионов в траншеи и с траншеи на бастионы, и ангел смерти не переставал парить над ними. Тысячи людских самолюбий успели оскорбиться, тысячи успели удовлетвориться, надуться, тысячи успокоиться в объятиях смерти. Сколько звездочек надето, сколько снято, сколько анн, владимиров, сколько розовых гробов и полотняных покровов. И все те же звуки раздаются с бастионов, все так же с невольным трепетом и суеверным страхом смотрят в ясный вечер французы из своего лагеря на желтоватую взрытую землю бастионов Севастополя, на черные движущиеся по ним фигуры наших матросов и считают амбразуры, из которых сердито торчат чугунные пушки. Все так же в трубу рассматривает с вышки телеграфа штурманский унтер-офицер пестрые фигуры французов и их батареи, палатки, колонны, движущиеся по зеленой горе, и дымки, вспыхивающие в траншеях. И все с тем же жаром стремятся с различных сторон света разнородные толпы людей с еще более разнородными желаниями к этому роковому месту. А вопрос, не решенный дипломатами, еще меньше решается порохом и кровью. Мне часто приходила странная мысль, что ежели бы одна воюющая сторона предложила другой выслать из каждой армии по одному солдату. Желание могло бы показаться странным, но отчего не исполнить его. Потом выслать другого с каждой стороны, потом третьего, четвертого и так далее, до тех пор, пока осталось бы по одному солдату в каждой армии. Предполагаю, что армии равносильны, и что количество было бы заменяемо качеством. И тогда, ежели уже действительно сложные политические вопросы между разумными представителями разумных созданий должны решаться дракой, пускай бы подрались эти два солдата. Один бы осаждал город, другой бы защищал его. Это рассуждение кажется только парадоксом, но оно верно. Действительно, какая бы была разница между одним русским воюющим против одного представителя союзников и между 80 тысячами воюющих против 80 тысяч? Отчего не 135 тысяч против 135 тысяч? Отчего не 20 тысяч против 20 тысяч? Отчего не 20 против 20? Отчего не один против одного? Никак одно не логичнее другого. Последнее, напротив, гораздо логичнее, потому что человечнее. Одно из двух. Или война есть сумасшествие, или, ежели люди делают это сумасшествие, то они совсем неразумные создания, как у нас почему-то принято думать. В осажденном городе Севастополе на бульваре около павильона играла полковая музыка, и толпы военного народа и женщин празднично двигались по дорожкам. Светлое весеннее солнце взошло с утра над английскими работами, перешло на бастионы, потом на город, на Николаевскую казарму, и, одинаково радостно светя для всех, теперь спускалось к далекому синему морю, которое, мерно колыхаясь, светилось серебряным блеском. Высокий, немного сутловатый пехотный офицер, натягивая на руку не совсем белую, но опрятную перчатку, вышел из калитки одного из маленьких матросских домиков, построенных на левой стороне морской улицы, и, задумчиво глядя себе под ноги, направился в гору к бульвару. Выражение некрасивого с низким лбом лица этого офицера изобличало тупость умственных способностей, но при том рассудительность, честность и склонность к порядочности. Он был дурно сложен, длинноног, неловок и как будто стыдлив в движении. На нем была незатасканная фуражка, тонкая немного странного лиловатого цвета шинель, из-под борта которой виднелась золотая цепочка часов, панталоны со штрипками и чистые, блестящие, хотя и с немного стоптанными в разные стороны каблуками, опойковые сапоги. Но не столько по этим вещам, которые не встречаются обыкновенно у пехотного офицера, сколько по общему выражению его персоны. Опытный военный глаз сразу отличал в нем не совсем обыкновенного пехотного офицера, а немного повыше. Он должен был быть или немец, ежели бы не изобличали черты лица его чисто русское происхождение, или адъютант, или квартирмистр полковой, но тогда бы у него были шпоры, или офицер на время кампании, перешедший из кавалерии, а может и из гвардии. Он действительно был перешедший из кавалерии, и в настоящую минуту, поднимаясь к бульвару, думал о письме, которое сейчас получил от бывшего товарища, теперь отставного помещика Т. Губернии, и жены его, бледной голубоглазой Наташи, своей большой приятельницы. Он вспомнил одно место письма, в котором товарищ пишет, «Когда приносят нам инвалид, то пупка, так отставной Улан называл жену свою, бросается опрометью в переднюю, хватает газеты и бежит с ними на «С» в беседку, в гостиную, в которой, помнишь, как славно мы проводили с тобой зимние вечера, когда полк стоял у нас в городе, и с таким жаром читает ваши геройские подвиги, что ты себе представить не можешь. Она часто про тебя говорит. «Вот Михайлов, — говорит она, — так это душка-человек, я готова расцеловать его, когда увижу. Он сражается на бастионах и непременно получит георгиевский крест, и про него в газетах напишут, и так далее, и так далее, так что я решительно начинаю ревновать к тебе». В другом месте он пишет. До нас газеты доходят ужасно поздно, а хотя из устных новостей и много, не всем можно верить. Например, знакомые тебе барышни с музыкой рассказывали вчера, что уж будто Наполеон пойман нашими казаками и отослан в Петербург, но ты понимаешь, как много я этому верю. «Рассказывал же нам один приезжий из Петербурга. Он у министра по особым поручениям. Примилый человек, и теперь, как в городе никого нет, такая для нас ресурс, что ты себе представить не можешь. Так он говорит, наверное, что наши заняли Евпаторию. Так что французам нет уже сообщения с Балаклавой, и что у нас при этом убито двести человек, а у французов до пятнадцати тысяч». Жена была в таком восторге по этому случаю, что кутила целую ночь и говорит, что ты, наверное, по ее предчувствию был в этом деле и отличился. Несмотря на те слова и выражения, которые я нарочно отметил курсивом, и на весь тон письма, по которым высокомерный читатель верно составил себе истинное и невыгодное понятие в отношении порядочности о самом штабском питании Михайлове на стоптанных сапогах, о товарища его, который пишет «ресурс» и имеет такие странные понятия о географии, о бледном друге на эссе, может быть, даже и не без основания, вообразив себе эту Наташу с грязными ногтями, и вообще о всем этом праздном, грязненьком, провинциальном, презренном для него круге, штабс-капитан Михайлов с невыразимо грустным наслаждением вспомнил о своем губернском бледном друге, и как он сиживал, бывало, с ним по вечерам в беседке, и говорил о чувстве, вспомнил о добром товарище Улане, как он сердился и ремезился, когда они, бывало, в кабинете, составляли пульку по копейке, как жена смеялась над ним, вспомнил о дружбе к себе этих людей, может быть, ему казалось, что было что-то больше со стороны бледного друга. Все эти лица с своей обстановкой мелькнули в его воображении в удивительно сладком, отрадно-розовом свете, и он, улыбаясь своим воспоминаниям, дотронулся рукою до кармана, в котором лежало это милое для него письмо. Эти воспоминания имели тем большую прелесть для штабс-капитана Михайлова, что тот круг, в котором ему теперь привелось жить в пехотном полку, был гораздо ниже того, в котором он вращался прежде, как кавалерист и дамский кавалер, везде хорошо принятый в городе Т. Его прежний круг был до такой степени выше теперешнего, что когда в минуты откровенности ему случалось рассказывать пехотным товарищам, как у него были свои дрожки, как он танцевал на балах у губернатора и играл в карты с штатским генералом, его слушали равнодушно недоверчиво, как будто не желая только противоречить и доказывать противное, пускай говорит. Мол, и что ежели он не выказывал явного презрения к утяжу товарищей водкой к игре по четверти копейки на старые карты и вообще грубости их отношений, то это надо отнести к особенной кротости, уживчивости и рассудительности его характера. От воспоминаний штабс-капитан Михайлов невольно перешел к мечтам и надеждам. «Каково будет удивление и радость Наташи», — думал он, шагая на своих стопных сапогах по узенькому переулочку, когда она вдруг прочтет в инвалиде описание, как я первый влез на пушку и получил Георгия. Капитана же я должен получить по старому представлению. Потом очень легко я в этом же году могу получить майора по линии, потому что много перебито, да еще, верно, много перебьют нашего брата в эту компанию. А потом опять будет дело, и мне, как известному человеку, поручат полк, подполковник, Анну на шею, полковник. И он был уже генералом, удостаивающим посещение Наташу, вдову товарища, который по его мечтам умрет к этому времени, когда звуки бульварной музыки яснее долетели до его слуха, толпы народа кинулись ему в глаза, и он очутился на бульваре, прежним пехотным штабс-капитаном, ничего не значащим, неловким и робким. Глава третья Он подошел сначала к павильону, подле которого стояли музыканты, которым вместо пепитров другие солдаты того же полка, раскрывши, держали ноты, и около которых, больше смотря, чем слушая, составили кружок писаря, юнкера, няньки с детьми и офицеры в старых шинелях. Кругом павильона стояли, сидели и ходили большей частью моряки, адъютанты и офицеры в белых перчатках и новых шинелях. По большой аллее бульвара ходили всяких сортов офицера и всяких сортов женщины, изредка в шляпках, большей частью в платочках, были и без платочков, и без шляпок, но ни одной не было старой. А замечательно, что все молодые. Внизу по тенистым пахучим аллеям белых акаций ходили и сидели уединенные группы. Никто особенно рад не был, встретив на бульваре штаб с капитана Михайлова, исключая, может быть, его полка капитанов Обжогова и Сусликова, которые с горячностью пожали ему руку, но первый был в верблюжьих штанах, без перчаток, в обтрепанной шинели и с таким красным вспотевшим лицом, а второй кричал так громко и развязно, что совестно было ходить с ними, особенно перед офицерами в белых перчатках, из которых с одним, с адъютантом, штабс-капитан Михайлов кланялся, а с другим, штаб-офицером, мог бы кланяться, потому что два раза встречал его у общего знакомого. При том же, что веселого ему было гулять с этими господами Обжоговым и Сусликовым, когда он и без того по шести раз на день встречал их и пожимал им руки. Не для этого же он пришел на музыку. Ему бы хотелось подойти к адъютанту, с которым он кланялся, и поговорить с этими господами совсем не для того, чтобы капитаны Обжогов и Сусликов и поручик Наштецкий и другие видели, что он говорит с ними, но просто для того, что они приятные люди, притом знают все новости, порассказали бы. Но отчего же штабс-капитан Михайлов боится и не решается подойти к ним? — Что, ежели они вдруг мне не поклонятся, думает он, или поклонятся и будут продолжать говорить между собою, как будто меня нет, или вовсе уйдут от меня, и я там останусь один между аристократами. Слово «аристократы» в смысле высшего отборного круга в каком бы то ни было сословии получило у нас в России, где бы, кажется, вовсе не должно было бы быть его с некоторым временем большую популярность и проникло во все края и во все слои общества, куда проникло только тщеславие. А в какие условия времени и обстоятельств не проникает эта гнусная страстишка между купцами, между чиновниками, писарями, офицерами, в Саратов, в Мамадыши, в Виннице и везде, где есть люди? А так как в осажденном городе Севастополе людей много, следовательно, и тщеславия много, то есть и аристократы, несмотря на то, что ежеминутно висит смерть над головой каждого аристократа и не аристократа. Для капитана Обжогова штабс-капитан Михайлов аристократ, потому что у него чистая шинель и перчатки, и он его за это терпеть не может, хотя уважает немного. Для штабс-капитана Михайлова адъютант Калугин аристократ, потому что он адъютант и на ты с другим адъютантом, и за это он не совсем хорошо расположен к нему, хотя и боится его. Для адъютанта Калугина граф Нордов аристократ, и он его всегда ругает и презирает в душе за то, что он флигель-адъютант. Ужасное слово аристократ. Зачем подпоручик Зобов так принужденно смеется, хотя ничего нет смешного, проходя мимо своего товарища, который сидит с штабс-офицером, чтобы доказать этим, что, хотя он и не аристократ, но все-таки ничуть не хуже их. Зачем штаб-офицер говорит таким слабым, лениво, грустным, не своим голосом? Чтобы доказать своему собеседнику, что он аристократ и очень милостив, разговаривая с подпоручиком. Зачем Юнкер так размахивает руками и подмигивает, идя за бароней, которую он в первый раз видит и которой он ни за что не решится подойти? Чтобы показать всем офицерам, что, несмотря на то, что он им шапку снимет, он все-таки аристократ и ему очень весело. Зачем артиллерийский капитан так грубо обошелся с добродушным ординарцем? Чтобы доказать всем, что он никогда не заискивает и в аристократах не нуждается и так далее, и так далее, и так далее. Тщеславие, тщеславие и тщеславие везде, даже на краю гроба и между людьми, готовыми к смерти из-за высокого убеждения. Тщеславие. Должно быть, оно есть характеристическая черта и особенная болезнь нашего века. Отчего между прежними людьми не слышно было об этой страсти, как об оспе или холере? Отчего в наш век есть только три рода людей, одних принимающих начало тщеславие, как факт необходимо существующий, поэтому справедливый и свободно подчиняющихся ему, других, принимающих его как несчастное, но непреодолимое условие, и третьих, бессознательно рабски действующих под его влиянием. Отчего Гомера и Шекспира говорили про любовь, про славу и про страдание, а литература нашего века есть только бесконечная повесть Снопсов и Тщеславия. Штабс-капитан Михайлов два раза в нерешительности прошел мимо кружка своих аристократов, в третий раз сделал усилие над собой и подошел к ним. Кружок этот составляли четыре офицера, адъютант Калугин, знакомый Михайлова, адъютант князь Гальцин, бывший даже немножко аристократом для самого Калугина, подполковник Нефердов, один из так называемых 122 светских людей, поступивших на службу из отставки под влиянием отчасти патриотизма, отчасти чистолюбия и, главное, того, что все это делали. Старый клубный московский холостяк, здесь присоединившийся к партии недовольных, ничего не делающих, ничего не понимающих и осуждающих все распоряжения начальства, и ротмистр Проскухин, тоже один из 122 героев. К счастью, Михайлова, Калугин был в прекрасном расположении духа, генерал только что поговорил с ним весьма доверенно, и князь Гальцин, приехав из Петербурга, остановился у него. Он счел неунизительным подать руку штабс-капитану Михайлову, чего не решился, однако, сделать Проскухин, весьма часто встречавшийся на бастионе с Михайловым, неоднократно пивший его вино и водку, и даже должный ему по преферансу 12 рублей с полтиной. Не знаю еще хорошенько князя Гальцина, ему не хотелось изобличить перед ним свое знакомство с простым пехотным штабс-капитаном, он слегка поклонился ему. «Что, капитан, сказал Калугин, когда опять на боксенчик? Помните, как мы с вами встретились на шварцвском редуте? Жарко было, а?» «Да, жарко», сказал Михайлов, с прискорбием, вспоминая о том, какая у него была печальная фигура, когда он в ту ночь, согнувшись, пробираясь по траншее на бастион, встретил Калугина, который шел таким молодцом, бодро побрякивая саблей. «Мне по-настоящему приходится завтра идти, но у нас болен, продолжал Михайлов, один офицер, так он хотел рассказать, что черед был не его, но так как командир восьмой роты был нездоров, а в роте оставался прапорщик только, то он счел своей обязанностью предложить себя на место поручика Непшетшетского и потому шел нынче до бастион. Калугин не дослушал его. А я чувствую, что на днях что-нибудь будет, сказал он князю Гальцину. А что, не будет ли нынче чего-нибудь? робко спросил Михайлов, поглядывая то на Калугина, то на Гальцина. Никто не отвечал ему. Князь Гальцин только сморщился как-то пустил глаза мимо его фуражки и, помолчав, немного сказал «Славная девочка эта в красном платочке. Вы ее не знаете, капитан?» «Это около моей квартиры дочь одного матроса», отвечал штабс-капитан. «Пойдемте посмотрим ее хорошенько». И князь Гальцин взял под руку с одной стороны Калугина, с другой штабс-капитана, вперед уверенный, что это не может не доставить последнему большого удовольствия, что действительно было справедливо. Штабс-капитан был суеверен и считал большим грехом перед делом заниматься женщинами, но в этом случае он притворился большим развратником, чему, видимо, не верили князь Гальцин и Калугин, и что чрезвычайно удивляло девицу в красном платочке, которая не раз замечала, как штабс-капитан краснел проходя мимо ее окошко. Проскухин шел сзади и все толкал за руку князя Гальца, наделая разные замечания на французском языке, но так как вчетвером нельзя было идти по дорожке, он принужден был идти один и только на втором круге взял под руку подошедшего и заговорившего с ним известного храброго морского офицера Сервягина, желавшего тоже присоединиться к кружку аристократов. И известный храбрец с радостью просунул свою мускулистую честную руку за локоть всем и самому Сервягину, хорошо известному за не слишком хорошего человека Проскухину. Но когда Проскухин, объясняя князю Гальцину свое знакомство с этим моряком, шепнул ему, что это был известный храбрец, князь Гальцин, бывший вчера на четвертом бастионе и видевший от себя в двадцати шагах лопнувшую бомбу, считая себя не меньшим храбрецом, чем этот господин, и предполагая, что весьма много репутации приобретается задаром, не обратил на Сервягина никакого внимания. Штабс-капитану Михайлову так приятно было гулять в этом обществе, что он забыл про милое письмо из Т, про мрачные мысли, осаждавшие его при предстоящем отправлении на Бастион, и главное про то, что в семь часов ему надо было быть дома. Он пробыл с ними до тех пор, пока они не заговорили исключительно между собой, избегая его взглядов, давая тем знать, что он может идти, и, наконец, совсем ушли от него. Но штабс-капитан все-таки был доволен, и, проходя мимо юнкера Барона Песта, который был особенно горд и самонадеян со вчерашней ночи, которую он в первый раз провел в блиндаже пятого Бастиона и считал себя вследствие этого героем, он нисколько не огорчился подозрительно воскомерным выражением, с которым юнкер вытянулся и снял перед ним фуражку. Глава четвертая глядя едва штабс-капитан перешагнул порог своей квартиры, как совсем другие мысли пошли ему в голову. Он увидал свою маленькую комнатку с земляным неровным полом и кривыми окнами, залепленными бумагой, свою старую кровать с прибитым над ней ковром, на котором изображена была амазонка и висели два тульские пистолета, грязную с ситцевым одеялом постель юнкера, который жил с ним, увидал своего Никиту, который с будоражными сальными волосами, почесываясь, встал с полу, увидал свою старую шинель, личные сапоги, узелок, из которого торчали конец мыльного сыра и горлышко портерной бутылки с водкой, приготовленные для него на бастион. И с чувством похожим на ужас он вдруг вспомнил, что и мы нынче на целую ночь идти с роты вложементы. Наверное, мне быть убитым нынче, думал штабс-капитан, я чувствую. И главное, что не мне надо было идти, а я сам вызвался. И уж это всегда убьют того, кто напрашивается. И чем болен этот проклятый Непшетшетский? Очень может быть, что и вовсе не болен, а тут из-за него убьют человека. А непременно убьют. Впрочем, ежели не убьют, то верно представят. Я видел, как полковому командиру понравилось, когда я сказал, что позвольте мне идти, ежели поручик Непшетшетский болен. Ежели не выйдет майора, то уж Владимира наверно. Ведь я уж тринадцатый раз иду на бастион. Ох, тринадцать, скверное число. Непременно убьют, чувствую, что убьют. Но надо же было кому-нибудь идти, нельзя с прапорщиком роти идти. А что-нибудь бы случилось, ведь это честь полка, честь армии от этого зависит. Мой долг был идти, да? Долг, а есть предчувствие. Штабс-капитан забывал, что это предчувствие в более или менее сильной степени приходило ему каждый раз, как нужно было идти на бастион, и не знал, что тоже в более или менее сильной степени предчувствие испытывает всякий, кто идет в дело. Немного успокоив себя этим понятием долга, которое у штабс-капитана, как и вообще у всех людей недалеких, было особенно развито и сильно, он сел к столу и стал писать прощальное письмо отцу, с которым последнее время был не совсем в хороших отношениях по денежным делам. Через десять минут, написав письмо, он встал от стола с мокрыми от слез глазами и, мысленно читая все молитвы, которые знал, потому что ему усовестно было перед своим человеком громко молиться Богу, стал одеваться. Еще очень хотелось ему поцеловать образок метрофания, благословения покойницы матушки и в которые он имел особенную веру, но так как он стыдился сделать это при Никите, то выпустил образа из сюртука так, чтобы мог их достать, не расстегиваясь на улице. Пьяный и грубый слуга лениво подал ему новый сюртук. Старый, который обыкновенно надевал штабс-капитан и Диана Бастион, не был починен. Отчего не починен сюртук? Тебе только бы все спать этакой, сердито сказал Михайлов. Чего спать, проворчал Никита, день деньской бегаешь как собака, умаешься небось, а тут не засни еще. Ты опять пьян я вижу. Не на ваши деньги напился. Что попрекаете? Молчи, скотина, крикнул штабс-капитан, готовый ударить человека еще прежде расстроенной, а теперь окончательно выведенной из терпения и огорченной грубостью Никиты, которого он любил, баловал даже и с которым жил уже двенадцать лет. Скотина, скотина, повторял слуга. И что ругаетесь, скотина и сударь? Ведь теперь время какое, нехорошо ругать. Михайлов вспомнил, куда он идет, и ему стыдно стало. Ведь ты хоть кого выведешь из терпения, Никита, сказал он кротким голосом. Письмо это к батюшке на столе оставь так и не трогай, прибавил он краснее. Слушаюсь, сказал Никита, расчувствовавшийся под влиянием вина, которую он выпил, как говорил, на свои деньги, и с видимым желанием заплакать, хлопая глазами. Когда же на крыльце штабс-капитан сказал «Прощай, Никита», то Никита вдруг разразился принужденными рыданиями и бросился целовать руки своего барина. «Прощайте, барин», всхлипывая, говорил он. Старуха-матроска, стоявшая на крыльце, как женщина, не могла не присоединиться тоже к этой чувствительной сцене, начала утирать глаза грязным рукавом и приговаривать что-то о том, что уж на что, господа, и те, какие муки принимают, и что она, бедный человек, вдовой осталась, и рассказала в сотый раз пьяному Никите о своем горе, как ее мужа убили еще в первую бандировку, и как ее домишко весь разбили, тот, в котором она жила, принадлежал не ей, и так далее, и так далее. По уходе барина Никита закурил трубку, попросил хозяйскую девочку сходить за водкой и весьма скоро перестал плакать, а напротив побронился с старухой за какую-то ведерку, которую она ему будто бы раздавила. — А может быть, только ранят, — рассуждал сам с собою штабс-капитан, уже сумерками подходя с ротой к бастиону. — Но куда? Как? — Сюда или сюда? — думал он, мысленно указывая на живот и на грудь. — Вот ежели бы сюда, — он думал о верхней части ноги, да кругом бы обошла, ну а как сюда? Да осколком кончено. Штабс-капитан, однако, сгибаясь по траншеям, благополучно дошел до ложементов, расставил с саперным офицером уже в совершенной темноте людей на работы и сел в ямочку под бруствером. Стрельба была малая, только изредка вспыхивали то у нас, то у него молнии, и светящаяся трубка бомбы прокладывала огненную дугу на темном звездном небе. Но все бомбы ложились далеко сзади и справа ложемента, в котором в ямочке сидел штабс-капитан, так что он успокоился отчасти, выпил водки, закусил мыльным сыром, закурил папиросу и, помолившись Богу, хотел заснуть немного. в ямочке. Продолжение следует... Продолжение следует... Субтитры создавал DimaTorzok